Во-первых, слово «искра». Ты же знаешь? Ну, я читал ваши... не читал, но лекции. «Искра» — это... «Искра» — здесь это тоже аббревиатура. «Истинная кра направленная частица Ра». И здесь можно устроить такую вот как раз каноничную игру слов. «Искра» — берём её, пишем обратным прочтением, у нас получается «аркси». «Ар» — обратное звучание от «ра», то есть, ну, «живая частица Ра». «Икси» означает «дух». То есть, «искра» — это частица Ра, которая является духом, ну, и проявленным в материальном мире, и, соответственно, князем, допустим, потенциальным каких-то его частей. «Стан» — это название города, стандартный в древности. В принципе, здесь у нас находился Одесс-стан когда-то, потому что, когда князья ходили на юг, они говорили, ну, воевать, воевать. Они говорили, идём Одессу, Чёрного моря. Правда, не Чёрного моря, но пока Чёрное море не трогаем. Короче, они говорили, идём Одессу. И потом здесь был ряд сёл, ряд городов. И в частности, на территории нынешней Румынии был Одесс-стан. А на территории Одессы, вот южнее, был Одесс-город первый. То есть, вообще первый город, который был здесь основан. И ты прав, что сказал, что эта самая, Одесса важна. И тот Искоростан, который находился на территории, где сейчас Искоростань, то есть, это Ольга, вот как раз его назвала Искоростань. Это, ну, такая вот негативная игра слов. Это вот как, ну, те же самые российские пропагандисты, они какую-то в Украине всегда хотят присобачить негативную окраску. И укры они там изображают прямо как орков в своей пропаганде. Но вот так и Ольга. Ну, и с другой стороны, возьмём, как русские американцы, как американцы русских. Ну, это понятно. Противоборствующую сторону всегда пытаются выставить как-то совершенно не так. Если мы возьмём, как некоторые язычники выставляют христиан, они их тоже выставляют как что-то страшное, а христиане-язычников как ещё более что-то страшное. Поэтому Ольга его переименовала в Искоростань. Ольга его сожгла. Искоростан — это последняя столица именно Ратай. Ратай — это... Вообще слово «рата» означает справедливость. Слово «рата» означает порядок. Слово «рата» означает воля Ра. Рата — это одно из имён Рады, то есть великой богини мироздания. Ратай называлась наша прародина Ратая Гиперборея. Ну, с одной стороны она называлась Ратая, с другой она даже называлась Рата-Сва-Да, потому что она состояла из четырёх основных островов. Раян, Таян, Даян и Своян. Карту Меркатора как-то уже подалась? Нет. Жаль. На карте Меркатора эти острова изображены. И на сайте, и в интернете, и даже в гугле ввести карта Меркатора. И там выпрыгнет их десяток с половиной. Или по электронной почте я пришлю готовящуюся переработку одного из старых текстов про Гиперборею. Короче говоря, эти данные есть. 24 тысячи лет назад последний из островов Ратая затонул. Тогда, после Великого... Там даже нельзя сказать, что после. В ходе разных обледенений, которые начались 35 с половиной тысяч лет назад, Ратая затонула полностью. Наши предки по Уральским горам переселились на нашу территорию, которая была названа новой Ратайей. Вот это территория, на которой мы сейчас живем. Ну да. Это с Урала по Карпату, да? В большом понимании, это с Урала где-то по Эльбу. Где-то с Урала по Эльбу. И где-то от Карелии до Греции. Это в большом понимании. Но в маленьком понимании, это от Вислы до Днепра, и от Припяти до Днестра. Это вот то, что называлось Аррата. Если мы возьмем шумерские тексты, шумеры часто описывали общение с великой страной, великой богиней, которая называлась Аррата. Позднее арабы также описывали. То есть Аррата – это название нашей страны. Здесь еще проблема в том, что вот эта вся большая территория, о которой я раньше чуть-чуть сказал, после Великой Можебожной войны, эта территория была раздроблена на разные царства, даже империи. И соперничала Кемерийская династия, Скифская династия, Сарматская династия, появилась Антская династия. Короче, это все привело к тому, что тысячу лет назад в Киеве сидели уже, можно сказать, вражеские ставленники. А Аскольд – вообще ничтожество полное. Он хотел крестить Киев. Он хотел не Владимира? Владимир, получается, уже сделал это? Владимир намного позже был. Сначала в Киеве завелось чудовище по имени Аскольд. Вообще, Аскольд, он происходил из Таврии. И он был внучатым племянником одного из последних представителей Босфорской династии Спартакидов. Спартакиды, они считали себя законными, вообще, господами Таврии и Босфорского царства. Но они были выгнаны другой династией. И один из последних представителей царской династии Спартакидов, Саумак, он даже стал всемирно известным как Спартак. То есть, его, потому что, когда его династию свергли, его продали римлянам в рабство. А он там, кроме физического боя, знал еще кучу других нюансов. Поэтому он не... Ну, во время драки он сначала чакры ломал, а потом уже трупу символично к морде подносил кулак. То есть, все было до этого драка? Ну, что-то такое. Потому что, как раз, династии Спартакидов они сохраняли древние знания о том, как дистанционно ломать все внутренние энергетические центры. И получается, он уже труп бил в конце. Он организовал восстание. То есть, это отдельная история. Но один из его далеких-далеких потомков, точнее, потомков его брата, он уже был просто военачальником скифскому правителю Таврии, Крыму. Его в детстве, то ли в рабство, то ли как, поймали греки, и он был крещеный. Он уже, ну, фактически получил от них образование, он с трудом на славянском языке говорил, он с трудом на славянском языке писал. Поэтому он из 64 оставил 58 буквиц. 5 он выкинул. И он сначала ввёл поголовную христианизацию в Крыму и фактически оторвал его от славянских территорий. А позднее он даже в Киев попытался залезть. Некоторые современные астрологи считают, что, возможно, Аксёнов – это и есть его перерождение. Ну, здесь это отдельное чудесное. Так вот, он первая скотиняка, которая полезла навязывать христианство в Киеве. Рюрик, которого перед этим ещё призвал Гастамысл, Гастамысл был последним князем новгородской регентской династии, которая была тоже далёким ответвлением Рюриковича. Детей Гастамысла убили на войнах, поэтому, ну всё, а он уже старый, уже плодиться поздно. То есть бизнес-следник. Да, он призвал Рюрика. А Рюрик, с ним была проблема, что его княжество захватили христиане, поэтому он просто возглавлял несколько кораблей с викингами и с бродом, короче, всем балтийским. И этим балтийским сбродом он набегал на английские, французские, немецкие города. Ну, прибрежные, соответственно. И он там и епископов жарил, и много чего другого интересного делал, но когда его призвали на княжество, он пошёл. Потому что законность у него есть. Приёмность у нас тоже. Да. А там как раз не было. Больше того, новгородцы не то, что чужого князя взяли. Новгородцы, наоборот, себе лучшего князя взяли, потому что Гостомысл был потомком регентской династии, а Рюрик именно династией правителей. Итак, Рюрик, он в Киев так и не добрался. Он только в Киев послал Олега. Олег в Киеве навёл порядок. Ну, ему приписывают убийство Аскольда и Дира, но это не совсем так. Их местные убили. А он уже пришёл просто местным сказать, что вот у нас князь есть, давайте под него. Также он привёз малолетнего Игоря. Малолетнему Игорю он дал то ли свою сестру, то ли свою дочь Ольгу. Ольга была чуть старше Игоря. Игорь один раз в Искоростане попытался взять двойную дань. А получается, на то время Русь, она хоть в округе формировалась, но Искоростан и вот Рата непосредственно, которая вокруг него, она считалась как своего рода Ватикан, то есть как автономия такая, именно духовная автономия. Сейчас, кстати, тоже упоросты духовной, какая-то автономная. Это экономическая зона. А тогда вот даже во времена всех скифских войн, во времена всех этих дел, германцы, допустим, через Ратаю проходили, когда Германарих, Алдорих и все остальные, они ни один город не палили. С Бусом они воевали страшным путём, они Буса распяли, они его всех министров распяли. Потом за него мстили, германских князей перевешали, одному князя четвертовали и так дальше. И вот, если надо, эти армии пропускались через территорию Ратаи, но они никогда не нападали на города и старались даже обходить. Никто не трогал. Игорь что сделал? Игорь попытался взять двойную дань. Здесь сложная ситуация. Начинается с того, что искростанские верховные рахманы предложили Рюрику все регалии Магаксенеса, то есть верховного императора Ратаи. Ну и Скифи, и других территорий, на которые он и генетически, и так дальше имел право притязания. Для этого он должен был приехать в Искрастан и пойти там, пройти обряд соответственно. Ну и принести присягу и так дальше. Рюрик послам сказал, чтобы они в принципе подтвердили это дело, но сам по состоянию здоровья не смог прийти. И Искрастан платил ему как бы не то, чтобы дань, а Искрастан ему как бы платил на то, чтобы он сохранял свое войско из варягов, на то, чтобы он строил новые крепости. Как десятина. Нет. Здесь десятина платится в другом порядке. Искрастан ему просто платил вот как на развитие. Вот как тут была женщина, которая про Одессу рассказывала. То она рассказывала, что в первое время, когда вот Дюк Ришелье Одессу расстраивал здесь, то в имперский бюджет Российской империи практически ничего еще не шло. Как бы они, можно сказать, таким путем. С одной стороны выделяли ресурсы на то, чтобы Одессу строить, с другой стороны ничего не имели. Вот так и Рата, ее столица Искрастан, выделяли на Рюрика, для того, чтобы Рюрик утвердил свою княжескую власть и соорудил мощное какое-то государственное образование, во главе которого можно будет противостоять, с одной стороны, поползновением западных крестоносцев, с другой стороны поползновением Хазар и с юга поползновением греков. То есть, обезопасно. Ну да. Мирный контракт. Не мирный контракт. Скорее можно сравнить с наемным трудом или чем-то таким. Или целевыми вложениями. То есть, они в него вкладывали для того, чтобы он был полезен всем славянам. Потому что, к примеру, вся территория Германии – это также славянская территория. Но ее вырезали всех славян. Славян заставили забыть, что они славяне. И такое это шло планомерно. Иллирийцев вырезали. Южных славян начали резать. В принципе, болгары выжили, даже точнее сказать, славяне на территории болгары выжили только потому, что под натиском Хазар другая часть именно болгар, кубанских болгар, одна часть пошла на Волгу, другая часть пошла туда, где сейчас Болгария. И там они совместно с славянами воевали с греками. Потому что греки тех славян хотели тоже вырезать. Поэтому духовенство из Крастана хотело вот, чтобы Рюрик как мощный военачальник, потому что на Балтийском и Северном море Рюрик себя показал, как тот, кто имеет даже один корабль, может спалить несколько городов. То есть, бесстрашность. Без труда. И бесстрашный, ну не бесстрашный в плане глупый, а тот, кто поймет как и не побоится, понимая, что он победит. Потому что Рюрик прекрасно там создавал такие ситуации, что они пошли ловить их на береги, а Рюрик речкой оставил, вернее, в море свой корабль, а на маленьких лодках речкой добрался до крепости, взял крепость, и войско пошло, но думает, корабль стоит и стоит, стоит и стоит. Войско возвращается домой. Дом уже давно сгорел, уже епископ зажаренный висит, уже все хорошо. Вот так. И много, допустим, в западных хрониках его называют Эрик Кровавый, потому что он многих христианских деятелей препровождал на Нижние планеты. Короче, они понимали его чрезвычайнейшую, подчеркнутую важность. И они хотели, чтобы он установил мощную власть, и чтобы... Почему славяне подвергались таким нападениям? Потому что в ходе всех этих войн не было единого центра. Вокруг Киева, да, это была Русь, вокруг Новгорода это Славия, там была Туровская земля, то есть каждый сам по-своему. В Польше своё царство, ну каждый сам был. И соседа режут, а эти говорят, а чего мы, они тогда с нами воевали, а вот те с этими воевали, они с ними дружили. То есть, ну полная разобщенность. Вот духовенство из Крастана хотело это всё соединить. Поэтому, соответственно, они вкладывали в Рюрика его династию. Но Игорь уже об этом не знал. Когда эти все договора заключались, Игорь вообще ещё даже на свет не появлялся. Он ещё где-то там в виде призрака над Рюриком ходил и только ожидал, пока Рюрик зачнёт его в виде нового уже человека. И Игорь, то ли по злому научению кого-то, то ли как, он потребовал больше, чем ему давали, в двойном размере. И он уже неправильно это понимал. Он понимал, что как подчинённые племена ему подать и платят, так и эти ему подать и платят, потому что, ну платят же. Он потерял вот это понимание. Его за это убили. Ну за то, что он вообще бред какой-то творит. Причём, что был другой сын Рюрика, который в то время остался в Новгороде. И они такие посовещались и думают, ну зачем, этот какой-то дефективный. Берём, позовём того. Однако, Ольга, она пошла как раз на Искоростан. Ольга обманным путём сожгла Искоростан. В целях идеологической подмены и такой дискредитирующей пропаганды, она его переименовала в Искоросты. Ну, Короста, короче, какая-то. Искоросты изошлись, или что она... или Искоросты они появились. Я не знаю, что она имела в виду. Но его древнее название это Искоростан. Стан это просто другая версия, как город. Но здесь имеется в виду не просто город, город это ограждённый. А Стан это не обязательно ограждённый. Если взять, сравнить Аркаим и Трипольские города, между ними разница только в том, что Трипольские города не обносились в стену. Им не нужна была стена, так как не было тогда здесь врагов никого. Также само Искоростан, он не был градом, потому что он не был ограждённым. Его не надо было ограждать. Позднее там уже рудиментарная какая-то ограда появилась, но уже не было смысла называть его Искроград какой-то. Ну, мы уже привыкли. Зачем? Если берём Полесье. Полесье не только Искоростаном славно. В Полесье когда-то ещё было Ведьенгородье. Это очень древняя местность, которая находилась как раз в Припяти. Там 7 с лишним тысяч лет назад воплотился Саагаст. Саагаст это воплощение Всевышнего. Он известный как Рама в индусской традиции. Он как раз ходил на Ланку и секербушкировал товарища Равана первого Равина на нашей планете. Вот мы возвращаемся к вопросу наших домашних инопланетян. Вот на Ланке как раз они и жили. Ну, очень злобный один из них был и вредил всем окружающим. Поэтому Рама его тоже помог ему перестать мучиться и других мучить. Рама оставил поучение которое называется поучение Саагаста потому что к нему собиралась куча рахманов и других и даже воинов ну короче разумных людей. И они его спрашивали а как будет так а как будет этак. Мне очень отметилось там такой нюанс что они как не верили ему они его постоянно спрашивали ну а где же мясоеды возьмутся ну как на нашей земле ну как мясоеды ну что прямо мясо будут есть я это во многих поучениях Саагаста заметил что рахманы задавали именно направляющие такие вопросы и это показывает что они не могли себе это представить даже что вот на нашей земле и будут мясо есть может если бы мы жили в тундре какой-то или в Сахаре где ничего не растет они может еще бы согласились но тогда на нашей территории росло столько всего например вот между шелковица и виноградом была куча разновидностей которые существовали а сейчас даже у нас не виноград а у нас греческий виноград ну так и иначе нашего винограда сейчас нет вот того который наш который был до христианизации который на этих землях хорошо растет да шелковица оставлю ну да а наш как бы виноград он был именно дерево на котором росли такие грозди ну а зерна на них были более сгруппированы вот как на шелковице ну как-то так просто если вот так сравнить виноградную гроздь и шелковицу можно даже сейчас заметить и вот как раз вот наш виноград это такое здоровезное дерево на котором растут где-то такие грозди где зерна очень близки друг к другу ну и так дальше ну понятно примерно поэтому ну не могли пшеница куча разных амарант из него чего только не делали амарант вообще считался как одно из важнейших растений его название в честь сына Шукра Рахмана то есть отрицающая смерть сохраняющая от смерти там напитки из амаранта меды из амаранта одежда из амаранта там хлеба из амаранта я не знаю чего из него не делали вот просто а в текстах время от времени попадаются все эти мне штуки я понимаю насколько его почитали насколько его использовали сейчас вот что из него делают ничего только недавно появилось проскакивают какие-то рецепты да где-то что-то проскакивает где-то какая-то одна частная фирма по супер дорогим ценам продаст два зернышка этого амаранта и скажет радуйтесь но по сути это ничего это вот как с бездрожжевым хлебом что можно прийти где хлебами вся комната уставлена и бездрожжевого хлеба то и нет а почитаешь происхождение бездрожжевого хлеба кажется что там такая заразливая закваска что уже может дерьма поесть будет менее вредно чем того но это мы все возвращаемся к тому что Саагас давал наставления свои и он настолько вывел на новый уровень тех кто рядом с ним жили конечно современные материалисты в это могут не поверить они могут посчитать что это имелись ввиду как раз какие-то небольшие островки которые затонули в Припяти и что но по ведическим вот конкретным текстам в Припяти находилась территория размером с Казахстан где-то а может и чуть больше ну не гарантирую ну так как бы как Франция Германия и кусок Польши описывалось что от Припяти как бы Припять можно сказать вернее наоборот от источника Припяти идет река в одну сторону идет река в другую сторону и потом они огибая огромную эту область они сходятся в одном месте и впадают в гнепр то есть получается вся вот эта огромная территория была как бы внутри Европы островом таким даже не то что внутри Европы внутри Припяти хоть ну по ведам вот конкретно описано что она была огромной и описано что эта территория настолько духовно просветилась что она просто ушла с материальной плоскости это я слышал есть такая книга я где-то читал Плутония называется там как раз описанность земля Санникова такая ну то это издевательство над Гипербореей земля Санникова а вот это наша территория и это вот над Полесьем можно сказать Полесье того что там жили Поляне Поляне это древнее название Аревычей которые жили как раз в центральных областях Гипербореи там где сильно палил свет от Мары Мара это гора которая находилась на центральном острове Гипербореи это был потухший вулкан поэтому и назывался в честь смерти но эта гора была обтесана и покрыта золотыми листами и таким путем превращена как бы в пирамиду а с другой стороны через эти листы энергию собирали и использовали в разных нуждах в этой пирамиде получается собиралась и солнечная энергия через листы собиралась и энергия лавы самой и собиралась и энергия ветра и энергия воды потому что было так сделано что четыре реки которые впадали под Мара гору они там впадали разными устами и там было много внутренних как бы водопадов они приводили тоже все это дело в движение поэтому Мара была очень мощным и природным и одновременно технологическим элементом и вот те внутренние районы гипербореи которые жили вокруг нее арэвычи там назывались поляне отсюда позднее поляне поляки полоцк пелазги и так далее но эта гора примерно сейчас она на этом плане существует на этом затонула то есть она по сути одна из гор хребта Ломоносова но Ломоносов его не создавал но назван через него я не гарантирую какая из гор здесь нужно проводить картографические сравнения но гиперборея она как раз вот находилась там между Гренландией Северной Америкой между Шпицбергеном и Евразией все это на картах есть на карте Меркатора все прекрасно показано Герхард Крамер Меркатор он брал эту карту из ведических источников он известный был в Европе с одной стороны как гениальнейший картограф отец картографии отец картографической проекции который пользуется до сих пор несмотря на GPS и в какой-то степени GPS ему также обязан с другой с другой стороны он был известный как оккультист его один раз инквизиция чуть не отправила на костер а его любовницу закопали заживо за то что она читала Библию потому что тогда нельзя было с одной стороны веды нельзя было читать а с другой стороны Библию тоже нельзя было читать потому что человек бы как это все прочитал то он бы сказал все-все-все я уже я не христианин все хорошо ну а как там же этот как зловредный описывается который евреев змеями посыпал который евреев мутагенной отравой кормил который там говорил вот я вас вывел я вас 40 лет по пустыне таскал а теперь вы в землю обетованную не пойдете вы все здесь попередохнете а туда только уже выращенные от вас биороботы пойдут там это в Библии прямым текстом описано чуть не такими терминами но если не воспринимать это как мега священные заумно непонятные истины а воспринимать в контексте реальной истории и так сказать Бога воспринимать именно как деспота то получится Сталин и Гитлер это просто Махатма Ганди какие-то в сравнении с Яговой я не помню чтобы Гитлер заставлял всех немцев поголовно жрать какую-то отраву под страхом смерти а Ягова делал я не помню чтобы Гитлер к примеру Геббельса облучал радиацией до полусмерти а Ягова Моисею сделал я не помню чтобы Гитлер убивал допустим детей Геббельса того же самого а Ягова по отношению к Аарону это сделал ну там короче много таких примеров Аарон и Моисей это два брата то есть Моисей как принимающий а Аарон как вещающий ну и Моисей вещающий просто получается Моисей был как верховный лидер а Аарон как просто церковный лидер эта ситуация сохранялась в христианских землях везде допустим король и кардинал во Франции допустим патриарх и царь Российской империи и сейчас Путин и Кирилл также в таких же взаимосвязях ну правда там все сложнее стало но у евреев были свои сложности и если вот так это воспринимать то понятно просто зомбировал он их и все и понятно что он зловредная какая-то такая вот человеконенавистническая штуковина дальше там в Библии даже понятно что он пришелец там это описано что днем его трон его кават то есть корабль летал на столбе дымным а ночью на столбе огненным вот я вводил в ютюбе записи допустим стартов ракет если днем виден столб дымный если ночью виден столб огненный да просто у него эта штука она не была такая бесполезная как ракетное топливо и он мог относительно на небольшой высоте летать над евреями давать через приемник по имени ковчег свои инструкции ну а как допустим возьмем ситуацию с каргокультом вам известный каргокульт да я слышал как летал самолет и перелетали да во время войны с японцами американцы устроили базу на одном из островов где жило местное население ну и да за какие-то услуги типа понеси нам ящики они им давали свои пайки и много чего другого но улетели те решили о боги прилетели они нас кормили ну мы что-то не так сделали и все поэтому потом когда их повторно открыли оказалось что они создают из тростников макеты самолетов и так дальше ну а представим что было бы если бы наоборот если бы высокоразвитая цивилизация жила на островке а вокруг жили низкоразвитая цивилизация вполне какой-то деспот мог бы на самолете летать перед каким-то племенем говорить что он там великий бог и через какую-то портативную мощную рацию связываться с поставленным ставленником и говорить иди туда ешь то там кушай манну и так дальше ну да может быть спокойно в каком-то месте стоял какое-то устройство приходил в то место и получал информацию да не приходило они его носили это ковчег завета ковчег завета вот если мы читаем Тору или читаем Библию ну он не описан как что-то мега непонятное описано там все действия как к нему подойти где картинка появляется над поверхностью между крыльев херувимов крылья там также дым шел то есть это с помощью дыма какая-то голографическая проекция то есть я думаю что эта технология не настолько сложная что даже сейчас это можно было бы сделать там лазерными лучами или как ну да телефон же есть ну да потому что все просто описано вот коробка здоровая как этот стол там изображены два крылатых товарища а там вполне можно какие-то поставить проекторы камеры вы их накрыли и чего хочешь носовать и между этими проекторами возникает картинка откуда громогласный ехэ вхэ говорит с народом ну да но там кстати так и подписывалось там на этом облачке было написано ехэ вхэ ну как как иконографы по крайней мере это изображают я не стоял я не знаю но по всем описаниям это напоминает как раз техническое устройство больше того мне это даже современный телефон напоминает мне например человек звонит у меня на телефоне написано имя того кто ну те кто у меня обозначены ну или кто не обозначен просто номер а там не надо было много номеров там один ехэ вхэ и звонил постоянно такой образ интересный даже так ну это я вот библию вот читал там вот это просто вот вы спрашиваете откуда источники у меня ну источники их куча вот по христианству и вообще как я понял что христианство это не наше это я просто библию внимательно прочитал я думаю ну шо это зараза какая-то больше того вот эта зараза это понятно что это не всевышний ну яовка в смысле допустим всевышний если бы он хотел как-то человечество переформатировать то он бы его переформатировал он бы всем народом явился а здесь почему почему только евреям с точки зрения их мифологии внутренней они бога избраны они такие сякие но с точки зрения если речь идет не о инопланетянине а речь идет о всевышнем то евреи никогда ничем не были лучше какого-то соседнего народа я сейчас говорю не из-за того что в ведах они оскорблены я говорю о том как они в библии описаны Авраам был сутенером по отношению к своей сестре жене Сари он ее подкладывал под фараона он ее подкладывал под ханананских царей и он приходил он говорил вот моя сестра там выдаю ее за вас там и как бы дружим а это же не просто так когда он становился как бы родственником фараону он и положение получал из себя он представлял не просто так он там царь неизвестного царства ну да а потом оказывалось там как фараон заразился венериагой всякой и он позвал этого ну сначала он жрецов жрецы проверили что она не девственница там уже давно и фараон позвал Аарона этого Авраама говорит ну что это такое Авраам ну да она сестра мне но она еще и жена мне и я еще ее тому царю давал когда-то этот фараон говорит ну забирай тогда ее на тебе там кучу всего и уходи только к чертовой бабушке ну и так повторилось с ханананскими царями дальше как она притесняла свою служанку за то что та родила от Авраама дальше как Авраам хотел для еговки зарезать своего сына то есть жертву да ну это уже показывает их намного ниже чем всех остальных у нас же как раз вот это рата духовное государство от Вислы до Днепра от Днистра до Припяти там как раз идеальная духовность постоянно соблюдалась и до Ольги там у нас и мясоедов не водилось даже во времена Саагаста 7000 лет назад они представить не могли что мясоеды заведутся они верили что знали что где-то в Африке мясоеды есть знали что еще где-то мясоеды есть но что у нас с нашей растительностью с нашими коровами они не верили просто что ну зачем ну как ну да вокруг Искрастана было еще 9 великих городов там как раз разные основные культы находились в ведической традиции города назывались через 9 месяцев ну 9 месячного календаря я как-то расскажу за но это тоже как своего рода зодиак такой на земле находился получается повесе имеет какую-то роль величайшую во-первых была та область в едингороде которая ушла с материального плана и это не просто какая-то область это область где на нашей земле 7000 лет назад воплощался Всевышний Рама Саагаст данные о нем есть в египетских текстах данные о нем есть в индийских текстах шумерских и он воплощался у нас ну фактически или мы у него может сказать потому что в конце концов ему это все принадлежит мы можем сказать мы живем на территории возле которой он воплощался а если берем степи то в степях он провел все свое детство получается так Равана знал что воплотится Саагаст и убьет поэтому Равана украл родителей Саагаста и заточил их в заморозку специальную но он просчитался так как Саагаст уже был рожден и его отдали как приемным сыном как раз тому княжескому роду который занимался степями и Саагаст все детство пас коров по нашим степям а его дополнение Славедату отдали в другой гору и он потом ее получил пройдя все надлежащие проверки и доказав что он фактически достойен этого и доказав что он великий князь а потом уже соответственно все это дело раскрылось раскрылось что он непосредственно потомок великого рода в котором перед этим он же воплощался как князь Сагара который более 9000 лет назад об этом тоже есть упоминание и в индийских писаниях о царе Сагара и вот культ Сагара или птаха Сагара он и в Египте сохранился то есть как бы это общеизвестные данные вот тоже для меня как бы основа хоть и есть веды но я сравниваю и вижу что и в других источниках это сохранилось кроме того когда-то я также сравнивал Библию и окружающие источники я например читаю Библию и понимаю что это передранные искаженные тексты от шумеров просто потому что видно как в Библии это все скомкали и изменили а в шумерских текстах даются ответы на те вопросы которые христиане стыдятся даже задать например возьмем историю о Каине там получается Ягова выставлен как самодур с раздвоением личности который с одной стороны ну а что здесь смешного это просто как Каин помните Библию Каин убил Каина да но там как там получается что сначала Ягова его проклинает что и земля будет проклята куда он ступит и там все будет дохнуть и так дальше а потом Ягова а кто тронет Каина тому все мира отомстится как то есть или Ягова самодур с маниакальными приступами и раздвоением личности я одного своего знакомого психиатра все хочу просить чтобы он Ягову детально проанализировал я ему так некоторые сюжеты про Ягову рассказывал в принципе да синдромы разные уже можно список составлять но это можно объяснить не только Яговиной самодур а еще тем что там реально два разных персонажа один это Ягова который собственно проклял Каина за то что тот убил Авеля другой это Самоэль который являлся отцом Каина потому что вот грехопадение Евы там Самоэль с ней просто вступил в половую связь и соответственно дальше она эту похоть еще на Адама распространила кроме всех яблок так вот получается Каин он был сыном Самоэля и Самоэль своего сына благословляет что несмотря на то что и земля от него будет терять плодородность и там он не в силах отменить его вины проклятия но он дает свое что если кто-то убьет Каина тому отомстится всемиро то получается осознанно посылают мор на землю получается ну здесь два разных Ягова проклял Каина для того чтобы тот мучился соответственно если от него земля будет терять плодородность его местные народы соберутся и просто перебьют да кого перебивать одного несчастного изгнанника от которого земля плодородие теряет да просто прибьют и еды давать не будут и он сдохнет сам а Самоэль говорит чтобы этого не случилось потому что там как Ягова проклял Каина и Каин змолился своему отцу Самоэлю отец как так меня же убьют куда бы я не ступлю и он балан ему такую защиту да что кто тронет тому всемиро отомстится типа там дохнете голодайте но сынку не трогайте здесь мне еще интересно другое что если податься христианскому зомбению головного мозга и некрозу нейронов то как бы считается что этот Адам и Ева это первые люди и как бы кроме Каина там никого вообще не должно быть поэтому Каин просто не мог обращаться к кому-то прося защиты так как от кого он от животных будет защищаться или от папы с мамой ну просто вот есть этот самый Адам есть Ева Сифа они еще не родили есть только Адам и Ева Авель мертв Авель мертв Сиф не рожден получается в принципе единственное кто его могут убить это его родители от которых он сбежал во-первых не факт что родители его стали бы убивать их сын и так уже один мертв и какие родители своего сына будут убивать поэтому от кого ему просить защиты вопрос следующий вопрос где они жен брали потому что там дальше сказано и пошел он в землю Нод кстати земля Нод это отдельная была планета населенная деградировавшими арэвычами под управлением демонов я считаю что показательным что в России определенное движение также названо Нод есть движение ну да они считают они это как сделали аббревиатуру национально освободительное движение но названо в честь планеты где как раз арэвычи использовали как пушечное мясо демоны а там это были злобные демоны и вот туда подался Каин и там он нашел себе жену и там он город построил там то есть людей значит была куча то есть разных людей было много вот Библия пока не трогаем веды вот чисто Библия и разум если кто-то из вас объяснит мне это другим путем я скажу извиняюсь что я был такой тупой и этого не понимал рад что прозрел но если вот так разумно разъяснять я прихожу к выводу что там это имеется ввиду дальше альтернативными источниками шумерской египетской хананейской карфагенской других традиций это подтверждается ведами это подтверждается значит я уверен что это так если доказательства это опровергнуть это же сейчас только в эту сторону ход мысли только идет ну вот можно почитать Библию собрать доказательства поэтому а веды вот когда я сравниваю это к чему я привел к тому что Библия понятно ее ложность изначальная а веды я сравниваю с египетской системой вижу да египтяне об этом же самом говорили вот ну и ровно об этом же но просто дошедших до нас источниках это дано в крайне редуцированной вообще форме например знание про великую Энеаду богов великую девятку это то вот как в ведах описано порядок сотворения мироздания вначале там Всевышний создал Нуана потом он там переродился родил Тифона и Тифониду они родили вселенское пространство и планеты на планете возник Осирис Исида Сет и Нефтида то есть если мы сравним как это в ведах то так же само Всевышний так же само просто имена чуть другие там Осирис не Осирис а Стребок допустим Сет не Сет А Велес ну сюжет тот же Можно будет сравнить это 9 календарь 9 месячный календарь с этой тоже нет календарь это календарь А Энеада это девятка ведическая традиция она во многих местах используется и не нужно думать что это одна и та же девятка больше того девятка была еще священным числом дровидов и дровиды поскольку они достаточно мощно повлияли на человеческую цивилизацию то и девятку они запихнули куда надо и не надо просто это алатырь девятиконечная земля нет алатырь восьмиконечная земля а девятый центр девятый центр но это получается та же идея но это идея уже не египетского аналога Энеады а египетского аналога Огдуады допустим 8 лепестков алатыря мы видим как один и другой конец один который к центру это мужская природа тот который дальше женская природа в центре всевышний таким путем у нас если мы сейчас будем говорить египетскими терминами у нас есть Хеприптах Атум Ра как творец как центр Аллатаря вокруг него находится Нун находится Науи находится Кук и находится Хук это четыре бога управляющие вселенскими пространствами а дальше за каждым из них находятся их нежоны это Науанет это Науэет это Кукет и это Хухет Можно записать? Да Название четырех богов Можно это везде есть это можешь и на сайте моем посмотреть и в интернете ты можешь так записать поискать в википедии Энеаду и Огдуаду и Огдуаду Да Но это если мы говорим египетскими терминами А если брать к нам А есть какая-то наполисика терминология Ведическая терминология естественно есть Но почему я это привел потому что в ведах просто описывается мироздание и там не выделяются вот так какие-то несколько богов а описано конкретно в частности эта восьмерка и эта девятка они там описаны но там еще несколько десяток богов описано там описан изначальный духовный мир описано как Всевышний создал богиню Дхама которая стала плоскостью к которой он направлял лучи описаны лучи в которых находятся миры то есть все это описано и описаны там сферические образования и на одной из орбит и одного из сферических образований находится наше мировое яйцо в этом мировом яйце находится алат-аро в символическом плане алат-аро изображен здесь внизу изображений да представляем что все это в мировом яйце и представляем что верх здесь намеренно гипертрофирован по отношению к низу на самом деле это яйцо и на самом деле здесь острый кончик здесь как колоколом Тупой широкий конец Внизу находится пробок Он пускает от себя свою мысль Вокруг мысли появляются четыре столба На них формируется четырёхугольник плоскость В котором формируется правь, мудрость, явь и навьь Это мы берём четырёхугольник И делим его нахрест А если мы четырёхугольник поделим вписанными в него Ещё меньшими четырёхугольниками Как раз получится пространство пар вот этих богов Но в ведической традиции Называя все эти части мироздания, называя имена богов Не было смысла выделять этих богов В ту же самую Огдуаду или Энеаду Зачем? Как-то связано с Энеидом? Нет, просто Огдуада и Энеада Это даже не египетские термины Это термины, которыми греки называли египетские пансионы То есть это название чисел А Энеида – это от имени Эней Ну там тоже что-то божественное Ну да, ну так везде божественное А если захотеть приписать То даже взять историю о том, как обычный современный человек пошёл в магазин Её нужно вот как сказку о Колобке Я слышал, когда просматривал Всего Хиневича Я слышал его трактовку сказки о Колобке Что одно зверюшка – это одно созвездие Другое – другое созвездие А потом я просто шёл по улице и думаю Вот, допустим, опишу я, как я шёл по улице И напишу, что вот алкаш, который сидел в парадной Это значит, наверное, плохое созвездие лисы А дальше я увидел человека с собакой Вот это, наверное, созвездие волка То есть если я захочу или ты захочешь Что любую нашего общества, даже можем взять руку и сказать А вот здесь тоже четыре пальца И можно дойти до того, как Чудинов Как он во всех неровностях читает руны Макоши И в протуберанцах Солнца он тоже читает руны Макоши и руны Рода Вкратце, о Искрастане не только я рассказал, что всё или что? Ну, конечно, ещё много вопросов по-взять Ну, по Искрастану я как-то думал более сгруппированно про него рассказать Но получилось, что чтобы рассказать о нём Мне приходилось прыгать в соседние темы А без прыгания в соседние темы Не зная, знаете ли вы это дела Я не мог дальше рассказывать А то получилось бы, как те сутры индийские Что я рассказываю какие-то непонятные слова Понятные одному мне и, может быть, камере Она уже привыкла А ещё нетбуку Он тоже уже хороший Уже привык Да Ну, пока на меня Вопросов много есть Если просто думаю, что желательно Если ещё несколько по Полесью И завершение интересует Полесья Почему-то Давай-давай-давай-давай-давай У меня есть такое понимание, что на Полесье нечто произойдёт Как некое новое знание появится Именно с Полесья пойдёт Да И даст в мир новое понимание взаимоотношений между людьми Вот такое Вот только оно не новое, ему уже 7000 лет Ну, знаете ли вы что-то об этом? Есть ли какая-то версия? Вот поучение Саагаста Вот тот самый Саагаст Он предписал, что Снова я сейчас перейду в идею о времени Есть такие, как космический год И он делится на 4 части Золотой век, серебряный, медный и железный Мы живём в железном Мы отжили первый месяц космической зимы Он длился 5000 лет Сейчас наступает второй месяц Он будет длиться 10 тысяч лет 7000 лет назад Готовилась межбожная война Как уничтожение предыдущей цивилизации Дабы запустилась цивилизация железного века Ну, нынешней И Саагаст рассказывал Рахманам Как будет идти война Как потеряют люди знания Что на нашей святой земле Будут лазить мясоеды Что большинство народа будет мясоедами И только потомки некоторых из тех Рахманов Рахманы на коленях ползали Рахманы там слезами изводились Они просили у Саагаста благословения Чтобы он благословил их Чтобы их потомки не стали мясоедами И он сказал Ладно, не станете Вот некоторые вот эти рода Они сейчас есть Они соединены Рахманская традиция Это я единственный из рахманской традиции Кто за распространение знаний Те рода, которые потомственны Они непосредственно сами с собой общаются Они сделали такой, как бы, свой... Клуб Да, там на этом клубе Они собирают свой совет И решают, как им дальше жить Им так и хорошо Вот это потомки тех Кто тогда перед Саагастом ползал И вымаливал у него Там один рахман так и просил Что если ему надо пройти по всем пеклам Он готов Если ему надо всеми слизняками Воплотиться на всех планетах Он готов Но только пусть его потомки Не станут мясоедами Потому что когда Саагаст рассказал Что вот будет проведена антиселекция Вот сначала уничтожат духовенство Потом уничтожат воинство Уничтожат купечество Среди простолюдинов будут культивировать Самых деградационных И так дальше Всё это 7 тысяч лет назад Саагаст описал И у того рахмана Просто по описанию очевидца Пошли кровавые слёзы от ужаса И он на протяжении длинной территории достаточно Там эта территория дальше, чем отсюда водовокзала И он к Саагасту по дороге Там где камни, там где всякие такие штуки Он полз на коленях просто Чтобы упросить Саагаста Чтобы любой ценой Чтобы потомки этого священнослужителя Не стали мясоедами Другие, как я уже говорил Даже как бы и не верили Саагасту Спрашивали, как такое может быть Также Саагаст предписал Что на 10 тысяч лет На второй месяц Начнётся золотое укропление Которое должно начаться Собственно с этих самых знаний А эти знания впервые начал распространять Маркиенс Васлава Пшицкой В 1909 году во Львове Перед этим, правда И его предки И другие последователи рахманской традиции Играли важнейшую роль В культуре Западной Украины Например, вот я выложил в интернет Анализ символики на обложке Журнала Заря Горицкая Там это специально тоже были вставлены Визические изображения богов И там конкретно А ещё один журнал издавался Под названием Дачбог Прямым текстом А допустим, то, что наш великий Философ Франко писал Его изредактировали там до кошмара Но Франко даже небольшую брошюру написал Где он критикует библейские воззрения на Вселенную Показывая большую достоверность Ведических и разных древних Типа шумерского и египетского воззрения И от Маркияна Сваслава Произошёл непосредственно Владимир Шаян и Лев Вселенко В идеологическом плане Не в биологическом, а в идеологическом Единственное, что Вследствие захвата Украины Особенно Западной Украины Советским Союзом Им пришлось бежать на Запад Владимир Шаян жил в Британии Лев Вселенко жил на территории Штатов и Канады Лев Вселенко написал свой божественный труд Под названием Маговрата Это я просто советую читать постоянно Хоть раз в месяц прочитать Маговрата, да? Да Это святой труд Мага — это могущество Врата — это возвращение в истинное направление Это врата — это также сюда некое созвучие С словом варта То есть это то, что охраняет нас от деградации И направляет к развитию В частности, там он так и написал Маговрату вручисто дарую Поколиньям грядущим приймить Это начинается так И дальше есть фраза Что и поклонник, и Маркса, и Будды Магомета, Иисуса и тьмы И неумние и умние люди Схочут статы новыми людьми То есть он Вот продолжение Того, что предписывал Саагаст И предписывал Маркиян Вапшицкий Он подтверждает, что вот Должно начаться возрождение То есть Украина призвана богами, высшими силами Показать европейской цивилизации Новую версию существования и вообще бытия Мне как-то возле памятника Сковороды Пришла такая Образ такой Пришел Я записал его себе Легкою ходою Из Украины на весь свит Почему вы так? Дальше Там он также Писал такую фразу Что когда Случится революция Духовной воли Тогда Воспрянет Титан наш народ И Человеческий мировой океан Так же переродится Ну все, завершаем сегодня это дело Я вам очень благодарен Вот революция духовной воли Состоялась Вообще В принципе Началом Второго месяца Кали-Юги В нынешних датах Является 90-й год Это 91-й год России Куча начала, да? Ну, 6-й зависит То есть, по сути дела Мы уже живем В начале возрождения По данным Вот того клуба Рахманской традиции Еще 76 лет Будет переменная Такая Рюкотень 76 лет С начала 90-го Нет От сейчас От 2011-го года 80 лет Они так и написали Указ о 80-ти годах И именно За нарушение Указа о 80-ти годах Они Меня исключили Из своего Списка состава Реестр Но это уже Отдельная история Совершенно Я там Слышу Часто У вас Проскакивает Именно Критика В сторону Именно Вот этого клуба Ну да Не, ну клуб-то Хороший Вопрос, что Для остальных Людей он бесполезный И вопрос, что Даже вот вы Вместо того, чтобы Ковыряться По Куровским По этим Всяким Третьим Другими Десятым Могли бы Уже Чуть ли не с детства Изучать Веды Если бы Исполняя Наставления Маркияна Вепшицкого Они бы Эти веды До народа Донесли А так Получается Это делать Приходится мне Они еще На меня Периодически Ну В общем В общем В общем Воздержитесь А мне еще Надо Кроме этого И вот Записывать Разные Исторические Сведения А вот Она сегодня Смогла А завтра Не смогла Рассказать Поэтому Пришлось С вами Задержать Это дело И куча Всего Приходится И тяжело Это Водно Что-то Свести Потому что Нужно Делать Кучу Всего И сразу А они Это могли С легкостью Если бы Каждый Из них Один День В году Посвящал Распространению В общество Ведических Знаний Поэтому Ладно До Истину Ян Ян Это медитация Ян Это Духовная Святомость Святомость Проекция Направления Власного Я Самоотождествление А чего Ничего Просто Самоотождествление Самоотождествление Ага А ты уже Что-то таки там Начитав Мені аж страшно Так что Будем разбирать Иллюзию На запчастях Или что А можно Ще Рожану Пояснити Рожана Це Проявлення Вишні Ради Як родительниці Всесвятого Це та Хто Породила Наших Отців Наших Дедів Тому там ставиться Часто Буква СЯОТ Яка на це Вказує І та Хто є Взагалі Мацір'ю Життя Від самих Його Початків До Самих Можливих Взагалі Шляхів Розвитку І кінців Десь Ну В принципі По моїм Передвідчуттям Якимось І фантазіям Ось Ну Таким По приводу Ну З приводу Мого майбутнього То Ну Все Вкоди Мені тому Тому потрібно було наукове Ну Якимось Ведичне Бо я не знаю Де Для фантазії Ведичне Призначення Це Вогнище Вогнище А бывають Просто Фантазії Как А вот Там Не знаю Хочу потрогать Трясиськи Фиолетової Інопланетянки К примеру У некоторых І такі Бывают Фантазії Ну Тепер буду знати Що такі Бывают І к чому Це фантазія І зачем Вона Нужна І Зачем Вона Вовсе Нана Тот Йеній Опыт Но Однак Опыт Не имеющий Практического Смысла Ведь Допустим Можно набирать Опыт В тех же Употреблениях Наркотиков Однако От этого Не будет Пользы Ни своему Человеку Ни окружающему Ни человечеству В целом Ни кому Ничему Ни зачем И никогда Ну Максимум Какое Будет Из этого Польза Это Если Вот полностью Сколовшийся Наркоман Его увидит Какой-то Человек Который Потенциально Может стать Или не стать Наркоманом И посмотрит Чем стать Такой Ничтожной Сущностью Это лучше Не надо Это максимум Пользы Который может Быть Так же Такого Существа Ну У меня Есть Багато Знайомых Наркоман И Бывали Такие Позвитали Зовсем Их Не повернешь На это Життя Точно Ни как А Бывали Такие Одумались Багато Чего З цього Взяли И Тепер Манікуется Звісно Принесло Али Как ты думаешь Они лучше Было бы Если бы Они Изначально Занимались И Занимались Духовной Практикой Але Не знаю Чи Краще Было бы Ні Все Было бы Краще Якби Вони Занимали 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 На голове Ходили То Это Было бы Лучше Потому Что Каждый Грамм Наркотиков Набивает Сознание А Если Они Использовали Коноплю То Они Зарабатывали Перед Уховатом Такие Долги Что Как бы Уже Лучше А Есть Точно Цифра Скільки За грамм Дребоведров И Чему Получается Что Не за грамм А за Один листик Одна жизнь Одна жизнь За Один Двистик На его Планет А Чему Он Не Пишется На Рослинах Потому Что Как бы Он Не Пишет Знаешь Причем Еще Ведах Уточняется Что Он Тем Наркоманам Которые Уже На Несколько Миллиардов Жизни К нему Попадут По Своим Заслугам Он Може Уточнить Тогда Уже И Може Їх До Не Совсем Так И Основная Идея Уховата Такая Что Он На Земле Держит Своё Растение Которое Если Его Полностью Как Следует Использовать Потенциально Может Дать Человеку Видение С полным Видением Вселенной С полным Знанием О Вселенной То есть Получается Он Как бы Готов Открыть Человеку Своё Видение Мироздания Потенциально Но Чтобы Он Это Открыл Человек Должен Абсолютно Точно Настолько Это Все Исполнить Что Даже В древние Времена Как бы Людям Было Удобнее Медитировать Удобнее Что угодно Делать Жертвоприношение Медитация Скеза Покаяние Изучение Вет Омовение В священных Местах Любую Другую Практику Чем Связываться С ним Потому Что Вот Допустим Ты Совершаешь Жертвоприношение Вливаешь Масло Кидаешь Пшеницу И Ни бог Пшеницы Ни Богиня Коров К тебе Претензии Не скажут Что Вот Ты Пшениченки Столько Кинул Давай За каждую Пшениченку Воплощайся На нашей Планете А Он Как бы Если неправильно Использует То есть Это как такая Лотерея Где Один К миллиардам Шансов И Кому-то Раз в миллиард Лет Он может И дает Это Потому что Ему же Перед богами Нужно Как-то Оправдываться Относительно Своей Деятельности О боже Так А сам Я ким Бюрократии Я ничего Сына Сраблю Ну По сути Дело Вот Его деятельность Мне напоминает Банковскую Деятельность Что Как бы Они дают Кредит И потенциально Если Быть Гением В этой Области Или просто Разумным Человеком В области Финансов Можно Взять Этот кредит И как-то Так Использовать Чтобы потом Миллионером Стать Условно Однако Большинство Людей Берут Кредиты И не то Что Они Стают Миллионерами А наоборот Попадают В какие-то Долговые Такие Ситуации Когда Они Должны Отдавать Буквально Все Что у них Есть И только А как он Вченяет С этими Людьми Какие Допомагают Ему Розповсюдживать Береги Так Название У меня Таких Точных Даних Нет Однако Есть ряд Текстов Где Описываются Его Конфликты С другими Богами Допустим С переплотом У него Особо Конфликтные Отношения А чему Особливо С переплотом Потому что Переплот Это Бог Путей И В частности Переплот За то Чтобы Пути Были Чистыми А Если Вот Туда Подключается Такой Бог Который Как бы С точки Зрения Переплота И Даже С моей Точки Зрения Деятельность Суховата Даже В тех Случаях Когда Одному На Миллиард Наркоману Даст Какие То Знания Все Ромно Негативно Почему Потому что Он Не Объяснит То Есть Задача Того Не Просто Чтобы Получить Знания А Чтобы Полностью Осознать Поэтому Допустим И Ведической Традиции Есть Такое Понятие Как Просто Человек Столкнулся С Тем Или Иным Знанием А Есть Понятие Когда Человек Изучает Цепи Ученической Преемственности И Как бы Получает Посвящение На Право Пользования Этим Знанием Аналог Можно Провести С Программным Обеспечением Что Часто В интернете Распространяются Какие-то Пробные Те люди Которые Просто Где-то В интернете Или В магазине Купили Книгу Вед Какую-то Неважно Даже Если Потом Это Будет Настоящие Веды Рахманской Традиции Вот Они Просто Почитали Как бы Ну И Все Ну И Почитали А Вот Если Они После Этого Обратятся К Священнослужителю Или К Кому-то Кто Как-то Находясь В цепи Ученической Преемственности Мог бы Это Все Объяснить То Это Совершенно Другая Будет Тоже Ситуация В Одном Случае Это Просто Как бы Они Стали Временными Пользователями Ну Да А И Вот Это Как бы И то Что Считается Главным Чтобы Шло Именно Развитие Личности И Вот Та Система Изучения Которая Существует В Рахманской Традиции Она Невозможна Без Личностного Развития То есть Если Просто Читать И не Понимать О чем Читаешь И Пересказывать Только То Что Написано То Это Не То Это Совершенно Не Тот Это Вот То Как Сейчас Допустим Экзамены Часто Сдают Что Перечитают Ответы На Экзамены Или Брошюрку Как Готовиться К Экзаменам В школе Или Еще Где А в Рахманской Традиции Ситуация Другая Спрашивают Далеко Не то Что Человек Изучал А Скорее Выводы Или Потенциально Возможные Выводы Из тех Данных Которые Он Читал Часто Бабуть Учитель Не знает Куда Экзамены Проходят Ну да Так вот И с этой точки Зрения Деятельность Суховата Когда Он Совершенно Неготовому Человеку Или Комуто Там Он Потому Что Он Не Только Человеку Может Дать Он Может Демон Может Дать Хоть Кому Угодно Хоть Кому Угодно К серому Хоть Кому Вообще Кому Угодно Вот Кто Исполнит Полностью Вот Эту Практику Его Тому Он И Даст Знание И Только Своё Знание Однако Его Знание На Кучу Порядков Превышает Любое Человеческое Знание Поэтому Человеком Который Это Получил Оно Может Казаться Как Абсолютное Знание Однако Оно Абсолютным Не Является Там Есть Некоторые Неправильные Идеи Самого Ухавата Там Есть Некие Его Подсознательные И другие Неверные Смысления То есть С какой Бо Точки Зрения Не Подходить Деятельность Ухавата Она Вредна Даже В тех Редких Случаях Когда Она Якобы Полезна Но Многие Из Бога Его Терпят Почему Потому Что Он Веселый Какой То Был И Есть Куча Историй О Его Конфликтах С Богом Перепутом Которые Как раз За чистоту Пути За то Чтоб Люди Развивались А то Еще Перепуты И Парапуты С кем Шляхи Так Ну Не Совсем Так Затуманивает Он Затуманивает Людям Сознание И Вводит Их В Иллюзию Того Что Они Что Получили На Самом Деле Никаких Плюсов Иллюзия Иллюзия Ну Еще Как Историю Можно Взять Что Помнишь Есть Разные Восточные Сказки О том Что Король Там Или царь Халиф Точнее Лазил По Багдаду Ну В принципе По любому Городу Ловил Нищего И на Один День Делал Его Королем Как Для Того Нищего Это Ни Плюс Ни Минус И Это Ничего По сути Дело А для Государства Это Вредное Явление Да И для Самого Человека То есть Тут Нищий Тут Просыпается Король Тут Обратно Там Не понимает Что С ним Происходит Начинает Сомневаться Уже В собственном Каком-то Мышлении У меня Типало Ну Я это Читал Только Допустим В сказках Я Закрошил Я два Тижня Не знал Чи я Живий Чи мертв Из-за Уховато Никитки Ужаса Болезного Конечно Однако Вот Вся Эта Гадость Стала Основой Того Что Уховат Если Он Даже На Некоторых Планетах Случайно Появится Переплата Его Ликвидирует И Дайвент Не Заводится Ну Есть Некоторые Сектора Космоса Которые Полностью Принадлежат Переплата А Есть Допустим Главная Планета Уховата И Есть Планеты На Простирать Свои Растения Простирать Своих Служебных Духов И Соответственно Сам Иногда Воплощаться И Как-то Общаться С Живыми Существами Т Случайно Попадет Сектор Который Принадлежит Переплата Тогда Как-бы Прощаться Пора Со Своими Божественными Воплощениями Ага Тобто Переплата Снищивает Тонкие Тела Чи Что? Да Переплата Уничтоживает Все его Тонкие Тела Которые Делывают Его Богом На данный момент Али Как Виходит Ухават В праве Находится Взагалі Нет Ухават Находится Не в праве Ухават Находится То есть Его Наивысшее Проявление Находится На третьей Одной Ступени Нави В Нави Вообще Ага А Переплата А Переплата Он находится По всем Четырем Сварга Четверти И Высшее Проявление Находится На одной Слав Их Планет Там Где Он С мудрецами Советуется А Кто А там Дий В праве Нет Они здесь В серединных Мирах В Яве В Яве В Срединных Мирах В Яве Нави Праве Но Именно Срединных То есть Не высших А срединных Ну Добре А Наприклад С тех Кого я можу Знати Кто В праве Находится Перун В праве Высшее Проявление Да Высшее Праве Еще Практически Есть Его Проявление Где Он Находится Прямо Рядом С Рядом С ним Только Рада Однако Дальше Возникают Следующие 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 Боги Шукра Рахман Святейший Духовный Учитель Ведической Культуры До него Были же Вчители В рахманской Традиции Правильно Были Но Он Стали Диалогом Ага Взагалі И это В него Свой Духовный Простер В матеріальном Освяте Ты Можешь Думать Промисло У которого Духовное Представительство На полярном Звезде Или что И еще Помоги Шукра Рахмана Нет Ну С Шукром Рахманом Другая История Шукра Рахман После Некоторых Духовных Возле Него Явилась Рада В виде Кошки Она На нем Спала Больше Недели Родила Котят Она Грызла Его Плоть Отгрызая Таким Путем Грехи А он Из Понятия Что кошки Это Священное Животное Терпел Это Все И Встал Только Тогда Когда У него Уже Кончалось Время До того Как Он Должен Был Быть В Другом Городе Проповедовать И Сверх Всего С другой Стороны Он Когда У него Есть Возможность Готов Собой Жертвовать Во имя Других Живых Существ И Причем Оказалось Что Как раз Он Собой Не Жертвовал Она Отгрызала Его Грехи То есть Она Так Манипулировала Его Телом Что Те Куски Плоти Которые Она Отгрызала Секались Те Искры Которые Потенциально Не Подлежали Там Перекомбинировала И Забирала Таким Плоти А те Котята Которые У нее Родились Это Боги Там Родились А потом Еще Были Истории Когда Всевышний Ра Воплотился В виде Льва И Он Жил Потом Уже В Причаске Шукра Рахмана На голове А И Як Это Вышло Так Что Ра Ну Я Теж Ты Кажешь Слуга Шукра Рахмана В каком-то Символическом Смысле Да Сам Ра Себя Так Называл То есть Вони С ним Такие Кореша Вже Стали Грубо Кажешь Воздержусь От Подобных Непостижаемых Трактовок Однако Хочу Уточнить Следующее Что Очевидно Всевышний Таким Путем Хотел Показать Своё Отношение К Святым Людям Также В принципе У нас Есть Такое Например Понятие Что Если Два Человека Являются Близкими Друзьями Друг 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 Может Сказать Приходи Ко Мне Пользуйся Всем Моим Как Своим Там Где-то Так И По Такому Принципу Всевышний Сказал Что Вся Вселенная В конце Концов Принадлежит Шукра Рахмана После Него Никто До Чего Не Добирался Ну В Ведических Текстах То есть У Всевышнего Как Будь Титул Всевышний А Шукра Рахман Хозяин Всевышнего Получается Это Там Отдельно Настолько Запутанные Истории Что Нужно Вот Я Тебя Так Чуть Попытался Пробежать По Этим Историям Однако Там До Того Как Рада Отгрызала Его Грехи Также Появилась Грехи Пооткусывала И Вперед Там Человек Пометают Бригаспати Да Такие Ну Это Вначале Даже Не В самом Начале А На Одном Из Жизненных Этапов Шукра Рахман И Бригаспатай Учились У одного Учителя Как Правильно Осуществлять Жертвоприношение Учитель Давал Им Одинаковое Наставление И Шел Бригаспатай Шел Шукра Рахман У Каждого Было Своё Место Где Они Это Делали И Шукра Рахман Часто Пренебрегал Многими Тонкостями Обряда То есть Если Там Допустим Сказано Было Что Территорию Идеально Разметить Идеально Гладко Выровнять Никакой Бугорок Никакая Травинка По Четырем Углам Должны Только Такие Растения Расти То У него Там И Травой Поросшее Было И Буквально Там Оно Сверкало Его Святилище Буквально И Дрова Он Вычитывал Какой Пропорции Какого Размера Следует Разрубить И Какой Рукой То есть Если Утром То Только Правой Рукой Рубить Если Вечером То Только Левой Рукой Рубить Над Каждым Ударом Он Осуществлял Мантры Сварагу И Другим Богам То есть Там Он Настолько Идеально Пытался Следовать Как раз Обрядово-ритуальной Части Что В этом Отношении Его Можно Как Идеалом Считать Однако Когда Приходила Очередь Обряда То Когда Проводил Обряд Шукар Рахман Всевышний Боги Все Давали Ему Благословение Все Обращались К Ну Что Тебе Там Ну На Тебе Уже И Только Кончай Уже С Этим Все Где Это Привлезти А Через Как Его Особливость Получается Шукар Рахман Он Хоть Пренебрегал Многими Тонкостями Обрядовой Части Однако Он Идеально Был Направлен К Всевышнему И Богам И Многие Боги Хотели Даже К Нему Приходить Не Столько Потому Что Он И Личную Пользу К Нему Прийти С Ним Пообщаться А Этот Ну Что Ну Да Камешки Сверкают Ну Там Дровишки Все Одного Размера А Думали Про Инопланетянку Нет Он Только Про Это И Думал Понимаешь Вот Это Все Как Все Дрова Делать Одного Размера Как Там Чтобы Никакая Лишняя Пылинка Чтобы Только Там Росли Травинки Чтобы Травинки С Востока Не Были Выше Чем Травинки Запада И Так Далее Это Отнимало Все Его Мыслительные Способности И Когда Он Говорил Там Вот Такой Это Бог Слава Тебе Это Были Просто Слова За Ним Ничего Не Стояло Он Даже Этого Бога Не Представлял Сознание В Редких Случаях Правда Он Представлял В Большинстве Случа Это Были Ну Просто Слова И Он Часто У Учителя Даже Не Спрашивал Чем Этот Бог Занимается Ну Надо Прославить Ну Надо Однако Часто Его Такие Слова Не Срабатывали А Те Которые Срабатывали Срабатывали Только Из-за Идеальности Всего Остального То Да Он Идеальные Арканы Использовал Идеальные Мантры Вот Если Мантру Надо Петь Именно Такого Как бы Высоты Именно Такой Именно Так Долго Именно С таким Звучанием С таким Ударением Он Все Это Вычитывал Многократно Перед Учителем Репетировал Многократно Сам Репетировал Но Слово Манкурая Означает Направление Сознания Кра Там Направления Ни Сознания Кра Ни Сознания К богам Не было Ну Это Все Как Компьютер Будет Повторять Причем Я так думаю Что можно В принципе В компьютере Даже Создать Программу Что Во время Того Как там Повторяется Звук Там Будут На мониторе Допустим Вспыхивать Какие-то Картинки Или Изображения Того Как Раш Это Там Делает Или Как-то Так А у Ничего Этого Уже Не вспыхивало У него Вся Мыслительная Деятельность Была Только Направлена На Внешнюю Идеальность Зато Вот как на картинке Буквально И он даже Когда туда Заходил У него Специально Под землю Там были Закопаны Некоторые Камешки И он знал Что он Заходя туда Наступает Только на эти Камешки Только в такой Последовательности То есть Сейчас Это люди Восприняли бы Как некий Идиотизм Ритуализм И вообще Что-то страшное Но С его стороны Как бы Да Это хорошо Потому что Он вот таким Путем Домогался Аудиенцией С богами Все-таки Но Им не хотелось С ним общаться Ну Вот как Допустим Если к чиновнику Прийти И только От него Что-то требоваться А чиновнику Ты сто лет Ну да Он тебе даст Потому что Ты это заслужил И он понимает Что если он тебе не даст Твои мужи Проблемы будут Однако Как бы Ему ты сто лет Не нужен И Бери И скорее уже Убирайся И не отбирай Время Вот так Боги Относились К ним У него Это вызвало Некое Недогадование Он начал думать Что боги Несправедливы Что как же Вот этот У него там Святилище Еле видно Что то Святилище Дрова Он там Какие вообще Ломает Какие там Еще что-то делает Ну то есть Никакой идеальности Нет Мантры Поет Чуть ли не Как попало Прихоспатай Постоянно Учителю Говорил Ну что же Это такое Мантры Не в попад Поет Что с ним Вообще Делать Как его Боги Вообще Слышат А потом Он уже Начал Приходить Сам На то Святилище Пытался Его Использовать Чтобы проверить Как там Будут Энергии Ну Все Вот так Это Складывалось Что Он возненавидел Шукра Рахмана И позднее Когда Был Выбор Ну На протяжении Многих Тысячелетий Так или иначе Старался Шкодить Шукра Рахмана Говорил Что он Очень Неопрятный В отношении Обрядов Что там Он Показывал Как он Сам Проводит Обряд Что у него Там Дровишки Все Одного Размера И одного Веса И вообще Как идеальные Копии Друг друга Почти И кожура Очищена Кожура Кожура Нарезана Еще Специальным Способом И так Далее То есть Вот для тебя Смешно А там Это все Как бы Полно Союзно И он Это Показывал Царям Князьям Ну смотрите Что происходит Вот я Так Все Хорошо Пойдите Посмотрите Как он Ногами Их Ломает И вообще Как угодно Эти деревья Сунет И все Вплоть до того Что Как одну Претензию Когда там Шукра Рахман На Всеночное Славление Притаскал Просто Дерево И корнями Его ткнул В огонь И оно там Горело Лентяй Нет Не то Что лентяй Нет Я шучу Он понимал Что ему Важнее Допустим Больше Людям Что-то Рассказать Как-то Самому Лучше Направиться Ко Всевышнему Чем Допустим Отламывать Эти корни И все это Стараться Идеализировать Но Главный Министр Князя Потом Подтверждал Бригаспату Его слова Перед их Князем Что вот Допустим Он был на празднице Что проводил Шукра Рахман И видел Как тот Корнями Дерево Засунул В огонь Вот И где Зарез Шукра Рахман И Проходили Истории Вот такие Разные Что Некоторые Князья За это Очень сильно Ненавидели Бригаспати Когда они В конце Концов Разбирались Что Шукра Рахман Вообще С одного Слова Может Всей Энергией Призвать А Бригаспатаю Надо Целый День Там Все Это Выстраивать Каждую Крупинку Каждую Песчинку И Чуть Ли Не Все Силы Царских Министров Использовать Чтобы Они Это Все Таскали Ну Представь Допустим Призывают Княжества Где Нету Там Площадки И Сразу Бригаспатай Говорит Вот Тот Камешек Закопать На Такой Глубине Тот Камешек Закопать На Такой Глубине А Вообще На Девять Человеческих Ростов Вы Должны Закопаться В Глубь И Посмотреть Нету Ли Там Костей Хоть Чи Их Небудь А Еще Вы Должны Точно Убедиться Что Собаку Слитквали Чи Як Ну Вот Допустим Территория Вокруг Храмов Территория Вокруг Княжеских Дворцов Там Собаки Просто Не Водились И Если Собака Куда-то Забежала И Что-то Там Наделала То Это В памяти Местных Жителей Сохранялось На Долгие Годы Что Вот Значит Что-то Там Нехорошо Вот Собака Была Но Все Равно Я Я не считаю Что Это Настолько Там Уж Катастрофически И Те Которые Разбирались Они Понимали Что Бригаспатай Просто Тратит Время Впустую А Шукра Рахман С одного Слова Призывает Богов Призывает Все Энергии Все Хорошо И Прекрасно И Ему Не Надо Измерять Там Уровень Мочи Собачьей Грунси Или Еще Что-нибудь Такое Его И так Боги Сами Рады К Нему Спускаться И Бригаспатай Еще Сильнее За Это Ненавидел Шукра Рахмана И Когда Он Узнал Что Всевышний Ему Себя Как Бы Жертву Принес Он И Это Как То И Ко Всевышнему Обращался И Говорил Ну Что Ты Такое Я Тебе Все Точно По Миллиметру А Он Что Тебе Тебе Делает И Позднее Еще Когда Был Выбор Духовных Учителей У Евочей И Ди Евочей Индра Туда Зашел И Индра Такой Подошел В первую Очередь К Шукра Рахман И Шукра Рахман Ему Начал Говорить Что Он Не Особо Хотел Быть Его Учителем Потому Что Индра Грешник Индра Прошлой Жизни Был Демоном Индра Сейчас Так Себя Ведет Ага Там Мехи Герак 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 Первенец И Получается Что Индра Там Аж От злости Потами Сходился Описывается И Описывается Что На челе У него Кровяной Пот Проступал От Шукра Рахмана А Потом Он Пошел К Бригас Пат И Бригас Пат Ему Говорит Да Нет Ты Хороший Ты Великий Ты Могучий Вот Я Тебе Все Сделаю Там Как Хочешь Только Вот Смотри Народ Поклоняется Твоему Папе Поклоняется Тебе Там Еще Вашей Группе Богов Меня Давайте Туда По-быстрому Записывайте Я Все Сделаю Так Что Все Будет Как Положено И Подавшись Этой Аресте Подавшись Этим Дешевым Обещаниям Индра Выбрал Конечно же Бригас Пат А Бригас Пат Потом Еще Сильнее Накручивал Индру И всех Диевочей На Войну С Виевочами Потому Что В это же Время Рус Увидел Что Шукар Рахман С Одной Стороны Индри Перечислил Все Недостатки С Другой Стороны Он Не Впал Крайность Просто Критиковать Индру То Можно Было Вообще Сказать Индра Пошел Отсюда Такой Совсем Нехороший А Шукар Рахман Индре Все По факту Сказал Ты В той Ситуации Так Неправильно Сделал В той Ситуации То есть Он Его Не Оскорбил Он Просто Ему Перечислил Все Недостатки И Сказал Что Он Не Особо Хотел Его Учить Исходя Из Этого Всего Однако Он Даже Не Отказался До Конца Индра Мог Допустим Подойти И Сказать А Я Тебя Абсолютно Готов Служить Все Исполнять Только Давай Там Все Так Смивуйся И Помоги Избавиться От Этого Если Шукра Рахман Понял Что Индра Готов На Это Он Б Взял За Него Однако Подошел Рус Рус Понял Что Шукра Рахман Не Впал Ни В крайность Критики Ни В крайность Какого Такого Желания Угодить Желание Быть Хорошим И Князь Рус На То Время Как Премьер Министр Виевочей Решил Что Шукра Рахман Идеальный Духовный Учитель Для Династии Виевочей Были Еще Разные Другие Истории У Шукра Рахмана Есть Славный Сын Кродо Который Является Идеальным По Направлению Кого Либо Высшей Миры И Допустим Бог Кродо По Идеальности Исполнения Обрядов Превзошел Брехаспатая Однако По Направленности Кра Повторил Шукра Рахмана Что Шукра Рахман Ну Как бы Повторил А И Из-за Это Брехаспатая Еще Сильнее Начала Ненавидеть Потом Когда Злостные Демоны Убили Трех Богов Огня Всевышние Боги Обратились К Шукра Рахману Чтобы Тот Переродился И Войдя Как бы В дополнительную Функцию Стал Еще Богом Который Проявится Как эти Три Бога Огня Брехаспатая Там Также В ярости От этого Был Такой Злостный И кричал Как это Так Это Нельзя Чур Не Меня Потом Еще В ходе Некоторых Историй Женой Шукра Рахмана Захотела Стать Богиня Совершенства Дочка Рады Имя Который Сел И Также Это Очень Нравилось Брехаспатая Такая История Небе Это Не Насправді Было Серьезно Чего? Ну Не знаю Как Казки Такими Антиподами Ну Я не знаю Эти Антиподами Не Существуют У нас Реальности Ющенко Янукович Ну Посмотри Какие Антиподы Ющенко Янукович И С одной Стороны Два Виктора Как Судьба Так Сложила Что Кому То В Дарёких Каких-то Столетиях Будущего Так же Может Показаться Ну Как Это Так Два Виктора Два Отчасти Идентичных А отчасти Полностью Противоположных Кандидата Которые Были Президентами Украины Однако По факту Ющенко Он Более Интеллигентный Он Более Такой Как бы Прогрессивный Янукович Более Советско Примитивно Какой-то Такой Вот И У них То есть Если Допустим Их Разбирать Они Так же Антиподы По сути Друг Друг Хотя У них Есть Что-то И Общее И Так же Что-то Общее Было Об Рих Господа И Шукра Рахмана То Что Они Оба Были Священнослужителями Так Или Иначе Оба Были И В Каких-то Ситуациях Как Очень Важные Позитивные Персонажи И Оба Нужны Вселенной Хотя Бо Для Существования Такой Дуальности Что Был Наглядный Пример Я Не Считаю Что Их Противопоставление Допустим Чем-то Принципиально Отличается От Того Противопоставления Когда Было Два Виктора На Одну Победу Как Еще В Одной Газете Что Два Виктора Ну Виктор Как Победитель Только Одна Виктория Победа Оно Очень Тоже Символически Все Было Абсолют Уже Агоний Новый И Если Допустим Там Еще Многих Политиков Сравнивать То Что Сейчас Существует Тоже Могут В будущем Сказать Что Это Какие Просто Сказки Потому Что Ну Как Есть Международные Соглашения Что Россия Является Одним Из Гарантов Нашего Суверенитета А Тут Россия Мало Того Что Не Защищает Нас Так Она Сама И Нападает На Нас И От России Нам Надо Бежать За За Защитой К Америке И Диадизм Россия Хочет Чтобы Ну Это Не Россия На Сам Деле Те Паразиты Которые Руководят Россией Однако Если С Примитивной Точки Зрения То Получается Что Россия Сама Нас Загоняет В НАТО ЕС Разделя И Властвует Ну Да Я Понимаю Что Это Те Паразиты Которые Там Сидят Над Российским Народом Что Они Как Раз И Хотят Разделить Украину На Части Что Отчасти Достигнута Аннексия Крыма И Существованием ДНР ЛНР А Отчасти Они Хотят Дозагнать Украину Все Таки Больший Кусок Украины В ЕС Для Того Чтобы Формировать Вот Такие Туда Будет Входить Вся Украина Весь Казахстан И Она Будет Как СССР Это Не Слишком Выгодно Война Мировая Длинная Не Получится Им Лучше Чтобы Были Меньшие Какие Осколки Чтобы Отдельно ЕС Со своей Политикой Отдельно Америка Отдельно Китай Отдельно Та же Россия Отдельно Исламский Мир И Вот Все Это Сначала Разделить Трещины Стравить И Посмотреть А Кто Ж Будет Ну И За Твоими Прогнозами Насколько Тривалою Будет Война Ну Здесь Зависит Как раз От Того Что Будет По Прогнозам Рахманской Традиции 80 лет Нынешний Будет Переменный Успех И Переменный Успех Он Уже Виден То Смотри Даже Нынешняя Ситуация Отчасти Негатив Вернее Ну Да Отчасти Негатив То Что Янукович Творил Он Устроил Как Тоталитарный Бандитский Режим А Какой-то Мере Позитив То Что Люди На Майдане Восстали Что Они Там Сказали Убирайте Этого Зэка С Поста Президента И так Далее Однако Следующий Негатив Воспользовавшись Нестабильной Ситуацией В стране Россия Отхапала Наши Территории Это С одной Стороны Показала Киевским Властям Что Россия Это Далеко Не Мирно Спящий Медведь А Это Как Раз Бешеный Медведь Который Готов И Затоптать И Сожрать И так Далее И Они Начали Вести Войска К Восточным Рубежам И На Это Россия Начала Снабжаться Оружием ДНР Всяких И так Далее То Даже В этой Ситуации Позитив И Негатив Постоянно Межуются Друг С Друг И Смотри Война Отчасти Это Чрезвычайно Негативная Ситуация Там Люди Мрут Украина Потеряла Часть Территории И так Далее Отчасти Позитивно То Что Народ Все Таки У которого Есть Какое Разумение Стал Больше Понимать Того Что Мы Украинцы Мы Это Единая Семья И Нет Какого То С Какой Либо Другим Братом Нам Что Помогать Мы Сами По Себе По Факту И Отчасти Вот То Что Сейчас Даже Орнаменты Наши Во Львове Там Я видел На трамваях Печатают Когда Там Ездил То И У нас Сейчас Больше Людей Стали Вышиванки Как-то Носить То Вот Эта Война Она Отчасти Дала Так же Толчок К стремлению Познать Свою Родную Культуру И Как-то Возрождаться И Развиваться В ее Контексте Это Позитив А негатив Тут Является То Что Сейчас Опять Родную Культуру Подменяют И Пытаются Выставить Совершенно Другое И Негатив То Что Нас Опять Же Пытаются Затолкать В то же Самое ЕС То То И Позитив И Негатив О То Что И Разделение С Максимально Было Целесообразнее Это Собрать Речь Посполитую Соберем Поэтому То То Что Будет С Переменным Успехом Это Вот Если Ты Зачешь По Моим Видеозаписям Это Еще Самых Ранних Там Одиннадцатого Десятого Года Моих Видеозаписи Которые Есть Когда Меня Люди Спрашивали Что В Будущем Будет Я Говорил Что По Данам Рахманской Традиции Ближайшие 80 лет С Переменным Успехом Это Все Основывается На Тех Астрологических Предсказаниях На Основе Которых Они Написали Указы В 80 Годах Что Они Еще 80 Лет Не Вылазят И Вот Так Вот И Да Это Сейчас Так И Есть И По Видическим Пророчествам Оно Так И Будет Шаг В Одну Сторону Шаг В Другую Сторону И Позитив И Негатив Постоянно Боги Не Збираются В Теред Ну Пока Еще Нельзя Ну Воплотяться Чуть Позже Після 80 Роковой Подлежи Чисто Это Как раз Та Которая Нельзя Развашиваться Останній Раз Всевышний Был 8000 Років Назад Ну Семи Ну Двольно Так Моначистом Да 8 7 И Перемесение Полеси В Как бы В Духовный Мир Область Которого Привязана К Земле Существилась Около 5000 Лет Назад Перед Начавом Калию То есть Саагаст Забирает Веденгороди В Духовный Мир Здесь Заключаются Окончательные Союзы И Договоренности Что Боги Не будут Дальше Устраивать Воины И Начинается Калию Стребок С С С С С Ну Да С Переехал В Мексику Дал Там Лето Исчисление То есть Оттуда Ван И Плывет В принципе Ну У меня Еще Питание Так По Мене Чисто Ну Я не знаю Варто На камеру У меня У меня есть Такие Питания Ну Давай Все Что Есть А там Будем Разбираться И Резать И Пришиваться И Что Что Делаться Почну З Четыре Першочерговых Эпитета Там Тих Бедов Яких У меня Там Тільки Два Сау И Мау А Тау И Хуправ Я Б Вообще Не Так Вообще Первичные Песеты Всевышнего Которые Так же Духовные Которые Так же Не Придуманные Людьми Которые Так же Вечны Практически Как и Его Имя Это Сау Прау Мау И Тау Просто Иногда К ним Добавлялись Какие-то Еще Разъясняющие Части И Поэтому Там Часто К имени Всевышнего Прави Добавлялось Имя Мысли Бога Которое Точняет Что Он Правительство И Мысли Там И так далее Правильно Тоді Я Розумію Сау Это Схід И Птах Правильно Так Південь Это Мау И Кош Так Захід Тау И Бик Ничего Ничего Ну Так Рогатый Корова Чему Рогатый Хтось Корова Бик Тур И Він Тоді Відповідає Аспекту Зла Чернобогу Тау 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 Чи Тэм Бог Ну смотри Здесь Очень важный Нюанс Тэм Это не означает Какой-то Черное Зло Что-то Такое Тэм Это От корня Тэм То есть Множество И объясняется Что Когда собрать Множество Цветов Множество Чего-то То В сознании Воспринимающего Оно уже Не будет Как-то Ярко Видно Оно будет Как общая Такая тьма Другой пример Берем Все цвета Накладываем Один на один Один на один И получается Черный цвет Концепанс Ну Але Я розумію Але Все одно Не совсем Всевышний Всегда Надо Этим Аспект Всевышнего Как Слава Аспект Всевышнего Как Тау Они Не Противоречат Друг Другу Если Белобог И Черный Бог Это Две Противоположности Которые Изначально Воюют И Они Только Как Противоположности Никак Взаимодействовать Не Могут Не Осознанно Они Взаимодействуют Порождая Время Однако Осознанно Они Постоянно Воюют Не Осознанно Постоянно Воюют Именно Осознанно Они Думают Что Они Воюют Однако Этим Они Порождают Время То есть Да У них Есть Как Общее Детище Однако Это Не Потому Что Черновог Пришел Белобог Инстинкт Время Однако, они как раз, их коронная фраза уничтожится. И отношения Белобога и Чернобога, они очень хорошо характеризуются этой фразой. Уничтожится. А они завжди 50 на 50, ну правильно? Ну, практически так. А яйц, ну, рух... Ну, смотри, аспект Всевышнего САУ не является противоположным аспекту Всевышнего ТАУ. Наоборот, это взаимодополняющие аспекты. Так само из МАУ, конечно, БРАУ. Смотри, САУ — это аспект Всевышнего, как того, кто даёт свет. Всесвет. В принципе, от древней индоевропейского корня САУ и происходит современное слово Солнце, Светом и всё остальное. А ТАУ — это означает множественное. То есть, вот, Всевышний изначально порождает свет. Дальше свет распадается на цвета, каждый цвет — это уже какой-то Бог. И дальше, когда этих цветов становится множество, они друг на друга накладываются, и получается тьма. Множество всего, которое в конце концов порождает тьму. И вот как раз перевод точный имени Всевышнего ТАУ на современный язык, оно будет звучать как бы между тёмной и множественной. Потому что корень ТАУ во многих случаях означает именно множество. Какую-то подобию этой концепции христиане попытались воплотить, копируя древние пророчества в Евангелие своё, где там говорится, что имя там будет Легион, то есть множество. Вот тому, кто всё там поразрушает. Но это тоже взято из древних индусских представлений о воплощении Калки, который в конце времён должен уничтожить демонов. Много разных. Как скандинавский Рагнарог. Ну да. То есть сначала был свет, потом тьма. То есть это не одновременно оно произошло. Ну нужно же учитывать, что до начала битвы Белобога и Чернобога времени не было. Да, нужно это учитывать. То есть... А, ну то есть всё, не поговоришь уже об этом. Ну получается, как бы теористически можно поговорить, потому что в изучении Вселенной всё-таки у нас есть понятие, что вначале Всевышний внизу яйца, потом он как бы поднимается. И возникает, как же это так получается, если времени нет. Но объясняется, что там есть некоторые процессы, которые дают возможность Всевышнему передвигаться. Однако он там передвигаясь, остаётся как бы и на том месте, с которого он передвигается. И это ещё совершенно не то время, которое мы воспринимаем как время. То есть что-то, что можно почувствовать только духовным органом каким-то? Ну ещё не духовным, это уже материальное яйцо. Однако всё равно это ещё не... Это скорее на уровне Души всё воспринимается. Потому что Душа — это наше тело на как раз существовании Вселенной. А такое время, как оно вот... То, что часы текут, это уже только то время, которое здесь. И то оно не совсем такое, как его описывают физики. То есть физики на самом деле не понимают, что такое время. Они вот, допустим, могут взять колебание того или иного атома за отчёт времени. Или в древности греки и римляне и другие брали как раз солнечное движение. А что же тогда такое время? Ну, что такое... А время — это некое такое... То есть тоже, чтобы это полностью политически рассказать, ты сначала должен полностью все светотворения знать. Ну, по сути дела, это процесс взаимодействия, или точнее битвы Белобога и Чернобога. И мы можем время растягивать как хотим, в принципе. Если осознанно там сделаем некоторое действие, то время не является неким таким чем-то незыблемым, как об этом принято сейчас считаться. А пространство — это по сути то же, что и время? Ну, не совсем так. Они связаны. Пространство — это то, почему разлилось время. Изучай все светотворения. Когда все пошли, падал в себя. Назови мне, кто Бог пространства. Кто Бог пространства? Бог пространства? Ага. Не знаю. Читай все светотворения. Перечитай, доброе. Вот. Потому что, чтобы это изучать, надо сначала то знать. А потом я тебе ещё дам углубляющие данные. Хорошо. А потом ещё некоторые данные. Хорошо. То есть, по сути дела, та книжка, которую ты изучаешь, это краткое ознакомление с тем, что вообще можно изучать. Это микрократкое ознакомление. Ты знаешь, как букварик. Классно. Вот смотри, есть, допустим, библиотека имени Грушевского наша, а есть букварик. Вот представь себе, что показывает тебе только букварик. Капец. Классно. А ещё есть библиотека Грушевского. А ещё есть Вернадского. А ещё есть Ватиканское. Ну, я в Ватиканской не был, поэтому... Ну, тогда уже вообще, можно сказать, ещё есть интернет, в котором больше, чем... А ещё есть Всевышний. Ну, Всевышний, да. Ну, тогда Всевышний всё-таки не поле знаний. И тогда, если дальше идти по такому направлению, то дальше идёт на сфера Земли, дальше идёт на сфера Солнечной системы, на сфера Галактики, на сфера Галактического образования, и дальше мудрость, и дальше как раз часть огненных сполохов, которая идёт от Прамагапатая. А дальше в пространстве межселенскими яйцами ещё плавают некие сущности, которые собирают информацию про всё, что делается в каждом яйце, её там хранят и... Торгуют? Чем торгуют? Информацией. Зачем? С кем они торгуют? Ну а зачем они собирают? К ней вопрос. Для этого они живут. И... Праву? Правий. Более поздняя форма. Правий. Правий. Более поздняя. Север? Истина? Да? Да. И змей? Или что? Ну, я просто слышал, что четыре святых животных... Ну, изображаются чаще всего именно в форме человека. Ага. Змей может быть вместо быка, в частности. Ну, то есть, это правь, управление... И, допустим, может быть ещё такое разделение, что бык, наоборот, убило Бога, как тот, кто даёт благо, и, в принципе, в сельскохозяйственной культуре никогда быка не будут ассоциировать со злом. А сокол в таком контексте как раз знак правий, а змея как раз в таком контексте знак навий. И вот в первичном смысле это именно так и есть. Хотя позднее, допустим, во многих концепциях именно Чернобог и позднее даже Велес, как его в Шахте Аверши Аватара, имел символику быка. Ну, или я на образах встречал, что белый бык и чёрный бык просто, или там белые лошади, белые или чёрные. Ну да, белобок, белобык, и чёрнобык, чёрнобок. А я читал такого советского исследователя сказок, как проб. Не знаком ты с ним, нет? Нет, лично не встречался. Ну да, а с трудами его? Может, когда-то я читал, но не особо, значит, что-то там интересное. Ну там исторические корни, корни волшебных сказок. Ну есть исторические корни некоторые. Ну тоже, здесь зависит от того, с чем их соединить. И не всегда я согласен с тем, что если что-то похоже на предыдущие какие-то ситуации, то это так и есть. Вот если, допустим, на основе этого анализировать те же самые комиксы Марвел, творчество Стэна Ли, то там отчасти есть поползновение в сторону мифологии. Допустим, вот сейчас они, готовящихся третьей части Мстителей, которую они разделят на две части, они будут бороться с таким страшным товарищем, которого зовут Танос. Танос взятый из греческой мифологии, там он был известный как тот, кто, в принципе, является одним из богов, причиняющих смерть. Дословно, Танос восходит к тому же корню, что и санскритское понятие Танос, то есть бог невежества, тьмы. Ну, один из... Отстал. Ну да, в конце концов, да. Но это как раз не проявление Ра и не Чернобога, а один из его помощников, если там уже разбираться. Хотя они не воспроизвели Таноса из греческой мифологии, а может быть Стэн Ли пользовался или какими-то там, не знаю, альтернативными масонскими данными, или просто из глубин своего подсознания он выдергивал прототип этого персонажа, и он по ряду показателей больше похож на князя Тсмы, которые известны и в начале заката, как главный противник промысла, который царствовал на Фаэтоне. То есть, почти по всем своим показателям, ну, первое, Танос по мифологии Марвел изначально рождённый с неким генетическим отклонением. Танос начал, допустим, там своеобразный путь самосовершенствования, связанный с убийством других живых существ, что вылилось в то, что он захватил всю свою планету. Вот эти аспекты полностью соответствуют что Таносу из мифологии Марвел, что Князь Тсмы из начала заката. Хотя очень сомнительно, что тот же Стэн Ли читал начало заката. Но если соответствие есть, вот как при анализе этих данных быть? Здесь нужно предполагать, что, соответственно, есть такое, как подсознание, есть такое явление, как ноосфера, есть эгрегоры разные, которые могут сбросить все или иные данные про того или иного субъекта древности или даже будущего. То есть ноосфера и эгрегоры — это не одно и то же? Ни в коем случае. Ноосфера — это природная библиотека Земли, а эгрегоры — это как рекламная кампания. Вот, допустим, сравни библиотеку с точными научными данными и рекламную кампанию той или иной фирмы. А есть, например, чистые эгрегоры или нет? Ну, чистые эгрегоры, они не заведутся просто. Эгрегор рахманской традиции, он, по сути дела, невозможен. Потому что есть соответствующий бог рахманской традиции, есть другие боги тех или иных ветвей. И в конце концов рахманская традиция направляется к шукру рахману и краб. То есть всё с этим понятно. А эгрегор — это как? Вот собирается несколько человек. И вот, допустим, может даже быть эгрегор злой соседки. Когда, допустим, одна подруга другой рассказывает о том, что её соседка очень-очень ужасная. И при этом она искажает настолько данные, что когда её мысль, вылетая из её сознания и подкрепившись с силой внимания её подруги, прилетая к соседке, она не может с ней соединиться. Потому что у них есть целый ряд отличий. И значит, вот эта её мысль не присоединяется к изначальному прототипу, от чего она взята. Улетает в некие слои под ноосферой Земли, и там начинает оседать. Там тот или иной призрак, тот или иной демон может туда залезть и стать центральным духом вот этого информационного поля. И дальше он может даже во снах приходить той подруге, в виде той злой соседки, и говорить там, «Ух ты такая, я тебе там, я не знаю, что-то сделаю такое». И таким бы это было жар. И это я сейчас очень примитивно. Две соседки, вернее, две подруги, там соседка и всё такое. А вот когда, допустим, на Путина начинают молиться? Во-первых, я не уверен, есть ли Путин вообще как живой человек. Вполне возможно, что это некий набор каких-то актёров, которые время от времени вылазят и создают видимость. Як в Пелевене, Generation P. Ну, в конце концов, если даже и есть там главный Путин, то тот образ Путина, который создан для российского народа, как там в тех репортажах, что вот там Путин спустился на морское дно, поднял амфоры, вот он там стрелял, там на лыжах ездил, по небу летал. Чё он ещё там делал? То есть он по российской пропаганде делается как народный герой некий. Его многие российские разные товарищи даже изображают, что он на медведей едет. То есть создан некий эгрегор Путина, как некого такого вот народного героя. И что, это получается, что уже есть отдельный вот этот Путин на энергетическом плане, который может даже являться кому-то, может даже с кем-то общаться, и он может даже сам не осознавать, что он всего лишь некий изгусток неправильно воспринятых данных относительно непонятно существующего или несуществующего персонажа. То есть искры там ломали? Нет, туда притягивается та или иная демоническая искра, но эта искра не является искрой изначального Путина, который может было, может и не было. Так оно... То есть эгрегор Сталина тоже там совершенно со Сталином не знаком. У Иисуса куча эгрегоров. У каждой секты свой эгрегор Иисуса фактически. Многими эгрегорами, как аккаунтами, пользуются Мэшах. Там в древности, 2000 лет назад, Мэшах был главным антагонистом Иисус говорил евреям, откиньте свои какие-то материальные претензии и как раз уверуйте во что-то, что выше просто тела и телесных потребностей. А Мэшах говорил, есть Римская империя, надо восстановить независимость. Иисус говорит, кесарю кесарю, Богу Божию, А Мэшах, давайте точить эти ножи и устраиваем восстание, никаких налогов, никаких ничего. То есть они полностью антагонистские учения учили. А позднее христиане соединили как бы этих двух персонажей в один, создав таким путём эгрегор, Иисуса Христа Мессии. Мессия это тот же Мэшах или Машеах. Это было второе воплощение Моисея. Сейчас вот ожидается третье воплощение этой пакости. Когда? Это к ним вопрос, они ко мне. Я его не ожидаю. А ожидается, но не факт, что будет? Но они ожидают, то есть они готовят как раз там всё, чтобы этот Мэшах приполз. А кто подразумевается под воплощением антихриста? Ну он же и есть. Он есть? Да. Или может быть Его? Его он не может так воплотиться. У него нет достойной формы, чтобы здесь воплотиться. Единственный раз, когда он воплощался, он воплотился в виде горбатого карлика, у которого было гнояточение чуть ли не со всех частей тела, и у которого одна нога была по его росту, другая по росту стандартного человека. И он таким путем ходил на колени одной ноги и на стопе другой ноги. Оце мы деградовали, як щенами такая тварюка, как у него. У него потом там ещё, когда он с одной княгиней попытался возлечь, её поразило то, что он на неё вместо сперни гноем начал капаться. Она там сразу к родителям сбежала и сказала, кому вы меня вообще отдали, выродки такие вы. И ушла потом в монастырь, чтобы вообще уже ни с кем не водиться, лишь бы с ним не общаться. То есть про него там куча таких историй всяких, что хорошего в них мало. И представьте, такая зараза сейчас воплотится. То даже евреи это ж на тебя помрут, когда на него посмотрят только. Так, повертаючись до казок цих, ну там єдина фабула якась є, и там є оцей процес змейборства. И он мені нагадує оцього змія, і кундаліні, і цього прамагапатайя, який багатоголовий. Так що значить цей процес змейборства? Ну, якщо в такому плані, то процес змейборства означає победа как бы сознання над низменними інстинктами тела. Однак, с точки зрения рахманской традиції, це дуже примитивна философська концепція. Тому що тело не має собственной какой-то сили. В принципі, не смотря на пищу, не смотря на кислород, але значально батарейка тела є ми як іскра. І тому, якщо ми боремося з кем-то чи чем-то в своїй телі, це означає, що ми з одной сторони, зі своєї сторони боремося, а з якогось іншої сторони снабжуємо це явлення своєю ж силою. І вот таке самоборчество, чи бороться з якими-то своїми низменними інстинктами, чи вообще з низменними природою тела, це означає, що людина не контролює своє тело. Тому що, якщо людина контролює своє тело, то не з ким вже бороться. Просто він розуміє, ага, там, вот, ум через полові органи готовий там з кем-то щось делать. Однак, ну, с цією жінчиною пока нет смыслу щось делать, надо другу вискать. Или, допустим, ну що, пока пищі в жовті в жовті хватає для функціонування. І якщо людина розумна, він якраз це все розграничує, і немає ніякого-то борьби за то, щоб там як-то воздержатися от чого-то. А ведь те люди, які не до конца розумні, вони можуть, як дуже велике благочестие, навіть однократний сеанс, що вони с кем-то не переспали, постоянно об цьому говорити, ось що, ось такі ми хороші. Один раз удержались, сто раз не удерживались перед цим, ну, ладно, об цьому помолчим пока. Ну, що ж не так, ти хочеш. І як вийти над керівані розумність? Це над манкарай? Це над манкарай, пістоянне осмісління свого бути, пістоянне осмісління, що і для чого, і як ми робимо. Осмісління, откудово происходять желання. Тобто, то есть полностью. Вот желание возникало. Чего бы это ни было, какое бы желание ни возникало, не исполнять его, а начать его изучать до точки возникновения. І коли оно до точки возникновения отслежено, понятно, или это моё подсознание что-то там творит, или это сознание кинуло некие зёрна в подсознание, подсознание перебродило, і оттуда оно вылезло, или это какие-то искры моего тела что-то там хотят по своїм прошлым жизням, или по опыту, допустим, какому-то уже моему, или, допустим, это какой-то эгрегор подсказывает, потому что часто нам подсказывают эгрегоры стандартный алгоритм действия, вот если мы живём на этой территории, мы принадлежим тому или иному полу, тому или иному возрастному отрезку, то нам эгрегоры сразу подсказывают, как это надо делать в похожей с нами ситуации. Или какие-то демоны могут пытаться подкидывать свои какие-то идеи. То есть есть куча разных вариантов, где желание может возникнуть, это нужно отследить. И если ты поймёшь, у тебя эгрегор банально подсказывает какой-то идиотизм, то что ты будешь это исполнять? Если так, то ты думаешь, о, желание возникло. И тогда в действительности непонятно, ведь как бы это моё желание, ведь как бы, ну как себя как-то так дискриминировать, или как некоторые над собой издевают, вот нам мясо хочется, и что мы будем над собой издеваться, что ли? Я думаю, что есть мясо, разве что. Не, ну когда я им говорю, что не едите мясо. Они, ну а нам же хочется. Ну вкусовое ощущение, так просто отказаться и так далее. Здесь тоже начинается много в больших-больших кавычках философии, хотя на самом деле это всё лишь показатель, что они не разбираются. Если они разберутся и поймут, фу, так это же не мне мясо хочется. Это же эгрегор подсказывает, что все сейчас люди моей местности едят мясо, и значит и мне оно потенциально может понравиться. А я это понимаю, я это откидываю, пошёл эгрегор к чертям. Здесь тоже некоторые примеры я привожу с пользования интернетом. Вот допустим, если ты смотришь на Ютубе те или иные видеозаписи, часто бывает, что Гугл, вернее Ютуб, ну и Гугл также действует в принципе, выбирает похожее, и они там уже рядом стоят. То есть так же и Вселенная делает. Но только Ютуб не высчитывает потенциальные интересы нашей местности, а может и высчитывает, кстати, я не знаю. Однако Вселенная разрешает эгрегорам высчитывать потенциальные интересы нашей местности, и те эгрегоры, с которыми мы хоть как-то связаны, они нам пытаются подсказки такие давать. Эти подсказки не хороши, не плохи сами по себе. Однако, если мы осознанно к ним подходим, мы понимаем, что это всего лишь подсказка. Её можно исполнить, можно не исполнить. Но это не моё желание, мне не надо со мной над собой какое-то насильство совершать. А если человек не понимает, он думает, а зачем над собой насильство совершать? Или ещё некоторые, да, они несколько, допустим, дней не едят мясо, они так тужатся, всё вот не едим, ещё один день мясо, и вот ещё не едим. И пошли, и едят уже там за десятерых этого мяса. Потому что они, не понимая, почему не надо есть мясо, это, допустим, делали для кого-то, или для собственного престижа, или ещё для чего-то, а потом они с этого сорвались, и пошли ещё хуже, чтобы наверстать, так сказать. А если разбираться, откуда бы это всё происходит, то не надо насильство совершать. Вообще, это страшнейшая тоже иллюзия, и в этом только нужно разобраться, и понять, что это иллюзия. И что дальше? Ну, в таком понимании змееборства есть, ну, какое-то там, в высшем понимании? Есть война с нагами, допустим. Наги — это одна из демонических таких существ. Ну, как таковое змееборство, оно не является одним из основных символов ведической традиции, допустим. Оно скорее характерно пост-ведическим каким-то культурам, где запечатлено, что змеи — это, значит, один из символов Чернобога. Ой, Чернобог такой плохой. Ой, значит, надо его прибить поскорее. И ещё плюс память, что наги — это были такие, которые змеям поклонялись, которые сами на змея были похожи. И, то есть, с ними вот это надо воевать, значит. А чему тоди в Сау все над Манку Ра, и Сау, Ра, и так далее Сау, а не Мау, Читал, Чипрау? Потому что, в первую очередь, самым понимаемым для нас аспектом Всевышнего является его свет. В конце концов, мы не порождение тьмы, а порождение света. Я не исключаю, и в ведах даже это описано, что во Вселенной есть и существа, которые являются порождением тьмы. Однако мы — это прямые потомки света во всех смыслах этого слова. Исходим изначально. Материя Земли является выброшенной плазмой Солнца изначально, которая тут остывала, в которую врезались кометы, в которую врезались астероиды, врезались другие мелкие планеты, другие дополнительные солнечные энергии. И всё это сформировало Землю. То есть, земная материальность происходит непосредственно из Солнца. Дальше. Известно, что наша искра начинает свой путь в глубинах Солнца. Дальше в фотоне она влетает на Землю. И здесь начинает эволюцию. Фотон оплодотворяет местную материю, рождается минералы, растения и так далее, и так далее. И духовно, допустим, многие наши предки, они возносятся на Солнце. Есть в ведах, как минимум, несколько тысяч объяснений, почему мы дети Солнца. И все эти объяснения абсолютно точны. А лишь аревич, как мы говорили, все-таки, как бы дети правые, в первую очередь. Ну да, но не совсем так. Дети Солнца. Мы аревичи по отчеству, а дед наш Дашбог все-таки. Мы Дашбожьи внуки. Это зафиксировано во всех древних текстах. А если все-таки читать, или спеть, не знаю, как правильно сказать, все над Манкорайом, с измененными такими коренями? Нет, уже не надо. Не надо. Они используются в других мантрах. Но это все есть. Это не значит, что там где-то что-то не участвует, или кто-то что-то забыл. Я впевнен, что все очень гармонично. Просто я хочу понять сам процесс. Процесс так. Мы дети Солнца. Мы постоянно... Вот с тьмой ты как часто взаимодействуешь? Ну, почему? И то это не абсолютная тьма. Ну да. Может у тебя какой-то орган из тьмы состоит? Нет, все света. А питаешься ты светом или тьмой? Светом, светом. Ну так, а что тебе дальше еще надо? Ну, не, мне интересен просто процесс взаимодействия. Снова же таки, мы вертаемся до какого-то Бога. Мы его... Ну, Солнца... Нет, мы к нему направляемся. Вот смотри, если ты обращаешься к Велесу и долго ему молишься, направляешь ему силы, ты можешь, да, усилять его силы. Но на таком микроуровне, что ему это не сильно уже нужно. Вот Яговке это колоссально нужно. Он сам мелкая, дохлая зверюшка, поэтому каждый чистый человек, каждая, вот эта истинная христианка с тупыми овечьими глазами, которая думает, ой, Иисусик, ты как страдал, ой, там и волка, матерь там какая-то, чая-то там, что-то там ты делала, и все такое. Вот они своими искренними как раз чувствами подкармливают всю эту пакостную систему. А Богам, в принципе, не особо холодно или жарко, от того, что кто-то им поклоняется, кто-то их прославляет, кто-то делает жертвоприношение или нет. Чем Бог выше, тем ему это менее, как бы, что-то дает. Тем больше он допомогает, подняет, ну так и разумеется. Ну да, то есть Боги нам намного больше могут сделать, чем мы. Боги, они живут миллиарды лет. А мы из жизни в жизнь, потом из жизни забываем, и шоу, и шоу. Они многих из людей даже не могут воспринять как людей, это скорее как волны. Когда мы подходим к морю, мы видим, ну да, мы видим волны, однако мы видим море. Мы не можем познакомиться с какой-то волной и сказать, ой, как мне приятно, можно с тобой всю жизнь прожить, дорогая волна там. Однако, вот так же, с некоторой точки зрения, Боги могут смотреть на человечество. И да, в человечестве возникает та личность, другая личность, третья, потом они все исчезают, новые личности, новые возникают, эти перерождаются. Вот где-то так же самое. Некий, как Лев Селенко, выразился планетный людский океан. Вот это как раз с восприятия пророков, с восприятия богов, это так и есть, планетный людский океан, где каждый человек является просто волной. Доброе, таки отступления, сразу, если вы что-то сказали. А чему тогда, если Лев Селенко и Володимир Шаян учились у Маркияна Сваслава, почему они, по-перше, не имеют имен рахманской традиции, почему они не рахманскую традицию проповедовали, а знали свои отгалужения, и почему тогда в Рунвире, ну, Рунвира так разнообразится, ну, мало чего еще есть от того, что в рахманской традиции, и как наследок, что сейчас, в Коровского, какие идут з'изды, и дефекты, и тому подобное. Чему так сказалось? Ну, смотри, во-первых, Маркияна Лепшицкого убили раньше, чем он смог полностью обучить всех своих учеников. И, насколько известно из истории, и Владимир Шаян, и Лев Селенко, они были больше учениками Маркияна Лепшицкого по книге, чем заживо. Это еще один аспект лицензионный и нелицензионный. То есть, они как нелицензионные ученики, которые, да, с ним когда-то знакомились, видели, что достойный такой интересный человек, однако, дальше все. Дальше оба они прожили в эмиграции, и по возрастным, и по всем показателям было понятно, что они с ним долго не общались. В принципе, высчитанные имена стильянка есть в рахманской традиции, записаны. не знаю, может быть, он решил, что и так, в принципе, там, да, там корень кош выходит, а у него и так лев, может, он решил, что нету большого смысла что-то менять. Относительно Шаяна, не знаю. Ну, схожая ситуация. Доброе, а еще такие отступы? У меня тревожит такая речь. Дай, смотри, сейчас, в принципе, вот один из критериев, чего я понимаю, что для меня вот эта ситуация, что было с Маркианом Лепшицким, отчасти это история, отчасти это прямой критерий, как мне не нужно повторяться. Потому что я вижу, что и в Москве, и даже вот та же Чупака, брошла нас на Одессе, не существует. Это те люди, которые у меня взяли часть данных, а дальше по-своему их уже как-то извращают, что-то на них свое доворачивают, и независимо, или они меня вообще не упоминают при этом, или они меня упоминают как позитивного, или как негативного, или как позитивно-негативного, или как неугодно, но они искажают то, что я отдавал. Самым ярким примером, что Чупакабра запрещала людям обниматься, и говорила, что это как бы я и прямо такое сказал. Это ладно? Ну, представь себе. Хотя ведах нигде такого нет. Она людей мумифицировала, которые ко мне приводили. Вот ты с Ясниславой общаешься, все хорошо. Она же на мумию не похожа. Нет, собственно. Вот я общаюсь с ней, то есть, когда она тогда под огня, под чупакабрением ко мне пришла, это была настоящая зомбаумия, которая не могла ни слова сказать, и которая боялась отклониться от протокола, который ей составила чупакабра. А вот чупакабра, ты как подумаешь на заразу. Нет, сейчас она вот такая, как она есть под настоящим. Но ее просто попытались загнать в некие такие рамки, что чуть туда движение, чуть сюда расстрел. И мне это совсем не нравится. Я вижу, как она с другими своими, так сказать, учениками поступает. Я вижу, как она их планомерно, постепенно зомбирует. Вот, а она, допустим, одному ученику говорит, вот, да, приходи к Арию, будем вместе у него учиться, все такое. Ну, я тебе тогда еще чуть-чуть предыстория скажу, что была ситуация, что я ей сказал, что я не хочу ее видеть, и вообще, пусть она забудет и телефон, и все же с мной связано. Через время она говорит, ладно, там, ты меня не любишь, а вот другие люди хотят учиться. А она знает, что для меня передавать знания людям, это, ну, фактически самое важное, что только есть. И таким путем она как бы меня на этом смогла подловить, и сначала приводит мне несколько человек, чтобы я их обучал. Ну, видно, что она их приводит чуть ли не на поводке каждого. И они сами не понимали, с чем они сюда пришли. То есть, вот ты понимаешь, и другие люди, которые сами ко мне приходят, мне не надо, чтобы мне кто-то кого-то на поводке притаскивал. Потому что человек будет здесь сидеть и думать, как бы скорее отсюда сбежать. Не будет изучения. Тогда уже лучше, если у тебя есть кого-то, кого ты можешь потенциально на поводке притащить, лучше, чтобы ты ему в каких-то бытовых мелких ситуациях постепенно давал знания, чтобы у него самого потом возникла некая идея, что он может всё-таки дальше уже пойти и изучать, как оно там есть. А вот если просто притащить человека, посадить и сказать, учись, он будет просто как бы отбывать наказание. Ну и вот так её вот эти подопечные отбывали наказание, отбывали, потом уже постепенно все отвалились, остался один. И якобы она его так хотела до знаний довести, так хотела до меня довести. Ну как только я ему как-то... Ну была такая ситуация, что я говорю ей и ему, что да, вот этот будет день хороший для изучения муквицы, но естественно, что я сохраняю там за собой право и других людей пригласить, то есть не будет никакого индивидуального для Чупакабры её жертв занятия. А будет так, как я это в общем. И тому человеку, который невинно стал жертвой данных обстоятельств, звоню, говорю, вот я провожу занятия, хочешь приходи, не хочешь не приходи. Он пришёл, чуть-чуть поучился в буквице, он разумный, достойный, всё с ним хорошо. Правда, она его зомбирует как может, но дело в другом. Позднее, когда она узнала, что он без неё ко мне пришёл, она его зажирала целый месяц, кричала, ты предатель, ты предатель, ты предатель. И это прекрасное доказательство, что ей на самом деле надо. То есть, если бы ей надо было, чтобы он учился, и чтобы он постигал знания, развивался дальше, она бы ни в коем случае этого бы не делала. Она бы относилась так, ну, учится, ну и хорошо, пусть дальше учится. Потому что, если бы она на самом деле понимала, что для неё кармически полезно, она бы понимала бы, что для неё нету большей пользы, чем чтобы ещё один человек стал изучать веды. Но по своей глупости и тупости, она решила, что ага, если он сам будет у меня учиться, то тогда же на каком коне она ко мне заползёт. Ведь она же мне за свою зловредность как бы сто лет не нужна, ни в каком виде. И, а тут её коник сам оказался, хочет веды изучать. И она начала его жрать. и ряд других. То есть, она мне абсолютно всеми своими поведениями доказала, что вот она конкретно на чупакабра, которая вот хочет паразитировать. Есть, допустим, некоторые другие ситуации, когда люди хотят только националистическую часть. Что вот, типа, веды, это же наше родное, и плевать, что такое веды, плевать, что там надо или не надо, но поскольку это вот родное, давайте будем этим заниматься. А когда они, о, мясо не надо, то не надо. А это слишком глубоко, это слишком... А мы глубоко не углубляемся, мы просто, поскольку это родное, то и всё. И для таких людей рахманская традиция, она никаким путём не подходит. Для них нужны какие-то... То есть, они волей-неволей будут требовать создания каких-то геретических ответвлений. И тот вариант, который создал Лев Селенко, где его... Даже те люди, которые называют себя священнослужителями в его системе, могут употреблять алкоголь и как бы считают это даже необходимое. Ты видел, как с тем рунвистом я общался насчёт там другого товарища? Ну, бачу, что згадывали кого-то про статью, про Сокирова. Ну, не только насчёт этого. Я отбегал. Ну, ситуация такая, что вот там можно деградировать как угодно и просто там раз в неделю или раз когда-то встретиться, сказать, о, Дашь Бож это наш Бож, и нам так хорошо, что есть наш Пророк, и потому что Дашь Бож это наш Бож. И поэтому вот Дашь Бож это наш Бож, а и Вселенка это наш Пророк. Встретились через год, нам так хорошо что Даш Бог это наш Бог, а Вселенка это наш пророк. И еще через год и даш Бог это наш Бог, а Вселенка это наш пророк, я веру ему Вселенка и в Даш Бога, и нет её Бога кроме Даш Бога, и это нашей родной Богу, а Вселенка это наши родной пророк». И за годы у них ничего не изменяются. То мы там и лишились стихи пенсионеров. Ну вот. То есть, где развитие? Просто была констатация, что Дашь-Бог — это наш Бог, плюс чуть-чуть извращенное, потому что Дашь-Бог — это одно из имён Всевышнего, и далеко не самое основное. Кроме того, Боги — они есть, и наличие Богов — это никак не противоречит существованию Всевышнего. Боги — это как помощники Всевышнего, то есть, всему есть место, но если мозг постоянно отравляется алкоголем и мясом, это всё станет тяжело воспринимать. Поэтому вот так у них десятилетиями и продолжаются. Встретились, сказали, что Дашь-Бог — наш Бог, Вселенка — наш Пророк, разошлись, до следующей встречи. У Куровского чуть другое. Есть какие-то психологические практики, есть какие-то слабоэнергетические практики, однако по факту всё это тоже бесцельно. Но если бы Куровского не было, то люди бы шли в рейки, люди бы шли в магию, и вот если он будет учить кого-то Вуду, то, по крайней мере, они, может, чуть-чуть заинтересуются и ведами, и богами, и ещё чем-то. А так они найдут другого, кто их научит, и при этом будет обращать в христианскую систему или в какую-то другую. Но я понимаю, что вот все эти ветви есть, а сейчас уже надо распространять рахманскую традицию именно в чистой форме и не давать никаких вот этих поползнений туда-сюда. Поэтому сейчас и той же самой Чупакабре ставятся жёсткие условия и другим людям, что если хотите откинуть копыта рога и всё, что вам мешает, давайте и будем развиваться. Если хотите быть рога-такопытными, значит, вы к рахманской традиции никакого отношения не имеете. Я на протяжении лет изучал все эти знания, я на пользование и распространение их получил благословением духовного учителя. И коль основная рахманская традиция сейчас сидит в неком подполье и не юридически никак себя не засвидетельствовала, то на данный момент для человечества я являюсь хозяином и распорядителем интеллектуальной собственности знаний рахманской традиции. Поэтому я и не дам кому-то их извращать или как-либо, допустим, взять славление и не взять девять основ духовного развития. Или взять славление и как-либо его извращать. Или взять там знания и добавить какие-то идиотизмы, что типа не обнимайтесь. Ну, тогда уже получается, как некоторые над этим шутят, что мясо не есть, а может еще и не дышать. И вот если ее вот это наставление, что не обнимайтесь, ну тогда уже, ну да, и не дышите. Она не пояснила рациональное зерно в этом, не знала ничего такого, просто арий забородил. А почему вот такое самое привитание? Ну, то есть как бы мы, соединяя все энергии своего тела, да, и ты правильно понял, что еще есть девять основ духовного развития, это также отчасти выплывает. Но соединяя все энергии своего тела, мы показываем свою устремленность вверх и мы показываем, ну, свою устремленность вверх и готовность помочь другому тоже устремиться вверх. То есть как бы символизируем некую вот эту пирамиду, так же то, что отчасти использовалось в рахманской традиции, отчасти сильнее стало развито в восточных системах, это то, что те люди, которые, ну, допустим, вышестоящие по иерархии, может просто на уровне живота сложить, а нежестоящие, там может, аж над головой сложить показания того, что он и его знания, его там какие-то идеи, как бы являются излучением идей того, кто там вышестоящий, допустим. Ну, то есть много здесь есть таких разных еще подтекстов. Но основная идея показывает свою направленность ко Всевышнему и гармоничное соединение разных векторов деятельности, разных основ и духовного развития, и философского зрения в общем стремлении к развитию. В рахманской традиции существует отдельное учение по хиромантии и взагалі всему-всему телу и так далее. Всему-всему-всему не знаю, а по орнаментам на руке есть, по строению тела есть там, но вплы до того, что по родинкам можно четко определить астрологические показатели и как следствие определить и имя, если нету даты, то по родинкам, по соотношению, потому что как бы родинки тогда воспринимаются... Ну, человек становится в позу Рун и Кси, все родинки на его теле, отписывается их расстояние от Оста, высчитывается точный уровень его сердца. Его сердце — это как бы Земля, а все остальные родинки — это как те или иные звезды, или даже созвездие, там несколько родинок, и поэтому строятся показатели, как высчитать его координаты рождения. Мозг еще не закипел? Не, тоже не закипел. А что у меня? Вот у меня на плечах очень много, у меня все плечи вроде как... Ну смотри, этот метод очень неудобный, потому что там надо по-разному оттягивать шкуру человека, это надо потом строить вот эту проекцию. Для меня я этим методом не занимаюсь. Мне проще взять дату рождения, какие-то уточняющие данные по таблицам, и то не быстро. Многие люди от меня там требуют, и все, и вот получается, да, я на тебя потратил время, зато ночью с ума не сошел. Мне обряд редактировать, мне там еще кучу всего думать, и еще в твоих таблицах ковыряться. Хорошо, что я там болотного отковырял, чтобы он там еще кое-какие данные доделал, но мне ему за это пришлось 200 гривен заплатить. А получается, с твоей стороны вообще никакой компенсации в этом отношении нет. И есть много людей, что тоже вот так вот как бы от меня то или иное требуют, а потом как бы ну никак. А я правда надеюсь, что люди как-то чуть-чуть свои мозги будут отыскивать, и так или иначе компенсировать затраченное на них время. Потому что, ну у меня нет ни времени, ни сил, чтобы вот тратить на всех, кому надо и не надо, а человек, чтобы потом думал, а, ну да, взял имя авария, пойду еще у кого-то. Причем, что в системе Куровского кому-нибудь придумать имя пять минут. В системе рахманской традиции высчитать имя, если по-человечески, то надо потратить как минимум день. Ну если в том случае, то получается я потратил кусок ночи, плюс если бы болотный не помог, то все, ничего бы не получилось. Ну а это пока он хороший, ведь он не всегда хороший, поэтому на такое тоже надеяться не приходится. Я потом перепроверю на всякий случай, не наделывая там каких-то искажений. Ну это, по крайней мере, относительно просто. А если взять эти все родинки, то это нужно месяцы тратить на то, чтобы это все сверять. То есть есть четкая схема, как это делается. Это и на полу должна быть соответствующая разметка. И это там надо с разных сторон потом ставить свечи, смотреть, как свет от свечи падает. Ну это настолько долго, настолько неудобно, что я этим заниматься сомневаюсь, что в какой-то жизни буду. Мне оно неинтересно настолько. А что еще можно вычислять под датю? А что же хочешь? Ну а где есть список? Потенциально, как ты говорил, что там и где твоя там половинка, так сказать, находится. И это можно, но это настолько долго, что я этим заниматься не буду. Я зрозумел, я выучу, мне не цікавише будет самому. А с таких швидких каких-то вещей? Швидких. Ну скажи, что тебе интересно? Ну, мне, по-перше, знаки меня интересуют очень сильно. Тебе, допустим, тебе в первую очередь подходит полная рота, плюс тебе подходит святая истина. О! Ура, ура! Вот такая. Ну это такая, что почти никакая, но это на втором месте. А первое, что тебе подходит, это полная рота? Полная рота, да. Полная рота, да. Ну, да, да. Ну, это она полная или нет? В круг еще, так? Ах, меня помнишь. Это полная. Это расширенная версия. Расширенная версия, чем полная. Да. Это промысловая рота на камере и загруженная. А там зверюшки, растения, что еще такое необходимо? А что необходимо? Допустим, тебе нельзя общаться ни с какими демонами, потому что они будут забирать твои тонкие поля. Как это? Почему? Ну вот так, у тебя такая энергетическая структура по астрологии, что если ты будешь общаться с тем или иным демоном, то ты долго не проживешь, короче говоря. А как же, ну, меня и раби, ты там… Не, ну смотри, если ты, допустим, бороться, то понятно, что сразу же сознательно или подсознательно ты своим тонким телам даешь команду, что это борьба с этим демоном идет. А вот если как позитивная попытка общения, вот это не получится у тебя никогда. Ого. Ну да. Вот тот же самый болотный, он даже может вплоть до того, что у себя колбы носить с ним, и на врагов кидать, и ему от этого ничего. Он уже привык, они к нему привыкли. То есть, как когда-то у меня коты дома жили, я их гладил там, чухал, они меня облизывать могли. То есть, ну, достаточно такие дружественные отношения. Так фактически он со своими песенятами может относиться. Он их развивает, он их там тоже там совершенствует. Ну, иногда фаск, и они идут выполнять задания. Вот такое у тебя не получится, потому что, ну, другая энергоструктура совершенно. А какая еще у меня энергоструктура? Что у меня вообще по энергетике? Какие сбои там? Ну, относительно сбоев это отдельная история. Просто относительно планеты. Ты же понимаешь, во время рождения человека на него планеты дают свой отпечаток. И это отчасти дает те или иные предпосылки к плюсам или минусам в функционировании тел. И, допустим, тебе позитивное отношение с какими-то низшими существами, бесами и всем таким, невозможно. Они тебе будут сжирать просто. А если они ведут демонический образ жизни? Ну, это уже чуть другое. Здесь зависит, ну, насколько они являются демоническими, там целый ряд отдельных концепций. То есть с очень сильно демоническими лучше? Лучше подальше, конечно же. А как же проповедовать? Ну, ведь сильно демонические они не будут слушать себя, начнем с того. Вот даже, допустим, те, которые мы проводили обряд с Любо. Ты видел его? Он не мог нормально назваться. Я ему говорю, назовись. Ты такой-то, по отцу такой-то там, такой-то там. А мне родился, это как это... Я думаю, что это такое? И тихо, и какой-то блёкло, и какой-то так загорится все оказалось, что... Я думаю, где мой тазик для работы? Думаю, ладно, здесь же Ахмеща, здесь же не Тазик, здесь нельзя это все. Даже она как-то активнее себя показала. Это еще одно исполнение ведических пророчеств, что в таких демонических семьях женское начало доминирует между мужским. И это было видно даже по обряду. Она активнее действовала, чем она. Но не профессия такая. Ну, как бы это уже отдельная история. Но он что такое? Он что-то такое вообще, какое-то такое? Не-якое. И вот ему проповедь, он же не поймет проповедь. Отчасти, да, он вот как бы сейчас согласился, что да, девицы снов, что да, это самое. Но попытаюсь я ему что-то зацитировать из текста по всесвятотворению. Ну, не знаю, она беременна и курит. Да никак. То есть это показатель безмозглости абсолютно. А что там родится? Ну, это уже кто его знает. Разные бывают. Ну, разные бывают, однако все-таки. Особенно сейчас в Корею. Мало вероятно, что кто-то из богов захочет там рожаться. Или может кто-то в крайнем случае, кого уже буквально чуть ли не в наказание туда отправят. И то мало вероятно. И получается, что те, кто хоть как-то могут понять физические знания, это уже показатель, что они должны быть с каким-то предыдущим багажом знаний, с одной стороны. Или в этой жизни, или в прошлой жизни. И причем ты говоришь, какая реинкарнация? Ну, вот сейчас как хрюшки родили, здесь похрюкаем, сдохнем. И главное, чтобы гробик покрасивее был, и памятник повыше там, и мраморные обязательно, и все остальное. Как вот эти старенькие женщины многие, что они могут даже откладывать деньги на то, чтобы им памятник поставили и так далее. И они говорят о том, что вот они хотят быть в тех или иных вещах похоронены. То есть, они считают, что они там лежать будут. Они приходят к своим, допустим, мужьям и говорят, ты вот тут лежишь, там, вот я пришла к тебе, там, плохо, что ты ушел, допустим. Ну, ты так в жизни пил, что, как бы, сейчас мне спокойнее жить стало. А когда ты ушел, то есть? Ну, это жайно все, я. Ну, я помню, это все, жах. И вот что ты, а ты не тут про какую-то реинкарнацию? Але, сагав сказал, что потребно заливать. Ну, да, то есть, получается, что надо попытаться дать какое-то базовое понятие, и проверить, склонен ли человек к знаниям или не склонен. Потому что сумасшедший человек тоже в дурдоме есть. И вот пойду я их сейчас учить. И скажу, сагав сказал. А они скажут, какая нам разница будет. Ну, да. И понятно же, что мне больше смысла те или иные знания передать тебе, как тому, кто уже потенциально готов их принять. И сам хочет их принять. И сам дальше их осмысляет, дальше делает какие-то выводы, и дальше как-то развивается. Или я буду искать ту бабку, которая считает, что ее муж лежит на кладбище и ждет ее прихода. Это же, ну, само себе представьте, как он там лежит. Я не знаю, сейчас уже, я не знаю, не могу думать. Я когда-то не думал, помню. А ведь меня, допустим, некоторые звали, чтобы я помог их родственникам. Потому что там серьезно, на кладбищах многие лежат, многие ходят вокруг своих могил. Кладбище это хуже тюрьмы. Потому что в тюрьме там хотя бы несколько лет, а мертвецы, они там сидят годами. Да, какими годами? Они там столетиями сидят. Пока есть, но они раскладываются все частые на кладбище. Да, или если над ними находится кристаллическая структура, то даже больше. Пока они снесут памятник, условно говоря. То есть мраморная или гранитная, там вот эта плита, это показатель, что они там будут сидеть, пока это кто-то не разрушит. Ну, то я не думаю, что 7 миллиард евро, я уже тут как минимум. И получается, что вот когда меня люди звали, чтобы я с ихними родственниками там поработал, чтобы как-то им помочь, я на кладбищах видел многих людей и в старых одеждах, каких-то еще Советского Союза и раньше. И то есть понятно, что они там сидят, ну, сидят, ходят многие. Хотя я не понимаю, чего они ходят, чего они дальше не идут. Но многие ходят просто по кладбищу. Многие, допустим, если человек живой туда пришел, они к нему начинают подходить, его как облепать буквально, и на себя перетягивать часть его энергии. То есть... То есть, в каком это в Киеве переходят? Во многих целях, в принципе. Ну, привидения как стандартные. Там вот в Киеве я видел в одном месте нескольких привидений. Они там еще вообще времен, наверное, казачества. И они там ходят нормально, живут здоровы. Вот там под лавкой сидит, с сигаретой на пляже. И сидит, и решет. И я даже точно не знаю, или это непосредственно он, как искра, находится там, или, может быть, просто в пространстве, это запечатлено его пребывание. Но хотя если это просто запечатлено его пребывание, то почему оно не разрушается? То есть, я даже до конца не понимаю, что там такое находится. Однако, некое человеческое подобие, которое, допустим, подносит к рту сигарету, и так где-то пару минут пройдет и заново повторяется, вот это там оно постоянно есть. Так что так. Какие еще поради и особенности? Я чувствую, что можно выяснить, что я потенциально могу достигнуть, типа, и там, какие у меня есть минусы, и какие мне заважаются. То есть, что на данном этапе, типа, радишь меня выкоренювать в себе. То есть, и те, которые выкрывают из даты, и то, что ты помитил. То, что я помитил, это я потом прибавлю к тому, что я выковеряю из даты. Ты же понимаешь, что я твою дату коверял только одну ночь. При том, чтобы доковеряться до таблиц, которые уже показывают имя, мне пришлось подключать болотного. А потом, вот вчера и сегодня, я доковеривал, не являются ли там некоторые ошибки, и подключал еще других островов. То есть, дальше я там еще особо не продвинулся. Если ты хочешь, я сейчас там поковеряюсь, в тех аспектах, которые связаны с плюсами и минусами, богами, которые тебе могут потенциально отдавать испытания, богами, которые могут давать только благословение, там, может, демоны, которые тебе потенциально вредны, и так далее. Дякую. Ну, только это будет не завтра, не послезавтра, не раньше, чем воскресенье. Коли? Вот на следующее воскресенье понедельник, ну, или на это воскресенье, следующий понедельник, я вполне могу предоставить. Потому что и собрание института сейчас будет, ну, как бы, ну, как бы, вот, поскольку все-таки празднество хороший день, то я в действительности старался, чтобы на него успеться именем. А вот это, как бы, ты уже не умрешь и не воскреснешь от того, на день раньше или на день позже. И я постараюсь, чем раньше, конечно, тем лучше, это понятно. Ну, где-то так. Что еще хочешь? Что в мене по энергетической структуре? Ты бачиваешь, что есть какие-то там в мене проблемы с лавией чакрою? Ну, да, но это еще будем изучать, в принципе, все. А что? Ну, а ты не можешь сказать, там, хотя бы, какая в мене структура, там, аревицкая больше, чи дравицкая, чи... В принципе, вот эти две чакры существуют. Так что, или... Ну, подозреваю, что смесь все-таки. Ну, чакры эти есть, поэтому... Ейкись, плам, они прям загорели. Поломанный, допустим, канал, который... Ну, один из каналов, одна из дандартных. То есть, на это тебе нужно это самое. Посмотреть лекцию по тонкой структуре человека. У тебя разбитое несколько широв, которые прикреплены к энергетическим полям. Они называются пьянтары. Ну, это тоже тебе надо по лекции смотреть. И поломанный канал, который сзади идет. Остальное еще изучается в процессе. То есть... Нам требует закручать? Ну, в принципе, как бы, да, потому что там мне надо уже еще что-то делать будет. Ну, тогда, если нужно, то тогда все. Ну, если, может, есть короткие еще вопросы. Ну, есть такие короткие, возможно. Если все-таки это иллюзия, то как стыкуются с тем, что нужно выполнять свои обоиски? Очень хорошо. Смотри, допустим, что в той или иной игре достигнуть ее финиша и, соответственно, закончить игру. Тебе надо там выиграть. Так же ж? Вот даже как вот я смотрел за детьми, которые там в компьютерных играх. Они там что-то неправильно сделали, они кричат «Убит! Я убит! Убит! Убит!» и обратно бегают, обратно там бегают. Ну, это очень хороший научный материал был. Это сын издателя в Москве там я наблюдал за этим. Он любил игры, где там он по зомбям стреляет. И вот опять с этими зомбями там мучится, мучится, мучится. Опять убит, убит, убит. Но там хотя бы... Хотя и в том случае он себя очень сильно отождествлял. Он мог мочиться под себя. Он не хотел есть. Он не хотел ничего делать. Он хотел только сидеть за компьютером и играть в эти игры. А мы сейчас так уже настолько к этому привыкли, что получается... И к тому же вот иллюзия, которую могут в иллюзии создать, это все-таки более явная иллюзия, чем сама изначальная иллюзия. Всевышний все-таки лучше, чем те программисты, которые это все создают. Они смогли нас полностью как бы в это погрузить. И получается, что да, нужно, коль мы уже здесь, то нужно полностью исполнить свой долг, дойти до вершины. Но это если мы не можем рывком, можно и рывком попытаться. Вот из того места, где мы есть, медитировать, медитировать, повторять имя Всевышнего, осознавать Всевышнего и стартовать. А можно со ступеней на ступень, но если со ступеней на ступень, нужно в идеале исполнять свои обязанности. 99 обязанностей, потом стартовать, чтобы родиться на планете выше, чтобы там исполнить следующие сколько-то там обязанностей, чтобы опять стартовать на планету выше, и так далее, и так далее. Но это все-таки лучше, чем просто по карме, допустим. И это намного лучше, чем по вы карме. Но есть еще такая штука, как пракарма. Вот о карме я знаю, то есть ты не привязан ни к чему, то есть исполняешь свой долг, но тебе все равно. Ну да, но а карма – это как бы как вот рабы, когда они долго в рабстве, они хотят на свободу. А пракарма – это когда человек не раб, а он самостоятельный человек, и он готов, допустим, исполнять волю Всевышнего. То есть пракарма – это чуть-чуть другой вариант, это более выше, чем а карма. Вакарма – это когда человек нарушает законы, мучается постоянно, даже сам не понимает, что мучается, вот имя может даже свое не может правильно назвать, как вот тот вот товарищ. И, соответственно, что с него взять? И ничего. Тот, кто по карме, они стараются, чтобы было счастливо, чтобы так-сяк. Тот, кто по а-карме, они уже поняли, что в карме невыгодно находиться. Потому что, допустим, что-то сделал плохое, нужно это плохое получить. Что-то сделал хорошее, нужно это хорошее получить. Но получая хорошее, можно вступить в какие-то связи, чтобы потом получить кучу плохого. И даже если получить постоянно хорошее, все равно ты будешь от этого зависим. И все равно это неволя. И какая разница в неволе основным рычагом является кнут или пряник. Все равно это неволя. И они бегут на уровень уже а кармы от этого кнута или пряника. А те, кто уже побыли чуть на уровне а кармы, они понимают, что... Ну да, но это хорошо, конечно. Это удобно, но это не финал. Не для этого мы существуем. А цель – это исполнять волю рак. Поэтому есть прокарма, то есть божественная воля. Так, а что мы сюда заезли взагалі? Читай текст. Смотри видеозаписи. Бо у нас были какие-то... Сколько ты видеозаписей посмотрел по всесвятотворению? Ну не знаю, сколько с тобой все. Давай туда, смотри их. У меня сейчас немало возможностей. А есть какие-то планы, например, за которыми мне лучше изучать? Есть какие-то планы? Например, если ты изучаешь все по всесвятотворению, то давай, перечитай книжку так, чтобы ты все понимал. Давай конкретно ты придешь с книжкой, мы там разберем и все это состыкуем, чтобы ты все понимал, что там написано. Просматривай видеозаписи, плюс мы возьмем дополнительные данные по начальным фазам творения, плюс возьмем дополнительные данные по внутреннему устройству сварги, по соотношениям столбового лотара, по куче дополнительных всяких данных. И вот, когда мы все это уже разберем, тогда многие явления будут понятны. Правда. И тогда мы перейдем, ну, когда закінчився светотворением, перейдем до другой какой-то пункта, так? Ну конечно. И так будем рухатись? Можно и так, но как бы я предлагаю, чтобы ты все светотворие не разобрал все-таки. Очень детально. Надо. Да я залюбки и чубу. Давай, изучай. Доброе. Поэтому, братья и сестры, кто что помнит о ведическом гимне творения? Хараслава. Что скажешь? Ну, вот тебе не нравится, когда я тебе так сказать это самое, а как с тобой иначе обращаться? Скажи, пожалуйста, что ты знаешь о гимне творения? Ты его читал? Я его читал. И что? Читал. Ну и что, что ты читал? Понимаешь? Если ты читал, то мне уже понятно, что ты читал. Ну, что ты сказал, что ты понял из гимна, что не понял, что пересказал его вкратце, пересказал какие-то интересные, наиболее интересные для тебя элементы. Ну, что давно уже читал. Ну, и что, что давно? А есть тексты, которые я читал вообще еще давнее, и все равно вкратце могу что-то про них сказать? Треба снова прочитать, его свежее сказать. Да, свежевать тебя надо, за то, что ты так время наше отнимаешь. То есть давай же по-человечески, что вот есть текст, ты его прочитал, ты из него сделал те или иные выводы. Ну, или как тогда? Ну, я думаю, что я давно его читал. Ну, и что, что давно? Так что, треба снова прочитать и... Кошмар. Ладно, сейчас тогда, несмотря на полную кошмароидность твоих таких вот деяний, предлагаю все-таки прославить Всевышнего и потом, соответственно, запалить огонь и прочитать части священного гимна. Поскольку ты прошел обряд, на котором частично активировал некоторые священнослужительские функции, хотя потом даже сам отчасти забыл про тот обряд, то на твоем кармическом счету то, что ты не захотел пересказывать его значение, записывается как разновидность греха, с чем, к сожалению, тебя и поздравляю. Однако, давайте сейчас настроимся на Всевышнего. Саура, саура, рей-рей, сау-сау, Сау-Вышней, Сау-Вышней А все-вышней Сау-Сау Саура-Саура Рай-Рай Сау-Сау Сау-Вышней Сау-Вышней Вышней, всевышней Сау-Сау Вышней, Сау-Вышней, всевышней Сау-Сау Чтяше, чтяше, чтяше Чтяши, 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 шанубыльцы сделшим, шанубыльцы сделшим. Ветра, 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 ветра мха, ветром мха, дзайна, сайна, сайна, сайна. АУМ РАМ САЙАТЕМ ХЕПРА ХЕПРА СЕПРАВА Зряща Зрящ ОСЛЕПША СЛЕПЕНЬ ОСЛЕПШО СЛЕПЕНЬ КСИБХАРА КСЕНДЖА БХАДЖА НЕЙЕ НАВЄ НЕЙЕ НАВЄ КСЕНДЖА 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 ГРАМ ЕЙЕ НАВЄ ЗАВЄ ЗНАМ, ЛАСЛЕПoby EЙЕ НАВЄ ЗНАМ, ЛАСЛЕП folding Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Джагат Патай Гайана Джагат Патай Гайана Сарвелокешана 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 Трилокья Чатвараджана Чатвараджана Ркшесе Гайясвара Саура Саура Рай Сау Вышний Вышний Всевышний Сау Сау Саура Рай Рай Сау Сау Вышний Вышний Всевышний Сау 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 Живая Сиева, Ра, Сиева, Ра, Ра, Сиева, 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 Вышень, Всевышень, Всевышень, Сиева, Истанра, Шана Джаянте, Шана Джаянте, Гайяте, Гайяте, Шана Гвержен, Ксенсте Мустрашен, Шана Гверичен, Сиевера, Шана Гверичен, Скв ageм АСЕ ОДИН РА ДАНА ПРАРАДИЕ ВОЛОГА ПРЯМИЕ ВОЛОГА ПРЯМИЕ ДОН ИСТРА ДОН ИСТРА ДОН АСРА СЕЙЕ СЛАВА ГРАЇ ПРАМЕНЯ РА МЕЧІ СОЛНЦЕ ПОБРЯСКАЄ МЕЧІ СОЛНЦЕ ПОБРЯСКАЄ В РАЗІ ВРАТИ ПОСІКАЄ РАЗІ ВРАТИ РОЗІКАЄ ВИШЕНЬ СЛАВЕНЬ ВИШЕНЬ СЛАВЕНЬ ЧИСТИНЬ ДАЖДЕНЬ ЧИСТИНЬ ДОЖДЕНЬ МИРИНЬ ПРАВЕНЬ РА МИРИНЬ ПРАВЕНЬ РА РОЯШЕНЬ 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 СЛАВЕНЬ СЛАВЕНЬ ЧИСТИНЬ ЧИСТИНЬ ДАЖДЕНЬ ДАЖДЕНЬ МИРИНЬ МИРИНЬ ПРАВЕНЬ ПРАВЕНЬ РАЙ СВАРА РАЙ СВАРА ПЕРВЕНЬ ПЕРВЕНЬ МЛАД АВЕЮНЬ ПЕРВЕНЬ МЛАД АВЕЮНЬ СЯЇ НАМ ЧАСТЕЇ ПРА МЕНЯ СЯЇ НАМ ЧАСТЕЇ ПРА МЕНЯ РАДНА ЛИЦЯ РАДНА ЛИЦЯ АУМ СВАЙ СВАРА РАДНА ЛИЦЯ РАДНА ЛИЦЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 с тобой. Смотри, первые три слова у нас что? Чтяши, чтяши, чтяши. Так же что? А, ну ты проишешь. Я не хочу все это досмотреть. Хорошо, давай тогда называй, как ты понимаешь. Вот я уже сказал. Хорошо. Это звернение до вищих... Но только поскольку, допустим, у него нет текста, то тогда прошу называть так. Слово это, слово это, слово это означает... Ну да, то есть, по сути дела, ты должен понимать, что Всевышнего нету двух и нету его проявлений, есть он один. И обращение к нему в любом из его проявлений, это и есть обращение к нему. И обращение к нему абстрактно, это и есть уже вмещающее в себе обращение ко всем его проявлениям. Ну, в каком уровне? Хотя бы потому, что прославляются отдельные качества. Сва и сва. Ну вот, к примеру, допустим, если у твоей мамы поломается где-то розетка или что-то такое, она могла бы к тебе обратиться. Сын мой электрик, почини, пожалуйста, розетку. То есть, таким путём подчеркнуть, почему ты должен это сделать, потому что ты её сын, и, допустим, почему ты можешь это сделать, потому что ты с этим делом знаком. Ну, к примеру. Ну, так и здесь подчёркиваются те функции Всевышнего, те его проявления, которые наиболее значимы для нашего понимания, и к которым мы устремляем своё сознание. Что слово? Не ругайся, пожалуйста. Это Всевышний Иран. Поэтому говорить «кто это?» — это ты уже создаёшь некое язычество. Что вот есть некий абстрактный Всевышний, который неизвестно, кто он, а есть вот конкретно «кто это?», «кто то?», «кто ещё кто-то?». Вот его отдельные проявления. Это ложь. Есть один Всевышний, единый во всех своих проявлениях. Правильнее было бы этот вопрос задать так, а чем характеризуется или в чём особенности этой функции, этого проявления, этих имел Всевышнего? И я могу объяснить, что «сва» — это подчёркивание «святейший», «сияющий», «распространяющий» «свет», «истина изначальный», «исвара», то есть «истина сияющий», «распространяющий» «истину во всех направлениях», «истиновержец», то есть «тут, кто излучает истину». Часто в древних гимнах Всевышнего называют «исвара», «иствара» и «истиновержец», «истварух» в Вересовой книге, допустим, запечатленной формы. Отсюда некоторые египетские формы, отсюда даже индийская «ишвара». И в херцких текстах мне поразило то, что там встречается словосочетание, которое официально историками и хитологами переводится как «ишкур-адад», «ишкур-уту» или «уту-ишкур». И написано, что значит «ишкур» — это бог такой мощный, наверное, бог бури, бог грозы, но «уту» — это бог солнца, вот по шумерской аналогии. И относительно шумерского культа «уту», его связи с египетским культом «уджет» — история отдельная. Но вот что касается конкретно херцких текстов, я пока ещё не имею достаточной доказательной базы, чтобы однозначно утверждать это как факт. Однако пока я высказываю свою гипотезу, что в херцких текстах не упоминается «ишкур-уту», а упоминается «искра-ата», то есть «искром-отец», «отец-искр», «уту-ишкур». Неправильная транскрипция. Правильнее было бы «искра-а», «искора». Почему? Потому что в то время ещё в языке после «к» часто запечатлевался звук, позднее обозначаемый как твёрдый знак. Но они этот звук транскрибировали не как еле звучащее «о», а транскрибировали как «у». Что имеет связь? У нас есть буквица «ок», допустим, «ук». То есть это всё имеет связь. Однако «уту-ишкур» мифологический, из херцких текстов, я практически на 80% считаю, что это имеется в виду именно «ата-искра», то есть «отец-искр» всего Шнира. Так что даже там это запечатлено. Ну не совсем. Там подчёркнута другая функция, что вот этот «ис-ишкур» является как бы прародителем всех живых существ. Однако по разным лингвистическим и философским концепциям вот эта концепция имеет прямую параллель с индийской концепцией Махешвара, то есть «великий Исвара». В свою очередь это имеет прямую аналогию с «исвароправий» в славянской ведической традиции. То есть нужно изучать языки, нужно изучать концепции, чтобы это понять. Далее. Мага Исвара. Думаю, что ты можешь понять уже. Но здесь подчёркнута его могущество. Праразвара. Великий, первичный, ра, могучий, истинный свет, распространяющий по мирозданию. Триразованный черепырец. И отчасти равнозначность, отчасти эквивалентность, отчасти взаимосвязь, взаимоперетекание и так далее. То есть, на самом деле, я говорю только одну из граней. Все грани просто перечислять, это не хватит никакой во времени, это нужно книги писать. Отдельные, где каждое имя Всевышнего будет разбираться, допустим, в контексте, если этого текста, то в контексте того, насколько оно чередуется с другими именами, насколько вот 9 имён назад было то имя, сейчас это имя, а потом, как оно перетекает в другое имя, и здесь отслеживается ещё куча алгоритмов. Это отдельная работа будущих времён, я называю только очень кратко, очень, ну максимально, чтобы дальше идти. Какое ещё питание? Какие ещё просто джинники, например, такого не адресованы? Сразу же вопрос, а к кому они адресованы? Ту, кто тут озвучен. В ведической культуре, в отличие от иудаизма, не было табутирования имени Всевышнего, поэтому не вижу причины, почему ты пытаешься как-то не упоминать имя Всевышнего. Наоборот, с точки зрения вед, упоминание имя Всевышнего – это действие благословляющее окружающее пространство. Потребно, чтобы кто-то, у кого уже есть этот, кто правильный, вимовляет, у кого есть канал, который не вимовляет. Нет, Ярослав, смотри, ты бежишь в разные стороны. Давай сейчас уточним, что смысла не произносить имя Всевышнего нет. Ты с этим согласен или нет? Да. Тогда скажи, пожалуйста, то, что ты пытался заменять имя Всевышнего, просто тот, кто здесь написан и всё такое, это возникло случайно или ты под этим что-то имел в виду? Он будет случайно. Ладно, тогда идём дальше. Тогда вопрос, если человек понимает, что это адресовано ко Всевышнему, так как же оно может не дойти ко Всевышнему? Более того, дальше, ты же понимаешь, что Всевышний – всезнающий, так же, Ирек? Разве может Всевышний не знать, что делает человек, если в это же время Всевышний, будучи сверхдухом, так действует, чтобы тело этого человека существовало и чтобы человек мог произнести эти звуки? Какой-то неправильный у нас. Нет, давай сначала разберёмся с тем, что мы разбираемся. Ты знаешь о том, что Всевышний является сверхдухом. Почему ты допускаешь в речи такую грубейшую ошибку с вопрошением того, а услышит ли Всевышний? Нет, не надо вот так вот, что оно проясняется. Мы должны осознанно действовать. И если ты говоришь то или иное слово, то у нас в Аум Ар-Асии написано «Арчи – слово твердо». То есть, если ты это слово произносишь, должны быть какие-то подтверждения, почему оно вот именно такое. Если ты задаёшь вопрос, значит, должны быть какие-то сомнения. Так же, Жирик? Да не важно, что человек знает. Давай сначала со структурой мироздания. Всевышний является изначально всезнающим. Всевышний является тем, кто создал все реальности. Все миры, каждые закутки атомов и того, из чего атомы состоят, Всевышний является сверхдухом. То есть, его проявлений, на самом деле, рядом с нами столько мириад, что нам даже это никогда не сосчитать ни в какой вселенной. И как вообще может возникнуть сама теория, что Всевышний чего-то не слышит? Объясни, пожалуйста. Возникла теория так же, что когда промовляти эти имена, не знающие их с места, без пояснения, так кто один эффект от всего, а если уже больше, то больше, то больше. Однако это не означает, что Всевышний чего-то не слышит. Это совершенно разное. Это всё равно, как, допустим, мы говорим о популяции... Как связана растительность Гренландии с популяцией пингвинов. Вот так и тут. Одно дело, что Всевышний и так слышит всё, что говорится и делается в мироздании. Другое дело, что, конечно же, лучше, чтобы мы всё делали как можно более осознанно. И для начала даже просто знание, что всё это имена Всевышнего, что всё это вот древняя мантра, которая так построена, чтобы направить твоё сознание ко Всевышнему, и при этом мысли о Всевышнем, о его проявлениях, о его действиях, о его наставлениях и так далее, и так далее, для какого-то микробазового уровня это уже хорошо, это уже то, что надо. И Всевышний тебя слышал бы, даже если бы ты мацюкался, когда кто-то матом ругается, Всевышний их слышит. Вопрос в другом, что именно эти слова, именно это звучание, в отличие от, допустим, современных языков или от ненормативной лексики, так, или даже от индийских мантр, в отличие, это славление построено так, чтобы, во-первых, при самом звучании гармонизировать окружающее пространство, гармонизировать на материальном, тонкоматериальном и душевном плане. Дальше, чтобы помочь богам понять, что ты не являешься хрюшкой, что тебе нужно помогать, вот, кстати, Датаяр нашёл интересную фотографию, то есть не только я понимаю, да, по всему городу, кстати, есть, другие люди понимают, что многие современные люди фактически даже хуже хрюшек. Хрюшка, она на своём месте хрюшка, а эти получили тела людей, а действуют хуже свиней. Так что это не моё тоже уже личное изобретение, это уже, можно сказать, общественное мнение. Ну, Датаяр тебе покажет эту фотку, однако даже дело не в этом. Дело в том, что нам нужно развивать свою осознанность, и нам нужно общаться со Всевышним, не просто повторяя непонятные нам звуки, а понимая, как каждый из этих звуков связан с тем или иным проявлением Всевышнего. Тогда, конечно же, и эффект будет больше, но не из-за того, что Всевышний глуховат и иногда нас не слышит, а из-за того, что правильней мысля, чище мысля, мы сами себя как бы не загрязняем и наоборот совершенствуем. Это чуть-чуть разные аспекты этого вопроса, но в принципе ты прав, что надо как можно осознанней. Для этого нужно изучить тексты, где описаны имена Всевышнего, производные от имени Всевышнего Сау, от имени Всевышнего Мау, Тау, разновидности лингвистических модификаций имени Всевышнего и так далее. Что скажешь? Да. Жаль, что Стэн Линни написал комиксы про пигменов, хотя фактически тогда это сразу было бы, наверное, уже не комиксами, а историей Америки. Это тоже глачевно в стене, там про инопланетян написано. Идем дальше по тексту. Сварамха и сварамага прави. Святейший Ра, распространяющий свое могущество во всех срезах мироздания, могуществом своим, устанавливающий порядок, великий правий, истинный правитель мироздания. Ранхавия правия бхаваны. Ра, Всевышний Правий, правитель всех богов, единственный истинно осознающий себя, бог богов. Свара Ра, свои слава. Истинно сияющий, распространяющий лучи истины по мирозданию, светло сияющий Всевышний Ра, истинно вержец, творец миров. Подержит мироздание. Ну, здесь мироздание не упоминается, однако, где он распространяет лучи? Имеется в виду, что по мирозданию, по всему. Ара, с чего? Ра, с чего? Ра, могучий. Про боже, князь, сай, вышинь, ра. Про бог, ну это понятно. Князь, сай, сияющий царь мироздания, вышинь, Всевышний, ра, тоже понятно. Рашман, слава. Шукра Рахман, распространяющий след, Шукра Рахман, духовный учитель, духовный просветитель и основа вообще ведической традиции. Наймя Гай. Ну, прославление его святого имени, устремление. И опять ты допустил ошибку. Там это должно звучать сразу, а не наймя Гай отдельно. Ну, потому что то идет обращение просто ко Всевышнему. И мы дальше, это уже не начало обращения ко Всевышнему, там уже сколько обращений было. А дальше мы еще и обращаемся к Шукру Рахману. Аум Шукра Рахмана, слава, наймя Гай. Аум Магарзаре, гай, ягай. Ну, ты тоже это должен знать. Магарзарь, проявление Всевышнего в качестве кого? Ну, снова, зачем ты так все искажаешь? Магарзарь, дословно, великий резчик мироздания. То есть, Всевышний, идея того, что он как бы взял заготовку Вселенной, и вот как обычный резчик по дереву берет деревяшку и вырезает там ложку, или вырезает статуэтку, так и Всевышний отделил Аллатара, там, от первичной тьмы, там, все это как бы вырезал, сделал Аллатара в виде такой хорошей конструкции. То есть, ну, сказать, что Магарзарь, это для тех, кто реже по дереву, это, ну, ну, убиться можно просто от такой формулировки. Поэтому я прошу, чтобы ты формулировал эти фразы осознаннее все-таки. Есть, допустим, в девяти основах духовного развития прямой запрет на ложь. И имеется в виду, что не только вот надо не лгать, это в смысле, если тебя кто-то там спросит, допустим, сколько времени, вот чтобы сказать столько времени. А имеется в виду также, чтобы не допускать лжи в формулировке слов. Когда человек, имея в виду себя душой, говорит, ну, вот, все мы души, всё такое, это также является ложью, в принципе. Это также противоречит одной из девяти основ духовного развития. И когда, допустим, ты какую-то фразу формулируешь или её в примитивнейшем варианте, или как-то так, чтобы типа не отвечать, получается, что ты также совершаешь грех-лжесвидетельство. К сожалению, сейчас язык так построен, что многие слова, когда мы произносим, это уже ложь, грязь и идиотизм. Но я призываю, чтобы, по крайней мере, эту грязь убрать в тех случаях, где это можно убрать. Я к предыдущему. Потому что ты сказал, что магарзарь, но это для тех, кто режет по делу. Приветствия священного приветствия, приветствия всех богов, приветствия мироздания, приветствия священного движения и устремления ко Всевышнему. Гай-я-гай. А ум святрая на имя Гай. Ну, мы устремляемся и видим, как к нам идёт свет Всевышнего, и мы его приветствуем, мы прославляем его святое имя. Господар Богу. Ну, тот, кто является Господином Мироздания. Аум прави, слава на имя Граждан. Вот он прави. Ну да. Святый прави. Вот видишь, ты всё-таки понимаешь. Да. Аум айя слава на имя. Ну, обращение к Истанболу. В чём улезет? Айя слава. Ну как, Датаяр тебе объяснит, кстати, сейчас, наверное. Мы с ним как-то разбирали эту тему. Что, что? Чем отличается, допустим, Бог, который является управителем той или иной сваргачетверти, от проявления Всевышнего для той или иной сваргачетверти? Ну, тот Чернобог, Белобог и Арий действительно керуют там. А Всевышний там, как-нибудь консультант в таком плане. Как-нибудь аналогия какая тут есть? Что он, как-нибудь старый, ну, председент. То есть, искра, которая шануется и до которой услышается, но фактически не керует. Ну, как, но Всевышний, в принципе, всем керует. Но его прояв, как-то, не втручается в действие безпосредственно. То есть старается не вмешиваться. Он как бы там присутствует. И он, ну, в принципе, да, развивается эту сваргачетверть. Если надо, подскажу, там, благословлю, дам силы, всё такое. И если кто-то из богов что-то уже накосячит, он за ними, так сказать, это всё подчищает и делает, чтобы оно шло как нужно. Ну, фактически, это также сверхдух, только на более глобальном масштабе. Так кто тут правил? То есть, кто сварагач в врате, чи прояв Всевышнего? Смотри, ты что мне сейчас пытаешься лжесвидетельствовать? Ты прекрасно знаешь, что правий — это одно из имён Всевышнего. В то же время, как арий — одно из имён Истанбога. Значит, правий — это тот, кто в сварагач врате, ария присутствует, как наддуша. Наддух. Саме так? Правия свана имигайся до наддуха правия, ария, который в сварагач врате правий. Ну, ты, конечно, намудрил тут, но около того. Да, дальше. Тато свана имигайся, это происходит в четверти. Уже неправильно. Наддух Всевышнего. Это что такое? Всевышний, как наддух, пребывающий в четверти мудрость. Честно. Абхамис — это две, в твой четверть мудрость. А как по-другому лингвистически модифицировать слово «бхамису»? Мыслы Бога. Сам это? Абхамис, мысли, Бога. Мысли — это ризнь и речи. Я это не к Алисе говорил, я это всегда говорю. Это факт. Просто здесь, поскольку праве, она является более приоритетной, то упомянут и Всевышний, и Бог прави. А дальше упомянут уже только Тато. И дальше уже идём к другим богам постепенно. Человек за день и мудрость. Ну, конкретно именно здесь, да. Хотя в общем, там упоминаются все сварка четверти, упоминаются и нижние миры, и средние, и высшие, и так далее, и тому подобное. Но тут только две. Вот прави, прави — это Макдух, в чеварите Ария, а Тато — это Макдух, в чеварите Бхамиса. Нет! Мы же уже разобрались, что Бхамисл — это мысли Бога. А есть ли у мысли Бога своя сварка четверть? Мачта-то всё просто... Ну, Караслава, почему ты такой ленивый? Почему ты сам не хочешь думать? О чём? Это же проясняется. Зачем? Ну, тебе самому было бы удобнее не задавать вопросы, а самому быстро сложить все эти факты в мозгах там или на тонких планах, в зависимости от того, где ты хранишь эти данные. Чтобы ты тоже кто-то это пояснил, ты сам так это придумал. Смотри, дело в том, что Райан Правеслав в действительности мне объяснял многие нюансы. Однако, вот такого, чтобы разжевывание и запихание в задницу, как вот практически некоторым людям этого хочется, чтобы им делали, этого не было. Он давал некоторые основные принципы, как это понимать, и дальше, если уже что-то становилось выходящее за эти принципы или находящееся на грани этих принципов, только тогда я уже задавал вопрос, понимая, что, ну да, тут надо ещё знания, ещё данные, понимание ещё больше принципов, которых я пока не понимал. А тут, если у тебя уже есть понимание, что сварга четверти всего лишь четыре, бхамысл — это мысли Бог, мысли Бога нет сварга четверти, ну о чём же тогда ещё говорить? Почему сегодня тут сварга? Да не страшно, там и Шукра Рахман упоминается. В получениях сагаста чётко и ясно написано, что ведическое описание никогда не противоречит само себе, и в этом нет ничего страшного. Да, упомянут Правий, упомянут Истанбог, упомянут Тату и упомянуты дальнейшие боги, что в этом плохого. Дальнейший бог, да, в данном уровне. Хорошо, здесь тогда не упомянут ни Белобог, ни Чернобог вообще, и не упомянут Всевышний, как Дэшбог или Тэмбог. Поэтому говорить о том, что здесь прямое описание сварги, вообще никаким путём не должно становиться мысль. Получается, что если проще, но достовернее мыслить, то не надо вот эти все штуки придумывать. Надо просто понимать, как оно есть. Благодарность, уважение, познание священных данных, в которых возвеличен Всевышний, который Он нам оставил. Ну, последовательность цепи ученической преемственности, которая Веды дарит всем остальным живым существам. Понимай, это простые слоги. Здесь достаточно знать базовое понятие языкознания, и всё. Желание, желание. Ну, Треглазый, Святейший, Жизнепитатель. Тоже банально знать некие старые версии слов, и всё, и вопрос отпадает. И надо строить теорию о мировом заговоре. Пыта, чипито. А в принципе здесь зависит от диалектических элементов. Может пониматься и как пыта, и как пито. Если по древнему, то вообще по ито, по самому древнему варианту, который мне известен. А позднее ой переросло в и, а э переросло в и. А позднее в каких-то диалектах оно опять перерастало в и, а в каких-то даже в е. Поэтому... Да, пата, могут не иранха, пата. Здесь всё понятно вообще. Просто надо чуть-чуть мозги включать. Каруслав, ты издеваешься или как? Пата, это понятно, что отец. Отец правитель. Тебе просто надо взять труды по старославянскому языку, не полениться открыть, почитать и понять это дело. Пата, то есть паата, великий отец. Это настолько примитивно, настолько просто, что нет смысла там. А это с патауой якось повязано? Нет. Патауа, здесь паааатала, то есть великое утоление. Местность, где хотят утолять свои низменные качества в огромных количествах. Пааатала. А здесь паааатала. Что? Ещё разбирайте. У меня не нравится так, потому что разбирайте. Ну, я думал с Каруславом разобрать это славление, которое мы воспевали в контексте того, что нам сейчас надо ещё разбирать гимн творения. Однако с ним, как обычно, всё очень интересно. И он проявил интерес в разборе другого славления. Это одно из тоже древних монкарейческих славлений. И если то, которое мы сейчас исполняли, оно использовалось как часть других славлений, то это чуть другая форма, которая использовалась иногда даже вместо основного славления. То есть, вот как есть традиционное воскресное славление, но традиционное воскресное славление, оно уже адаптировано к староукраинскому, а позднее перечухано под украинский язык. А это древнеславянский вариант. Причём один из, кроме того, что, кроме традиционной версии славления, древней вариацией которого это является, ну и более поздней вариацией которого является то славление, которое мы читаем каждое воскресенье, кроме этой версии славления, ещё есть сотни вариантов славления, которые использовали в зависимости от каких-то потребностей, мест, времени и так далее и тому подобное. Сусловление, которое мы сейчас читаем, оно практически, скажем, универсальное, потому что мы её читаем каждый раз, независимо ни от чего. Просто мы упрощены для таких, как мы. Что в целом означает цей... Какой блок? Крёк и слаживая пита нас услышит. Ну как, это прославление определённых качеств Всевышнего, подчёркивание в своей памяти, в своём сознании, что Всевышний вот это делает, благодарность Ему за это, коль мы за это благодарим, соответственно, и Всевышний может ещё раз нам осуществить какие-то вдохновляющие действия, чтобы мы лучше могли использовать его силы, если мы понимаем источник этих сил, понимаем, что с ними делать, почему бы не дать нам дополнительные силы. Если мы готовы к этим подвигам, то почему нам не дать возможность их осуществить? Я думаю, что нужно, но я забыл взять скальпели, поэтому не уверен, что удастся. Дальше сиела, сиела, истанра, живя. Мне очень понравилось, что вы говорите. Карославе, говори по-человечески, а то без скальпели резать Бога. Ну, доброе чувство, что ты так делаешь. Ну, а я, это я и так говорю. Я так уж не ось, у меня есть имя. Можно ещё объяснить сиела, истанра, истанра, истанра. Ось, как ось. Навище ты... Большой мух. Ось мир. Навище ты глючишь? Так что вы делаете? Это так оно. Не оно. Если это оно, там где хрюшки, то это оно, там где хрюшки. Якщо мы усведомленные люди, які стараемся, ну, ты можешь назвать меня и по имени, и по функции, и вариантов куча. Можешь назвать Ари, можешь назвать Ари Радослав, там, Ари Степанович, там, преподаватель, объясняющий. И ещё кучу можешь разных вариантов найти. Однако ось — это не моё имя всё-таки, как ни какого. И опять же, зачем я должен тебе создавать варианты, как тебе говорить? Ты сам должен продумать так, чтобы твоя речь была абсолютно точна. В ведах написано «Рцы слово твердо». Больше того, в других местах объясняется, что речь — это прямое отображение мыслительной деятельности. А в той же Аум Ар Асии написано «Какого люди мыслите? Он наш покой». То есть от нашего мышления зависит вообще наша жизнь, наше развитие, всё зависит. И мышление в какой-то степени даже важнее материальных проявлений нашей жизнедеятельности. Поэтому я прошу тебя оптимизировать своё мышление и, соответственно, говорить максимально точно, максимально качественно. Идём дальше. Сиела, сиела и стом рожьё. Эту манкараю мы разбирали уже годы назад. И... Нет, не добрая. Если ты спрашиваешь, значит, ты не понимаешь. Значит, ты за столько времени не узнал, или ты узнал, или как? Как тебя понимать? Я лучше не ищу. Вот. Так можно было бы и сразу сказать. Кроме того, что ты сам понимаешь в этой манкарай? Сиела, царя, вигонник такого она... Где он живёт? Запомнил, я ещё расскажу с ней. Караслав, ты сам, когда здесь одна была моя знакомая, ты её пытался спокусить на то, чтобы она полезла в Индию, и там лазила вокруг горы Кайлас. А, шина. Ну чё ж? А, Б, ты же сам это всё знаешь. А смело цепы, что сидит на горе Кайлас. Так ты же это сам... Ну чё ж, ты опять удивляешься, потому что ты уже должен был давно настолько уяснить, чтобы уже понимать это основание. А это вот, ця манкарая, это звернение, как бы, до Шивы, сиевы Шивы, який на горе Кайлас. Ну и да, и нет. Во-первых, ты уже ошибся, когда сказал, что это имя, что это проявление Всевышнего. Правильнее было бы, если бы ты сказал, что это имя Всевышнего, а не проявление. Потому что сиева дословно означает ясно сияющий, своим сиянием создающий бытие, создающий жизнь, сяяве, создающий явный мир своим сяевом. И да, есть проявление Всевышнего, которого также зовут и который живёт на горе Кайлас. Однако не всё так просто. В данном контексте это уточнение, что Всевышний и только Всевышний, Ра, единственная истина, которую стоит вообще постигать, где бы то ни было. Может, рача и дьяволы? Можно. Сиева, шея, как сиева? Сиева. Соболезную. Ну да, вот простолюдины могли какой-то такой глюк придумать. А вообще-то нет. Вообще-то это одно из имён Всевышнего. Если тебе будет легче повторять более архаичную форму этого имени, ничего бы нет. Ну всё так же бывает, какого-то внутреннего. Хорошо, идём дальше или ещё что-то уточняем здесь? Да. Ну да, то же самое, в принципе. Хорошо, а по тому славлению, которое мы повторяли здесь? Ещё бы. Так все или не все? Наступный абзац. Советку наступный абзац. Вообще, Дарья Бутинча, абзац. Сва га я сиева, га я га сиева. Банальная лингвистика и всё понятно. Что ты выгукаешь? Ну, одно разу не достать не будет, взгляда на эту сиева. Смотри, это всё обращение к одному и тому же. Когда ты говоришь, что один раз, ты подчёркиваешь, что то было обращение к другим Всевышним, а вот это обращение к этому Всевышнему. Это уже неправда. Всевышний едино всех своих проявлений. Поэтому, даже если ты читаешь мантру Марасу, это тоже обращение ко Всевышнему, как к Сиева. И если ты читаешь мантру Сиева, это тоже обращение ко Всевышнему, и как к Марасу, и как к Дашьбогу, и как к Тембогу, и как к Прабогу, и во всех его функциях. Вопрос в другом, что здесь детально повторяются некоторые концепции, связанные с пониманием Всевышнего и, в первую очередь, ориентируючись, ну, именно в данном контексте, на проявление Всевышнего Сиева. Это не так, что ему мало, что ты один раз его повторил или два раза. Ты не теми образами чуть-чуть мыслишь. Понял ты ошибку? Ну, как, приблизно. Что ты понимаешь дальше? Хорошо, дальше. Ладно, про что хочешь? Право, мата, ага, ага. Как ты это понимаешь? Маты правее. Почему? Право, маты? Да. Право, что сказать? Право, маты. Правее. Какие твои идеи? Право, маты. Что? Правее, да. Ну, вот надо тут консилиум собрать. Потому что, если... Материка справа. Ну да, может есть слева мать. Слева, да. Это идиотизм. Потому что надо понимать, что этот текст именно славление, именно обращение ко Всевышнему и соответственно к Матери Раде. И нужно предварительно помнить, что одно из ее имен – это право. Поэтому каких-то идей о левых матерях здесь никаким путем неуместны. Идем дальше. Гайяга – это еще раз. Да, Тайяре, как ты это понимаешь? Я не слышал. Гайяга. Гайяга? Да. Гайяга – это направление, это дорога до Всевышнего, это приветствие этой дороги. Стоп, ладно. Митродата, как вы это понимаете? Я отметил, что это приветствие, что это приветствие, что это общее приветствие. Нет, это конкретно Гайя, то есть мы приветствуем священный путь развития. Гайяга, то есть дорогу, движение, путь. Святовыдху, манкрася. И? Святовыдху, но в сердце присвячивается святовыдху. Конечно. А, и чем Всевышний? От кого? Кто выше Всевышнего во Вселенной? Ты что? Мэнцин в возе. Высший перечисленный. Да, здесь уточнено, что вся эта мантра дашь Богу посвящается. Святовыдху – это дашь Бог? Да, и нет. Опять же, ты пытаешься отделить проявление Всевышнего от самого Всевышнего. Сиева, Прави, Исвара, Святовыдху – это всего лишь его имена. Ну и как? Проявление Всевышнего в качестве витающего и дарующего жизненные силы мирозданию. Стоп, Караслава, ты понял, в чем была ошибка постановленного того вопроса? Я неправильно выразил с собой. Вообще-то лучше выражаться очень точно вообще везде и всегда, иначе это грех, который описан в текстах. В текстах написано «Какого люди мыслите?» И далее уточнено «Рцы слова твердо». Так что, вперед. Был фильм раньше называться. Чего? Чего? Ну, уже все. Что все? Караслав, что с тобой? Дальше разбираем. Нет, а что ты хотел сказать? Говори сюда. Ну, уже прошла ця тему. Не прошла? Разбирать. И? Ну, что-то хотел сказать из телефона. Кто такая из телефона? Я не знаю никаких из телефоновых. Что ты говорил перед этим? Я от тебя не отстану. Фильм, говорю, был. Какой? Там называется «Киндзадза». Там те жители на одних из планетах, они начали все. Не говорили там. Ку. Ку, что они там мали на увазе. А чем современные недомозгики свинолюдковичи отличаются от этого? А чем современные недомозгики свинолюдовича отличаются? Они все называют или производным от названия мужского полового органа, или женского полового органа, или производными от слова актосаития. И все. И для них, ну, допустим, не два слова, а три-четыре, но все равно они все отображают этой глупостью. И это показывает, что они таким путем отчисляют себя от человечества. Потому что, како люди мыслите? То есть, если люди мыслите, если не мыслите, значит, не люди, значит, человекообразные, там, кто угодно, но не... Не, может быть, больше для того, что этим вот звуковым подтверждением, там, Ку, оно просто запускает, подтверждает, певну, такую уже, можливо, в дуже складную мыслоформу, якийсь там блок, який, информативный, який сразу же тут и проявляется. Можливо, он где-то непростый, там, якийсь непримитивный. Э-нет, это уже ложь. Практика показывает, что чем примитивнее речь, тем примитивнее мышление, чем примитивнее мышление, тем примитивнее сознание и, короче говоря, примитивнее саму существу. Ведический язык никогда не был примитивным. Ведическим языком можно наиболее точно отобразить практически любое понятие. В каких-то случаях, может, абсолютная точность и не особо нужна, достаточно просто там что-то типа, вот эта штука там какая-то там, и того хватит. Но, когда мы говорим, допустим, о именах Всевышнего, когда мы говорим о Ведах, здесь я считаю, что точность должна быть максимальная, которая только возможна. Можешь ли я провернуть или нет? Жду, когда попытаешься провернуть. Будет интересно и, отчасти, забавно. Идем дальше. И славянам передалось. А чего только славянам? Ты можешь это провернуть. Запытывай, почему только славянам? Я свидетель тому, что кроме славян есть и другие люди. Может быть, присмогляться. И? Часто славян передается. Хороший вопрос. А что означает славяне? Группа, так и этничный термин. Интересно. А уверен ли ты, что в древнем славлении существует этот этнический термин? Скажи мне в каких... Значит, это динам. Нет, нет, нет. Секунду, секунду. Сславянам ты еще славляешь? Давай разберемся. Когда возник этнический термин славяне? Все я не могу рассказать. А вот надо рассказать. Ну, не так уж недавно. Ну, не так уж недавно, однако позже, чем этот секс. Значит, тут мается на увазе славянам, кто славляет. Вот. И какие ты имеешь к этому опровержения? Не имею в виду. Русский, украинский, славян. Ну, да, славянам в каком-то степени в этническом тоже, потому что именно вот на территории Речи Посполитой сохранилась рахманская традиция. А может быть, противнославяне именится от этих нейронов? Ну, если у них есть в черепной коробке что-то кроме жира, возможно, если есть пара живых нейронов, если они задумаются и попытаются изучить значение слова «славяне», то они поймут, что это не этноним. Или, вернее, да, это этноним, но только в узком понимании на поздних этапах. И в ведических текстах понятия славяне как этноним практически не встречаются. Есть слово «расаны», есть там куча других, «аревачи» те же самые. То, что непосредственно является этнонимом. Славяне не является этнонимом. Ну, во-первых, философская идея, что вокруг центра, где есть ведические знания, проводя проекцию на обычное славление, точка в круге – это Всевышний Рак, который в центре всего. На славлении Он – это огонь, огни Бог. Рядом с ним, допустим, священнослужитель, который читает Манкараи, приносит жертвоприношения. Рядом круг наиболее разумных, достойных людей. Дальше следующий круг, следующий круг. И уже там какие-то всякие, уже где-то там на задворках. Ну вот, сильным, таким плотным кругом становимся вокруг священного огнища. Все хорошо с этим. Ну, а ты приймал участь в таких кругах, где много кругов, ну, а в колуарниче, они там еще в риге, в разные стороны крутятся? Ну и... Приймал участие? Ну да, 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 да. Богатого людей, которые будут придураться на курицу? Да, достаточно. На львовских славлениях там куча людей всегда. Курицы, курицы? Ну, во-первых, когда они устраивают уже какие-то вот эти собрания совета, потому что ты же сам понимаешь, что приезжают люди с разных областей, и чего бы и нет. Вопрос в другом, что не всегда есть смысл делать какие-то вот такие, что круг в одну, круг в другую. Иногда есть смысл, наоборот, там сидя медитировать, или как-то так, или еще что-то. То есть бывают разные варианты. Был также такой вариант, когда по горло в воде надо было стоять во время славления, и это не... ну, там во Львовской области, короче, нашли такое место. И агнища горела в кастрюле, которая стояла на плоту, которая вот там по центру была. Так что там у них всякие варианты есть. А, те, коли крутятся круги, все еще. Это что-то. Сейчас у нас разбор текста, а не обрядодейства. Реку-муречь, шаного реку. И? Ну, я приблизительно понимаю. А что ты понимаешь? Реку-муречь, та речь, что вы промовляете, шаного реку, шаною промовляем. Есть такой смысл? Идем дальше. От кола до кола, до века до века. Дальше. Право-славное, ской мара-живое. И? Это поясни. А как это объяснить? Здесь все доходчиво написано. То есть, правь — это могучая сила Всевышнего, первичное проявление рады. И естественно, что она огнем сияющая, сверкающая, наполняющая все мироздание собой. И дальше вокруг нее формируются уже энергии, чтобы стать правительницей которых, она превращается в живую, в мару. Но все не означает, ской мара-живая, шо мара-жива, шо таки шутки. Ну и жизнь мертва, и смерть жива, все с этим хорошо. Вопрос в определениях. Ну да, то есть, правь — это истинная сила Всевышнего, из которой проистекает жива и мара. В Велесовой книге на первой доске написано, что правь — это невыдимо уложенная дач Богом, а потея купряжа, это чая, и та сотворила житие наше. То есть, и даже в традиционном славлении написано, что мы прославляем правь, и посему будем мудрыми и уславленными в аяле. Всевышний Ра удерживает весь мир силой прави. Из нее что? Правь, я и на. То есть, это все перетекающие энергии и проявления Рады. Шо здесь? Ты это должен знать. И больше того... Это протележность НАВИ. Что? Я протележность НАВИ. Ну да. Значит, в НАВИ там черного Бога, в Яве, белого Бога. Караслав, мы за это уже тоже годами говорим. У тебя в сознании это есть, просто это тобою неосознанно. Я считаю, что первонаперво тебе нужно не задавать какие-то вопросы, не читать что-то, а себе где-нибудь там дома или где сесть, подоставать из памяти все данные, что у тебя есть, и просто их осмыслить. Потому что я вижу, что у тебя данных много, однако тобою они неосмысленны, неосознаны практически. И поэтому ты даже не можешь... Да, вот я... Пока я тут, вот я закручиваю... Нет, это не сработает никогда, пока ты тут. Тут ты несколько часов. Это надо постоянно. Пока ты тут, пока ты идешь, пока ты дома, пока ты спишь, пока не спишь, пока там... Что бы ты ни делал, ты это должен осмыслять. Только тогда ты это поймешь. Иначе это очень сомнительно. Где-то там. Что, перейдем к гимнотворению или как? Как, потрібно. По желанию трудящихся. Можно сделать небольшой перерыв. А тебе, выходит, тут скоро не будет. И так. И не. И так. И самое так. А не было ничего еще до него. Дора, а ничего еще не было. А дора, все это не было. Но оно было. Но оно было. Это было. Субтитры, а не было. Субтитры, а не было. Грань не грань с ним, бо булав одвічта мага майгатня ра, то бо правая мага майгатна рада ра, овшайтая оно ера сайомом. Чому тут крапка? Пропущен знак. Целенаправленно? Через пошкоджение душа? Через пошкоджение. Або оно мудро от чатха, а е мюдра сиелото, той, 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 тот, санма, рао, а е она мюдра сиелото, та е не омеженьюй, а расте она без грань онша, бо усевишнян, но то е рао, не терао, но терораом, бо уши замысляв, свят вайл мис, бо уши хюбраом защав, а бувши не рао дом, на рао даю все, а рао даю вра ся аста, оно, но терораемо, а був оно не лишаща ся. Яко же хюм множив, а свят омишляв, бо гів проражав, а б слово тас... Слово... Слово таум... Слово таум... Слово таум... Рао да маха рао, бо сие есть хю соуд диящаум рао, бо сиетот ест од и арий свят смысліян ра... А esperarау вон воу святу хух ахра нігом. Тьму не прозраю, а наумом не чане, але ньюа... Итак, коль у нас остановка карасла, прошу прокомментировать ранее прочитанное. Все комментировать. А не важно, что есть в тексте, важно, как ты это понимаешь. И что с ней делать? Не описывай процесс, а опиши понимание того, что там изложено. Не надо читать никаким путем. Надо понимать, что ничего не было, и было еще ничего, и ничего это тоже один из богов. И Всевышний, когда начинал мироздание, не было создано вообще ничего. Даже такого явления, как ничего, таким, каким мы сейчас это явление понимаем. И дальше начинается, что вот он создал свое проявление, дальше начал творить то, сё и так далее и тому подобное. Тараслава, молвишь он им? Взять, и пономол за ржинами не ловим. На прекрасном старославянском языке. Ну да. Другое дело, что он его еще пока не умеет правильно читать, но мне это слушать очень интересно, потому что я изучаю варианты искажения языка при неправильном прочтении текстов. А учитывая, что в древности это имело огромное распространение, когда славянские тексты читали греки, римляне и тому подобное, то понимание некоторых закономерностей того, как правильный текст неправильно читается, очень-очень интересно. Радуй, кто служит. Слава Всевышнему. Слава Всевышнему. Но это достигается само собой. А основная идея, чтобы все-таки понять мироздание. Нужно, конечно. Караслав хочет. Смотрите. Молви слово человече. А может нет? Ну молви что-нибудь. Нужно, науи, отпусти Караслава читать. Вот тут написано, что ж молви. Кто хочет, только читай. Аллах. Хочешь, чтобы я все прочитал? Высказал свое понимание этого всего? Понимание вот тут надо читать? Нет. Там это только текст. В тексте есть и понимание. Ну да. Но это когда человек сначала взял текст, потом его осознал. И потом уже понимает каждую написанную фразу. Так же само, как и любую свою мысль. Значит, все нужно разбирать. Это нужно осознавать в первую очередь. Нужно самому над этим разбираться много-много, долго и упорно. Иначе это ну просто какая-то надпись. Вот, допустим, на этом жестком диске тоже какая-то надпись. Полезно? Ну, полезно. Однако, не больше того. Караслава, отпусти, у тебя эти тексты есть. Отдай. Что будем делать? Вообще, для того, чтобы полностью у тебя активировалось понимание мироздания, нам нужно как-то, и причем желательно втроем все-таки, встретиться и пропеть этот гимн. У меня такое вопрос. Почему вот тут Юй, как У мое читать? Ну, как Уй скорее. Мой, здрасте. Мою, здрасте. Мою, здрасте. Где-то так. И даже если в полноголосии, то там не Д, а Дора. А почему Сиєло не раскрывается? Потому что если в полноголосии, в самом старом, то вообще Мою, Дора, Асо, Утси. Асо, Те? Тобто не Сиєло, а СО? С читается между З и С. А чому навещут единственный знак тут? Мы с тобой уже говорили, что этот текст не написан классической Аум Ар Асей. Он написан поздним диалектическим вариантом. Есть старый вариант, самый старый, самый архаичный, который есть, он написан иерографическим письмом. И его я собираюсь в ближайшее время транскрибировать, и, допустим, его также собираюсь зачитать несколько раз. Однако этот текст был признан за благоприятным Аркианом Вепшицким, и поэтому его все-таки будем считать основным текстом. Потому что, может быть, тот более архаичный, имеет какие-то свои минусы там еще. Это нужно еще изучать все. Этот текст классический, его вот изучаем. Я только за. Просто я же пытаюсь читать по правилам оума России, а тут, выяснилось, не нужно все это раскрывать. Ну а... 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 а навещо ж ты тут? Потому что это некая чуть-чуть искаженная версия оума России. Я искажаю искаженное уже. Ну да. И являешься прекрасным примером извращения языка. Но это не твоя вина, это просто лингвистическое явление, которое сплошь рядом возникает. Допустим, есть египетский миф о том, что Всевышний... Ну не миф, а еще это, если берем изначально, это ведическое древнее сказание, что вот была первая пара богов, и для того, чтобы они были в свете, Всевышний бросил на них взор. Мы до сих пор говорим такую фразу, вместо «посмотрел» можем сказать «бросил взгляд, бросил взор». По-египетски «взор», «зир» будет звучать как «ир» и будет изображаться в виде глаза. Кстати, вот египетский корень «ир» он даже более архаичный, чем славянское слово «зир». То есть «зир» – «зир» – это то уже, что возникает из зрения. А вот как раз корень «ир» для обозначения глаза и процесса восприятия солнечного света более древний. Так вот, изображался в виде глаза. Иероглифами написано «Всевышний бросил глаз». Что нужно понимать, что он бросил взор, то есть «посмотрел». Египтологи перевели. Он взял, вырвал глаз, бросил этот свой глаз туда. Вот такие справа. Так что «левая мать», о которой говорил Караслав, это еще не настолько страшное. Многие переводчики таких матерей уже, и левых, и каких только хочешь, напридумывали, что «Господи ж помилуй их». Наверное, пока отложим. Наверное, сделаем так. Сейчас немножко разберем по сравнительному языкознанию и по сотворению Вселенной. «Потом на короткое время я отлучусь, пока вы с Караславом обсудите гимнотворение, и потом, по крайней мере, часть гимнотворения зачитаем». Караслава, что скажешь? «Потом на короткое время я отлучусь». «Да, я говорю. Согласен?» «Не, я не понял, что тебе сказал, что Караслав сказал». «Да, не важно, что он сказал. С моим планом согласен?» «Доброе». «Хорошо. Допустим, что ты знаешь по скандинавской мифологии?» «Знаю, что там есть верховный бог Один». «А по их мифам о мироздании, то есть о создании и строении Вселенной, что ты знаешь?» «Знаю, что все окутывает великий смей, який…» «Не все окутывает, а находится в основании мирозданий, в основании всех миров, короче говоря». «Что есть? Асгард, Мидгард и Хеймхель». «А какие Хели еще есть? Вернее, какие Хеймы еще есть? Или какие гарды, или что там еще вообще валяется?» «Ну, я знаю этих три основных. Ну, не знаю. Ну, может, вы там чубали, но не сыты на эти зоны». «Хорошо. А какие-то параллели с ведической культурой ты смог найти, или нет?» «Ну, конечно, про Магапатайи, как СМИ». «Ну, это из того, что я говорил. А из другого?» «Ну, Асгард, как правь…» «Совсем не правь». «Ну, я говорю, как верхняя частина…» «Смотри». «Получается, это скачанная с Википедии картинка, как реконструкция…» «Ну, мной уже подписаны наши красные вот эти…» «Наши аналоги пониманий». «А мелкими черными…» «Это вот как там было подписано…» «Понимание частей мироздания». «То есть, видишь, тоже рисуется, как некое яйцо вселенское…» «Как некая ось…» «И как некое четыреединое пространство…» «Если в ведах описано, что сварга квадратная…» «Здесь она изображена круглая…» «Видно в дань идей про круг земной…» «Сферу Медгарда». «И видишь, что здесь изображено?» «То есть, что…» «Аллатара и сварга…» «Непросто, давай разберемся предметно…» «Вверху Асгард…» «Под ним Альхейм…» «Медгард…» «Сварталхейм…» «Хеймхель…» «То есть, как это соотносится с физической картиной…» «Понимаешь?» «Ну, так…» «Что понимаешь?» «Ну, что…» «Вище от Медгарда…» «Это точка, в которой находится наше галактическое скупление…» «И, соответственно, Галактика…» «И Сонечная система…» «И планета…» «Вище…» «Знаходятся больше…» «Розвинутые створения…» «Там…» «Легия…» «Арлегия…» «Ну да, и боги…» «И низшие боги…» «А низшие находятся…» «Ну…» «Потало…» «И пекло…» «И так далее…» «Тобто…» «На которых мучаются…» «И задумывают свои…» «Низменные…» «Як…» «Потребы…» «Створения…» «Яки не хочут развиваться…» «А…» «Хочут деградовать…» «Ты прав…» «Ты прав…» «Ты прав…» «В какой-то степени…» «И получается, что…» «Есть…» «Понимание о том, что…» «Гунинга…» «Габ…» «Это…» «Некая…» «Вселенская такая…» «Бездна…» «В которой…» «Тожествлены…» «Хух…» «Нун…» «Иганапатай…» «Потому что само вот это…» «Имя…» «Гунинга…» «Габ…» «Это…» «и…» « такого аналога в Ведах не встречается» «И…» «Если его разбирать, вероятнее всего «это даже попытались…» «Из имени Нуна…» «Гамапатайя…» «И возможно…» «Хух…» «…» «Склеить такое…» «Вот…» «…», «…» «…учдыьющий Франкенштейнノ…» «Ну описывается, что?» «Да, это – «первичный хаос, мировая бездна», «to есть, соотносится…» «С пространством мирового яйца, «А turnaround с…» той ёмкостью, в которой дальше боги создавали сварбу. И по скандинавской мифологии, что первое в Генунгегапе возникло? А, Генунгегап, это да тут? Вот. А, это в Саейце? Да. Думка Одина? Не совсем. Дело в том, что поскольку Один как Всевышний был отождествлён с Вотаном, с Воданом, с Велесом, а ещё с целым рядом князей, то он уже был сделан внуком самого себя, вернее, даже правнуком или ещё более. И есть некие эзотерические тексты, где указывается, что в начале был Суртур, который послал вперёд свою мысль, которого они там называли Хугин. Ну, позднее вот эти два ворона Хугин и Мунин были приписаны Одину, поэтому там было всё перепутано с ног до головы. Однако, по их текстам первыми возникли это Нефельхейм и Муспельхейм. Это что, это что? Так. Нефельхейм и Муспельхейм. Знаешь таких? Ну, уже вижу, что это дел Ария и то-то. То есть по скандинавским текстам так же само Муспельхейм и Нефельхейм возникли до возникновения всего остального. И в контексте Вед мы знаем, что да, Всевышний спустил из себя прав и мудрость, это разделило, то есть и это стало основой для возникновения Ванхейма и Ютунхейма. Но это уже в яйцах происходило в них или нет? Что? Ладно. То есть тоже есть некое представление Сварги. Нефельхейм, Муспельхейм, Ванахейм и Ютунхейм. А ОС с них же после этого пришел? Ну, у них вообще непонятно, что когда пошло и какого-то четкого факта, когда пошла вся эта ось, когда она вот так сформировалась, непонятно. Более того, Генунгагаб и, допустим, понятие Утгард у них тоже никаким путем не разграничено. Вот в ведах, и особенно после изыскания Маркияна Вепшицкого, все очень четко и очень ясно. Есть яйцо, есть Аллатара, есть та область, та область, другая, третья, десятая. А у них некие саги, некие тексты, что вот там то, а там все, а как оно связано. Вплоть до того, что Ютунхейм то в Сигире у них, то в Израиле, то еще где-то. В Анхейм у них помещался то на Кубани, то на Украине, то вообще чуть в Румынию и не уплыл. Они даже географически пытались привязать эти понятия. Дальше Асгард у них то в Азии находился, то в Европе, то в Скандинавии. Теперь уже в Умске. Ну, это не у них, к ним это вообще не относится. Хеневич не является каким-либо священнослужителем скандинавской культуры или потомком кого-то там. Поэтому, ну ладно, такие вот дела. Хотя здесь однозначно все это отождествить не получится. Потому что и понятия о Муспельхейме, и о Нефельхейме они перепутаны. И по целому огромному ряду параметров наоборот. Нефельхейм является мудростью, а Муспельхейм является правдью. Хотя бы потому, что Муспельхейм отождествлялся с огнем, а Нефельхейм отождествлялся с инеем или льдом, то есть как бы водой. По другим еще данным, если разбирать, то указывается, что правителем Ванхейма была династия, с которой происходил, собственно, фрейр. А учитывая, что они реальную область Вселенной попытались привязать к государству, осколкам Сакрамаи, которые находились в указанных ранее регионах. То получается, они это все перепутали, но осколки чего-то сохранились. Сейчас зачитаю некоторые общие такие понятия. Генунгагап вероятнее всего отождествления Хуха, Нуна и Ганапатая. Генунгагап скандинавская первичный хаос, мировая бездна в скандинавской мифологии. Сама по себе лишена жизни, но первоначально там возникло два мира. Нифельхейм и Муспельхейм. И от их взаимодействия в пустоте мировой бездны зародилось первосущество великан Эмир, он же Аургельмир. Да, получается, что Эмир – это имя Стрибога, которого на каком-то этапе попытались отождествить со Всевышним. То есть, Аургельмир – имя Всевышнего в данном контексте, он же Атумра, он же Род, он же Всевышний, а Эмир – имя Стрибога. В те времена, когда скандинавская мифология ещё не фиксировалась на письменные носители, были, очевидно, какие-то реформы, потому что вот есть конкретно в скандинавском стиле имя Всевышнего, есть другие данные. То есть, скандинавская мифология развивалась сотни, если не тысячи лет до того варианта, в котором она уже была зафиксирована и дошла до нас. Из Генунгагапа берут в своё начало 11 рек, которые омывают все 9 из миров. Вот относительно рек, сложная ситуация, возможно, имеются в виду дровицкие каналы и так называемых звёздных враг. Как следует из логики сказателей, Генунгагап всегда пытаются заполнить обитатели каждого из 9 миров. Но им это никак не удаётся, ибо бездна, которая стала первопричиной мира, всегда содержит в себе понятие бесконечности, которое рождается новой и новой мирой. В этом залог бесконечности истории, которая в понимании древних скандинавских сказателей охватывает жизнь не только людей, их богов, но и тех существ, которые могут появиться после. То есть, да, понятие Генунгагапа как бесконечности, в то же время как пространство, уже отождествление Нуна и Хуха. А есть ещё данные о неком воплощении этого Генунгагапа, что может соотноситься с богом Ганапатаем. Кроме того, получается, что по скандинавским данным сохранялось представление, что даже за пределами 9 известных миров есть другие такие же сферические миры. Я считаю, что это некое наложение идеи Солнечной системы на идею Вселенной, потому что у них сохранялись древние данные о том, что есть Солнечная система с 9 основными планетами, и на это они наложили 9 основных, которые они выбрали элементов мироздания, то есть миры богов, миры высших существ, прав, я, мудрость, над, срединные миры, адские планеты и пекло. А позднее к этому они даже географию пытались присобачивать. То есть нужно понимать, что всё искажено многократно, и вот как ты читаешь искажённый текст, не совсем правильно. А если, допустим, кто-то с видео будет пытаться записать по звуку, а потом ещё по звуку следующий будет читать и ошибаться, неправильно воспроизводя почерк, то, конечно же, искажений можно натворить миллиардов. Так возникло два мира, не Фельхейм и Спельхейм, и от их взаимодействия в пустоте мировой бездны зародилось первосущество, великан мир Эмир или Аургельмир. И мир тут не только как Стребог, но вообще как отождествление Всемирья и его центра сварги. Возникшие два мира, не Фельхейм и Муспельхейм, и от их взаимодействия другие миры, ну понятно, что это прави мудрость, которые взаимодействуя разделили сваргу, а в тех областях, которые остались, зародились Белобог и Чернобог. Муспельхейм переводится как «Огненная земля» в германской, на скандинавской мифологии, один из девяти миров, страна огненных великанов, огненное царство, которым правит великан Суртур. Но здесь также не всё так просто. Суртуру то отдаётся во владение как раз Муспельхейм, то есть тексты, где его вотчиной называется Сварталхейм. Сварталхейм в позднем варианте скандинавской мифологии это чуть более низшие миры относительно нас, но ещё не совсем пепла. Однако понятно, что генезис слова «Сварталхейм» восходит к сварге. Ну и Сурт, естественно, что имеется в виду, как Сурья, хотя они позднее его искажали. Допустим, в качестве его супруги упоминается богиня Синмара. Синмара можно явно заподозрить имя богини Мары. Значение представки Син не совсем понятно, но можно и с этим разобраться. То есть, там в Муспельхейме описывается, что живут огненные великаны. То есть, как видим, хоть за основу здесь и была взята правь, но здесь правь была отчасти отождественно с Навью, а отчасти даже с пекельными мирами. То есть, смешение бульдога с носорогом. И всё это попытались ещё сместить с правью. От прави идеи, что это одна из первых областей мироздания, одно из первых княжеств мироздания, от Нави идеи, что там идёт разрушение, и чем-то занимаются огненные великаны, и от пекла идеи, что, в принципе, это демонические миры. Всё это смешали, потому что, очевидно, они переосмысляли всю эту концепцию много-много раз. И что есть, то есть. Нибельхейм иногда так же, как Нибельхейм или Нифельхейм. Само название, земля Нибали, ну, Хейм — это как некое царство, некая область, некая земля. Ниболь, ну, Неболь или Навь неявная. Само название взято от Нави, но здесь Навь отождественна с мудростью. Мне даже возникает подозрение, что если вот эти названия Муспельхейм, Нифельхейм, Ютунхейм и Ванахейм, что если это взято за прообраз не с сваргачетвертей, а с каких-то миров, которые находятся идеально между сваргачетвертями. Потому что вот Нибельхейм — это смешение Нави и Прави, в то время как Нибельхейм — это смешение Нави и мудрости. От Нави само название, от мудрости идея, что это один из первомиров, плюс идея связанности с водой, в данном контексте лёд и туман. Ну, Йотунхейм, Йотунхейм, земля Йотунов. Йотуны, как инистые, огромные великаны, то пытались отождествить позднее эту местность даже с территории Сибири. Допустим, Хиневич, Йотунхейм отождествляет с Израилем. Ну, у него там брат живёт, ему может быть в какой-то степени и виднее. Также, кроме этого всего безобразия, есть такое понятие, как Ванахейм — страна ванов. Я думаю, что здесь взята за основу идея Яви, но здесь Явь, которая подозрительно сближена с правью. А, допустим, по скандинавским поздним уже данным и по сагам, допустим, саги о Бенглингах, Ванахейм уже располагается на берегах Чёрного моря, и это уже географическая область Земли. Кстати, Чёрное море они называли Свартахат, тоже что-то со Сваргой. Возможно, они на Чёрное море спроецировали тоже какую-то из идей по мирозданию. Здесь их Кузька разберёт уже в таком состоянии. Более того, все боги, которые известны как Ваны, это боги, так или иначе, связанные с плодородием. Допустим, Нёрд и Нерта — бог и богиня плодородия, Фрейр и Фрея — бог и богиня плодородия, даже демоница алочности Гульвейх, которая также связывается с Ванами, она тоже как бы с идеей достатка или его искажённой формы связана. Поэтому больше всего Ванахейм, если как космогоническая идея, соответствует, конечно же, яви, но яви ближе к мудрости. Извиняюсь, яви ближе к прави. Но этимологически также можно уточнить, что Фрейр — это искажённая от славянского правий. Вот это вам будет на изучение, когда я сейчас отлучусь. Относительно идеи Асгарда, огороженный участок асов, как мир богов. Да, здесь намучено очень много всего. Для начала в германской мифологии для обозначения всех или иных местностей постоянно путаются такие понятия, как Берг, Гард и Хейм. Изначально Берг — как обжитая местность, Град — как огороженное место, то есть крупный город, город — как крепость. А Хейм — как просто местность, какое-то выделенное владение какие-то. Часто они это путают со страшным просто кошмаром. Допустим, Хельхейм, то Хельхейм, то Хельм, то Хельгард, Асгард иногда даже фигурируют как Асхейм или Асберг. Понятно, что изначально, очевидно, у них были понятия, что Берг — это одно, Гард — другое, Хейм — третье. Но в ходе всех этих реформ, когда понятия путались, их классификационные параметры тоже жутко были перепутаны. Когда я уйду? Пока оно тебе... Уже скоро пора. Хорошо. Ну, они как создали идею вертикали мироздания, где Асгард — как мир богов, небо и будущее, Мидгард — как мир людей, земля и настоящая, Хельм, Хель — как нижний мир, мир умерших, предков и прошлое. В таком контексте оно и с верхними мирами сварги, плоскостью сварги и нижними мирами сварги соответствует. Из идей, допустим, о трёх гумнах соответствует ещё много всему. Но это уже предоставлю вам почитать, пока я отлучусь. Это ты понимаешь, какую ты ересь мне вообще говоришь? Я это спросил для священных образов. Но я тебя благодарю, конечно, за старание, что ты вот там спросил всё-таки. Однако там изначально использовался раствор на базе воска. И мне нужен именно какой-то раствор, который будет соответствовать и канонам, потому что неизвестно, даже если... В принципе, сохранение тех предметов важнее, чем даже потенциальная жизнь тех зародышев, которые могут родиться из яиц. Поэтому даже если пойти на такое, то всё равно неизвестно в какую реакцию вступит первичный раствор с этим раствором. Прошу поискать ещё всё-таки. Клей провал. Другие говорили, что ни в коем случае это нельзя делать. Давай, может, ещё докончим тот твой вопрос по рождению и смерти. Давай. Давай. Давай его убьём, этот вопрос. Ибо он нехороший. Во-первых, мы живём не в яре, мы живём в мире, где хоть базовые элементы похожи на яй, но здесь в ровной пропорции присутствует яй в праве мудрости нами. И даже славь в некоторых местах. Поэтому здесь изначально по настройкам получается, что, как правило, рождается искра со всеми своими особенностями. Когда искра идёт на воплощение, часть её тел из предыдущих жизней ликвидируют, часть тел новых дают. И искра воплощается сразу не отдельно, что тут она в яви, а там она в нави, или двойники какие-то. А конкретно вот тут мы воплощаемся в срединном мире между четырьмя свархочетверцами. Тут мы рождаемся, имея свои тонкие тела, имеем, конечно же, и правье, и другие тела, плюс имеем и биологическое явье тела. И всё это в совокупности и непосредственном взаимодействии. Здесь, если какая-то составляющая уйдёт, то всё развалится, и даже биологическое тело перестанет функционировать. Однако есть и данные о том, что есть некоторые тонкие тела, которые могут находиться то ли над местом, где человек родился, то ли на орбите планеты, то ли ещё где-то, в зависимости от своей невостребованности. Однако всё равно здесь надо правильнее чуть-чуть формулировать подход к осмыслению этого вопроса. Мы с этим разобрались или как? Хорошо. Может, что-то уточнить хочешь или как? Хорошо. Хорошо. Ну, нужно просуваться интенсивно. Кстати, что у тебя по пониманию написанного здесь? Ну, эти вот две я не просмотрел. Ну, что у тебя, допустим, по началу понимания? Ну, что, я вот думаю за цих двох воронів. Мы же забрали, что это Ария и тот, так? Ну, да. Ну, и да, и не да, и совсем не да. Почему? Потому что они, скандинавы, называли воронов Хукин и Мунин. И можно, допустим, одного понимать как мысли Бога, а другого как промысла. Если вдалбливаться в глубины тех концепций, которые там путались и перемешивались до того, как сформировались современные версии скандинавской мифологии. Ну, так же само, как, допустим, Свертлхейм или тот же самый Нифельхейм, то ли Нибельхейм, то ли Сверхачетверть Мудрости. Уже не разобрать, что было взято изначально за основу. Однако понятно, что слова, образы, понятия и сопутствующие имидеи перемешаны чуть ли не в произвольном порядке. Вот где-то так и тут. Чи можно говорить про то, что, например, на этом изображении с польской, не то шафт, а не шафт? Украинско-польский стул вообще-то. Теж. А шкаф, который не совсем шкаф, это там другое. А, со стульчиком, да? Там целый набор. И это вот на спинке стула. Вот арка и спина стула. Спина стула. А вдоль самого стула еще изображение Нави, Яви и Мацариславы внизу. Так можно стерчивать, догадывать, что это, возможно, и не Чорнобоги, Белобоги, как мы говорили? А так вероятнее всего всё-таки. Почему? Потому что скандинавская мифология с Хугиным и Муниным, она очень поздняя. И в более древних версиях всегда отделялось, что вот если рядом со Всевышним, то это можно считать, что это истанбухище слабого. Если где-то ниже, то тогда уже стилистически не считается. Вот здесь, на французском изображении, здесь возникает вопрос, однако также понятно, что он их как бы держит за руки, как бы не пускает. Поэтому вроде как Чорнобог и Белобог. С другой стороны, видишь, у каждого из них по зверюшке в руке. Поэтому есть и такой, может быть, вариант, что он их не удерживает, а как бы поддерживает, держа за руки. А зверюшки, соответственно? Соответственно, Белобог и Чорнобог. То есть создатели этого кельтского изображения не оставили инструкцию. Что касается того, которое на соборе, то птицы, которые сверху, уж очень напоминают истанбуха и числобога по своей символике. Потому что вот они сверху как бы смотрят на мир. И в таком контексте Всевышний в центре, сверху истанбух и числобог, снизу Белобог и Чернобог. В таком контексте оно соотносится. Вот эти два элемента, они не соответствуют истанбуху и числобогу, они соответствуют Белобогу и Чернобогу. По-другому даже можно сказать, что скорее вот эти два крыла можно символически соотнести с истанбухом и числобогом. Исходя из некоторых древних гимнов, есть также такое понимание, как то, что истанбух и числобог являются крыльями Всевышнего. Правда, есть и гимны, в которых символически Белобог и Чернобог называются также крыльями Всевышнего. Но это отдельная уже история. Ну так, но я не знаю, может ли я ересь какую-то скажу, но природа, ну я не знаю, как это объяснить. Мне бы Арии до Тота относятся так, как Белобога до Чернобога. Но я имею в виду, что вот если огняное начало и водяное начало, так, то и Белобог и Чернобог тоже мают такую схожу. Нет, не так. Огонь невозможен без воды, а вода невозможна без огня. Так эти Чернобоги и Белобог? Не совсем так. Огонь никогда не противоречит воде, это только очень примитивное здесь проявление, такое огня можно затушить водой. А на самом деле, вот Солнце, сколько ты туда воды налей, ничего не затушишь. Более того, из воды можно выделить водород и использовать его тоже в качестве огненной природы. Поэтому здесь скорее как взаимоперетекание без чёткого противопоставления вообще. Это правь и мудрость? Ну да. И дальше я уверен... А там Белобоги Чернобоги? Ну что, разрушение и создание. Да, они как взаимодополняют, однако они всё равно и... Перетекают? Не как они, как они перетекают, что во что пить, ты шо? Белобог всегда думает, как прибить Чернобога, Чернобог как прибить Белобога. Правда, Чернобог прибить Белобога мечтает именно методом разрушения всего, что он там нас создавал. А Белобог думает, а вот давай упорядочим нафиг. Ну для Чернобога это равно смерти, поэтому... Ситуация такая. Ладно, эту концепцию можем и дальше когда-то ещё разбираться, однако вот конкретно по обложке старшей Эдзи... Ну а цей сюжет я не знаю там, где вкручивание чего-то в гору. Ну да, сюжет интересный. Но мне даже не важны их сюжеты, мне важна символика, которая здесь есть. Во-первых, ты видишь, что несмотря на всю низкокачественность данного изображения, не в плане современного электронного варианта, а в плане изначального. То есть и лица прорисованы негармонично. Тут даже Караслава не надо, чтобы в чертах лица заподозрить какие-то элементы дворового алкоголика. Ну что ж, вот так изображали средневековое товарищи. И надеюсь, Бог их за это простят. Однако... Трезубцы видишь? Вид. Где? Интересно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну борода не знаю, как борода, но наверное тоже. Ну вот раз, два, три, ну хотя тут уже там на девять наверное раз, три, вот трезубец, вот трезубец, вот трезубец. Голова и два голода. А? Ну да. Ну вот, да, шляпа сама, рога. Нет, ты чего, рога не трезубец. Раз, два, три. Ну вот это центр, это просто изображение коровы, это уже, это уже лишнее, я думаю. Так мы во всем можем... А если оно там есть, то что нет? Нету, считаем, что нету. Вот смотри, я за то, чтобы, вот если видно, что вот на шляпе искусственно такая шеобразная штуковина, то вот это считаем трезубцем. А если просто один глаз, второй глаз и посредине нос, то это считаем естественной особенностью. Хорошо. На трубе... Есть. Ага, вы имя, ну вы коровы три, вы четыре, так что это искусственно. Хорошо. Грива. Грива. Ну да, раз и вот еще тоже. Да, двойной терезубец. Да, здесь. Это понятно. Раз, два, три. Двери тоже. Ну да. Раз, два, три. Ну вот Один, и как троица, и вообще Один с триединой постоянно шапкой вот этой. Как видим, и самые разные версии, но шапка почти всегда у него триединая. Что так просто выступ, что так уже конкретный шеобразный тризуб, что так тоже относительно такое просто стилизированное. Тут как корона, но тоже троица, тут даже крылья и центральный выступ и так же само везде троица. Ну три проявления Одина там. Причем интересно, что вверх. И я еще хочу на другой нюанс обратить твое внимание. Видишь, на этих изображениях изображена между Одином и Солнцем некая связь. Ну да, это похоже как на мысль змея из пупка. Ну что с крахмой, блотос. Да. Ну вот другое изображение и так же самое. Соединенность есть. Вот тут тоже. Так оно везде там. И вот на здесь везде есть. Просто там другие были изображения, где хотел я этот нюанс подчеркнуть. Хотел подчеркнуть нюанс. Ладно. В общем, суть еще в том, что такая же ситуация прослеживается из изображениями Тора. Есть еще изображениями некоторых, так сказать, скандинавских богов, которые на самом деле являются проявлением Всевышнего. То есть, ну как показано, что он и есть он. Вместо некого знака равенства изображают вот эту палку. Ну не палку даже, а такую. Стебелек лотоса из пупка. Ну вот видишь Троицу. А теперь, допустим, берем ту же самую вот эту шапку Триединную. Сравниваем с изображением из уже Европы. Культ Ретро. Рахманская отразиция Радагаста. Изображение Правия. Шапка как Триединство. Такое же Триединство, как и здесь. Ну это скандинавский гавилен, а это изображение. Ну вот священное копье в культе Правия и в культе Олдина. И видим здесь еще даже перекресток Сварги изображен. Даже вот здесь копье так построено, как будто. Да, да, да. А здесь солнечные знаки по всему щиту. Смотри, сам щит, точка в круге. И плюс еще знаки точки в круге даже случайно. И так, что видно три их. И четвертое, это похоже на то, что... Ой... А, смотри. Здесь не хорошо изображено. Да, а там здесь тринадцать. Здесь почему спустя на тринадцать? Что значит? Возьмемся сейчас немного за сам вот этот дом. Вальхалу. Ну то, что композиции везде, где вот у Одино даже птица на голове изображена, и сравниваем с египетским изображением. Здесь изображен Всевышний к проявлению Птах. И у него за спиной птица, которая формирует его трон. Здесь два волка и два ворона. Здесь по две пары львов. Львы внизу, львы вверху, если ты присмотришься. То есть группа Белобог и Чернобог, группа Истанбог и Чеслобог. Вот и здесь так же самое. Белобог и Чернобог, Истанбог и Чеслобог. Шапки вот эти длинные, где по обе стороны крылья. Шапка Одина, египетские короны Осириса. Вот это, несмотря на то, что оно стилизировано очень сильно, но вообще это два пера богини Маат. Матери птицы. Я тебе помнишь рассказывал, что бога беса на короне. Но у него вся корона из перьев. А у Осириса два пера таких больших, почти как крыла. С двух сторон, как основной короны. Ну и у него еще роги и на изображении Ходина иногда тоже это есть. Рассматриваем домик, так называемый Вальхалу. Видишь, подписано? Ну это значит Вальхалу, да. Оно самое. В современных книгах по мифологии вот это представляют как Вальхалу. Подписывают. Однако у меня великое сомнение, да, это взято с тех же рукописей. Однако это может быть, допустим, тот же Трудельхейм, обитель Тора или еще какая-то. То есть там уже у каждого бога как свой небольшой замок. И вот то, что это конкретно Вальхалу, у меня большое сомнение. Потому что по самим эдическим вот этим рукописям есть тоже вот картинки, где изображено, что такое Вальхалу. И вот это вот эта церквушка такая некая с трезубцем сверху. Видишь, здесь большой такой качественный трезубец на пирамидальной крыше. Здесь уже очередно дом перестроили и пирамидальную крышу заменили таким полусферическим каким-то элементом. Ну да, то есть поэтому я и предполагаю, что это последовательные этапы реконструкции какого-то сооружения. Причем это может быть даже не Вальхала как мифологический элемент, а храм Одина, то ли храм Вальхалы, может храм Велеса даже. Ну какой-то важный для какой-то из групп, тех скандинавов, которые стали прототипом общепринятой германо-скандинавов, какой-то важный храм. Если по стилистике, то вероятнее всего, что солнечный храм Всевышнего. Если по названию Вальхалы, это связано с богом Вольхом, есть у него планета, которая называется Вальхалака. Подозреваю, что скандинавская Вальхала является сокращением от ведического Вальхалака, планета Волха. Видишь, трезубец уже поместили на вот этот купол. А здесь купол переместили сбоку и уже не один, а два, а три зубца изобразили. Это в обоих случаях одна и та же картина. Типа вот она Вальхала, Адам далеко за Вальхалой, что-то происходит. Но нам сейчас то, что там дальше происходит, неинтересно. Интересна сама Вальхала. Видишь, во-первых, тройственная асимметричность Вальхала как по стройке. Во-вторых, и троица, вот здесь видишь, головы, как головы богов. А здесь над вот этими кругами, которые вверху арок, еще два шарика. Вот, ссылает нас к первой картинке, где три шарика просто по центру. Три круга таких. Ну, все это знак Троицы. Таким же, по сути дела, является Рейховское знамя мира, которое является знаком эзотерика у многих. Вот такая или что? Да, только в круге еще. Сама по себе, если взять же за основу, то как одна вообще постройка. Здесь я привожу в параллель индийский храм, который увенчан также, в принципе, трезубцем повторяющимся. Да, холем. Да. Плюс здесь соединен некий элемент, который современные историки могут назвать фаллическим, и элемент пирамидальный. Собственно, что и здесь также соединены схожие конструктивные элементы. Ну, это, видим, что это храм. И вот по такому оздоблению Вальхалы тоже у меня серьезное возникает впечатление, что это не мифологическая обитель богов, а что это реальный храм. Здесь понятно, что в таком небольшом относительно сооружении не может жить там десятки тысяч энхерий, или сколько там, сотни тысяч павших воинов. Они просто здесь не поместятся. Здание двухэтажное, в принципе. То есть первый этаж 100% понятен, второй как бы уже на полупристроечных таких правах присутствует. Ну, и, возможно, даже на третий какие-то чердачные небольшие элементы идут. Вот как храм небольшой, оно реально все соответствует. Сказать, что это Вальхала, что там тысячи воинов, ну, представь себе такое. Ересь сплошнейшая. Где они там поместятся? Нет таких законов. Нет, тогда мы уже за другое говорим. Тогда мы уже можем что угодно объяснить, что там нет таких законов, что там другие законы. Однако в скандинавской мифологии, кстати, о других законах ничего не говорится. Там наоборот, все описано очень реалистично, в прямой аналогии с нашим миром. И по их представлениям, Вальхала ничем не отличается от земли по своей сути. Там они также дерутся в таких же телах, с таким же оружием. Просто, ну, тела может чуть лучше, оружие может чуть лучше. Дерутся не с врагами, а сами с собой во славу Озина. И каждое утро все равно воскресают, а каждый вечер друг друга зарезают насмерть. Другое, вот, смотри, ты знаешь, что на храмах религий, как правило, изображают то, что для них было священно. То есть, если получается, что на скандинавском храме в трех случаях одинаково изображены трезубцы, ну, или трезубообразные знаки, может, это руна Кси или руна Шана таким путем стилизированы. Явно видно, что это трезубец, о какой символизме мы уже предавали, я не могу сказать. Мы знаем, что у христианей крест изображают индусы, одни изображают трезуб, которые шиваиты. Кришнаиты часто изображают знак сансары или чакры, то есть, ну, тоже солнечный знак, по сути дела. Есть те, которые изображают... Ол. Ну, да, это уже современное почти. Однако, здесь изображен трезуб, то есть, символом скандинавской религии можно считать трезуб, который вот на их храме изображен по их же рукописям. Однако, вот, видишь, это хранится сейчас в Московском историческом музее на Красной площади 3, солнечная арка, с изображением триединого Птаха-Солдзе-Бога. Вот он, как правий. Здесь его фигура максимально симметрична. Здесь он, как, допустим, Даш-Бог, и здесь как Тен-Бог. Почему именно это значит? Тоже можно думать, что вот он там, как Ра, а вот Али и Истан-Бог. Видишь орнамент? Что, орнамент? Да. Орнамент по тому, что он симметричный как с одной, так и с другой стороны, это некий знак, который сейчас можно назвать знаком параллельного переноса. То есть, если бы здесь уже была другая Личность, то орнаментально как-то бы что-то сделали бы, чтобы показать, что не так. Допустим, не ровно вот так центр орнамента к центру орнамента, а, допустим, здесь центром, а здесь боком. Вот этим. Или ещё как-то так. То есть, как-то бы подчеркнули. Здесь они все три в одинаковых кружках. Что показывает, что это как бы и есть проявление Всевышнего. Истан-Бог и Чесла-Бог, Белобог и Чернобог подозревают, что здесь. Видишь, две птицы смотрят на мировое древо, которое по центру. Видишь? Ну, вижу, да. И там ещё сверху ещё одна такая же рамка находилась. Ну, отчасти это можно сравнить вот со скандинавской Эддой. Здесь как раз получается, что изображение вот этих птиц присутствует в таких же кружках, как и изображение Одина. Однако, на обложке Эдди в этих кружках не только изображение птиц, но и изображение Солнца. Видишь? И здесь тогда можно понимать, что этот кружок принадлежит Солнцу, Одину Всевышнему. А птица – это его типа обслуживающий персонал. Также здесь, как можно сказать, что Солнце – это летит на этих птицах, что также взято из древних космогонических концепций. Но идём на изображение, как раз второй вариант изображения Вальхалы. Здесь Один, у которого на голове трезубец на шапке. Здесь некая непонятная фигура с поднятыми вверх руками ксиобразным путём, над которой в чём-то, что можно считать солнечным диском, находится ксиобразный тоже знак. И по бокам два Солнца. Подозреваю, что это также имеет одно и то же значение в обоих случаях. Ну вот, почитаемая в Скандинавии корова Аудумла. Вот она же, как корова Хадхор, богиня, мать мироздания в египетской культуре. И тут она выкормила, родила мир. И тут так же самое. Здесь ещё Аллатара рядом изображен. Или храм, стилизированный под него. Ну а вот непосредственно сюжет, когда Аудумла здесь вылизывает и выкармливает первого великана, а здесь выкармливает и как бы поддерживает космическую структуру мироздания. Ну а это скандинавские, это египетские варианты. А кто внизу? То есть Всевышний. Как его зовут? Ра. А на данном изображении? Световит. Ну и да, и не да. Да, потому что аналогичная иконография схожа с иконографией Световитха, если брать славянский аналог. Рог, однако тут он именуется Хеймдель. По скандинавской мифологии рог является как бы в большинстве атрибутом как бы Хеймделя, однако часто с рогом изобилия изображается и фраер. Ну вот здесь приведены аналогичные славянские изображения. Также приведено ещё одно изображение прагия и ещё целый ряд изображений прагия. Ну там они сзади ещё. Видишь, что на этих изображениях общее? Корона. Корона с первично триединой символикой, однако перерисовывая, некоторые допускали, как видимо, и отклонения. Крылья на ушах. Да. Корона, видишь, тоже состоит из перьев. Ну или таких элементов, стилизированных под перьем от Зарислава. Щит в виде дубового листа. И что на нём? Ну, наверное, яйца. Или меры, или другие шарообразные. Вообще, это символ того, что прагий является правителем четырёх сверхочетвертей и девяти планет. Ну как бы, само по себе, что он уже правитель четырёх сверхочетвертей, и уже как бы включает девять планет. Однако мы же всё-таки живём в этой Солнечной системе, поэтому есть и уточнение. Позднее также уже стали изображать не на щите, а на одежде у него. Ну да, это похоже, как этот олень ещё, который врага... Щен и Суя. Щен и Суя. Ну, на котором написано. Цон и Суя. В врагах, зародышах других богов. Ну, здесь, да. Или, как, допустим, ты увидел у князя тьмы, он изобразил себя, там, что он правитель пятой планеты. На пузе у себя написал. Ну, а здесь на иконографии... Что? Ну, а чего, ну, вот. Здесь вот на иконографии указывается, что Всевышний. Ну, также крылья от головы, или крылья от короны, или от ушей даже. И тут так же само всё. А крылатая шапка, она ещё и характерна греческой иконографии. И крылатый, допустим, диск с переплетёнными змеями. Так же характерно. А вот тут и шапка, и сандалик. Да. И здесь ещё видишь перекрёстка Каладара, который позднее стал... Ну, вообще, стал или не стал, потому что изначально этот знак был известный, и он был на многих древних предметах задолго до Великой Британии. Однако, когда там... Как объясняется, что флаг Великобритании возник из того, что соединялись флаги Англии, Шотландии, Уэльса и так далее. Есть такое объясняется. Ну, однако, я подозреваю, что они это всё-таки делали, чтобы сделать нечто похожее. Причём, не знаю, понимали ли они, что это сварга, или просто думали, что это древний мистец.